Глава третья Иначе расценил действия Руднева наместник. Под первым впечатлением он решил предать Руднева суду за то, что тот не сумел использовать нейтралитет Кореи для защиты находящихся под его командой судов. Но скоро всем стало ясно, что никакого нейтралитета в Корее не существует. Когда же из Петербурга пришла директива гибель варяга и корейца считать подвигом, а не преступлением, наместник сразу изменил свою точку зрения и в специальном приказе поставил все эскадры в пример подвиг варяга и корейца. Японцы перед Артуром не показывались, и город постепенно стал успокаиваться. Теплая ясная погода сменилась жестоким нордом со снегом и пургой. Жители города попрятались по дворам, а эскадра лишь слегка дымила, отстаиваясь на внутреннем рейде. Только миноносцы да легкие крейсеры рисковали в Бураново ходить на разведку в студенное зимнее море, да изредка ночью грохотали береговые батареи по воображаемым японским кораблям. Война на время ушла из Артура. Даже нелепая гибель на своих же минах заграждения минного транспорта «Енисей» и легкого крейсера «Боярин» не произвела особого впечатления на Артур. Трагедия произошла далеко от крепости, никто ее не видел и не переживал непосредственно. В переполненных ресторанах по-прежнему гремела музыка, рекой лилось вино, и порт-артурские офицеры в пьяном угаре кричали о своей готовности победить врага или умереть во славу обожаемого монарха. Почти все мужское население города было призвано в армию, солдатского обмундирования для всех не хватало, а ограничились тем, что на штатские пальто нашили красные погоны, а ногтелки и фуражки нацепили. Солдатские кокарды. Дукельский с наступления военных действий, поселившийся со штабом на Петропавловске, где раньше было лишь место его временного пребывания, не появлялся в городе. С утра до вечера он вместе с флаг капитаном Эбергардом сидел за разработкой планов морских операций против японской эскадры. Все эти планы неизменно браковались то с Тарком, который находил их чересчур смелыми и рискованными, то наместником, считавшим их чересчур осторожными. Один только начальник морского отдела штаба наместника контр-адмирал Витгефт, добродушный, малоподвижный толстяк, всегда соглашался с любыми планами, какие ему представляли на утверждение, искренне огорчаясь каждой новой неудачей Дукельского. Занятый штабными неполадками лейтенант совсем забыл о Риве. Подруги Ривы посмеивались над ней, называя ее монашкой, и звали с собой в Звездочку и Рива-Яте. Рива зевала, выдумывала предлоги для отказа и оставалась дома. Однажды она узнала, что в Звездочке моряки устраивают большой проворот и приглашают ее. Надеюсь, встретиться там с Дукельским, Рива согласилась. Уже за квартал от Звездочки были слышны бравурная музыка и громкие крики. В большом зале ресторана с тщательно завешанными окнами собралось десятка-два молодых моряков, которые, сидя за столом, громко пели скабрезные куплеты. На хозяйском месте восседала пышная золотисто-рыжая блондинка Лола Хьюс, чистокровная немка, выдававшая себя за американку. В Артуре считали ее и Риву первыми звездами местного полусвета. Рива была представительницей горячей южной красоты, а светловолосая белотелая Лола олицетворяла красоту севера, более нежную, чем красота юга, но не уступающую ей в огне и страсти. Рива и Лола, несмотря на внешнее соперничество, были дружны между собою и охотно уступали друг другу своих кавалеров. Появление Ривы в зале было немедленно замечено и вызвало аплодисменты. — Ура, Ривочка! Да здравствуй, царица ночи! — кричали со всех сторон мужчины, посылая ей воздушные поцелуи. Рива огляделась. За столом сидели офицеры с разных кораблей, по большей части хорошо знакомые Риве. К своему удивлению она заметила среди них и несколько человек женатых, до того не решавшихся показываться в холостой компании молодежи. Очевидно, проводив свои семьи из Артура, они поспешили зачислить себя в холостяки, ду Кельского в зале не было. Зато Малеев уже издали махал рукой, обращая ее внимание на себя. Рядом с Малеевым сидел, как всегда, разовощеки Андрюша Акинфиев. При виде Ривы он попытался было сделать серьезную и строгую мину. — Я сяду рядом с самым строгим и сердитым офицером Тихоокеанской эскадры Андрюши Акинфиевым, — громко заявила Рива. — Разрешите сесть, господин строгий Мичман, — шутила она, прикладывая руку к голове, как бы отдавая честь. Мичман вспыхнул, но смолчал, и под общий веселый шум и двусмысленные замечания поспешил поставить рядом с собой стул для Ривы. Малеев чмокнул Ривину руку и, хитро подмигнув, вдруг громко закричал. — Горько, молодым! Андрюша, весь пунцовый от смущения, хотел что-то возразить Малееву, но со всех сторон так громко заорали — — Горько, горько, Андрюша! — что его слова потонули в общем шуме. Рива с лукавой улыбкой потянулась к своему соседу. — Поцелуемся? Андрюша растерялся, на его красном от смущения лице выразилась детская беспомощность, и ужас Рива притянула к себе его голову и ласково поцеловала в лоб. Пирушка пошла своим чередом. Все вокруг кричали, пели, спорили, смеялись, о войне забыли. Неожиданно общий шум был прерван зычным голосом из угла зала. Только тогда Рива заметила, что там разместилась небольшая компания сухопутных офицеров, преимущественно артиллеристов. Их стол был тесно уставлен бутылками, а возбужденные лица показывали, что компания была уже сильно на взводе. Рива по опыту знала, что такие встречи в ресторанах моряков с сухопутными офицерами обычно кончались скандалами. Насторожившись, она ожидала возникновения очередного конфликта, сопровождаемого обычно битьем посуды и вызовом военной полиции. Все это не сулило и ей ничего хорошего. Она собралась уже потихоньку уйти домой, но Малеев, заметив, удержал ее за руку. «Куда вы торопитесь?» — проговорил он. «Боюсь попасть в историю. Не думаю». «Это все бакланы, береговые артиллеристы. Мы вместе с ними воюем с японской эскадрой на море, да и публика у них культурнее, чем у стрелков. Не беспокойтесь». «Я же, что случится, я вас провожу домой». «Ба, да среди артиллеристов мой приятель Борейко, значит, все будет гладко». От столика артиллеристов отделилась огромная фигура Борейко, который со стаканом вина в руке и двинулся к морякам. Все притихли, с интересом поглядывая на сожженные росты гигантские плечи поручика. «Господа офицеры доблестной тихоокеанской эскадры!» — прогудел Борейко. «Позвольте мне приветствовать вас от лица гарнизона и артиллерии порт-артурской крепости!» За Борейко двинулись и остальные офицеры. Моряки встали с места и встретили их с бокалами в руках. Подойдя к Малееву, поручик особенно дружески приветствовал его. «Душевно рад видеть тебя, Ермия Александрович, в добром здравии и приятном соседстве!» Расшаркал сон перед Ривой. «Вашу лапку, мадемуазель!» «Я всегда был уверен, что у моего друга Ермия прекрасный вкус, а теперь с удовольствием убеждаюсь в этом». Огромный, красный от выпитого вина он все же понравился Риве. Она приветливо улыбнулась ему, подставляя руку для поцелуя. Когда, наконец, все перезнакомились, составили вместе столы и уселись, Борейко опять поднялся и предложил выбрать тамаду в сегодняшней дружественной пирушке. «Борейко!» — выкрикнули все, знавшие его фамилию. «С благодарностью принимаю это почетное звание от своих друзей и предлагаю то за наших сегодняшних дам!» — ответил Борейко. «Все бурно приветствовали Риву и Лолу. «Разрешите мне как-то, маде, сказать два слова!» — продолжал Борейко. «Просим, просим!» — раздалось со всех сторон. «Всего несколько дней, как началась война. Началась она неожиданно, неудачно для нас, для нашего флота. Многие обвиняют в этом моряков, моряки обвиняют крепость. Это порождает споры, ссоры и вражду. Все это на руку только японцам, ибо только в единении сила. Виноваты же в наших неудачах не мы с вами, здесь присутствующие молодые офицеры армии и флота. Не виноваты наши штаб-офицеры. Они ничего не знали о надвигающейся войне. Виноваты прежде всего и больше всего генералы и адмиралы. Больше всех виноват наместник. Этот принц царской крови с левой стороны, который своевременно не сообщил о разрыве дипломатических отношений с Японией, не принял мер по мобилизации армии и флота на случай внезапного нападения на порт Арту. Виноват Старк, не разрешивший флоту принять предохранительные меры, вроде постановки противоминных сетей, настоящих на внешнем рейде кораблях эскадры. Виноват Стессель, у которого крепость до сих пор еще далеко не достроена. Виноват и наш генерал Белый, не поверивший своим офицерам, когда ему Страшников сообщил о совершенном на эскадру нападении. Теперь генералы и адмиралы грызутся между собой, сваливая вину друг на друга, строча доносы в Петербург, Стессель и его компания на моряков, а те наушкопутные начальства. Они натравливают армию на флот, солдат на матросов, нас, сухопутных офицеров на вас, морских и так далее. Поэтому я и хочу в дружеской беседе с вами за стаканом доброго вина обсудить это обстоятельство. Ни двадцать шестого, ни двадцать седьмого, ни двадцать девятого января не погиб и не был ранен ни один генерал или адмирал. Я лично видел, как Стессель трусливо прятался от японских снарядов в бетонные казематы на электрическом утесе. Наместник сидел на Золотой горе, тоже в крепком каземате. Ваши адмиралы едва ли проявили больше храбрости. Кто же больше всего пострадал, от нашей неподготовленности. Прежде всего и больше всего серая скотинка, солдаты и матросы, которые, по мнению всякого начальства, только для того и существуют, чтобы все выносить на своей шкуре. За все ошибки превосходительных дураков платятся матросы и солдаты. Так позвольте мне сегодня поднять первый свой бокал не за царя батюшку, который в полной безопасности сидит в Питере, не за наших генералов и адмиралов, тоже сидящих за нашими спинами, и даже не за нас с вами, а за наших солдат и матросов. Я твердо убежден, что мы, офицеры, будем успешно воевать тогда и только тогда, когда у нас будет тесное единение с нашими солдатами, когда офицеры и солдаты будут едины в строю. Сил офицеров в их тесном единении с матросами и солдатами, тот, кто этого не понимает, не может быть хорошим командиром или офицером, и так за наших солдат и матросов «Ура! Ура!» — подхватили присутствующие. А Дрюша Акинфиев, растроганный до глубины души, смотрел влюбленными глазами на Борейко. «Ермий, расскажи мне подробнее, кто он такой?» — упрашивал он Малеева. «Борейко — пьяница, картежник, большой скандалист, сослан за какие-то художества из России и в арту. В то же время он один из лучших артиллеристов крепости. Живет на электрическом утесе, он всегда в контрах со всяким начальством. Сажали его на губу, грозили уволить со службы, но это мало помогало. В конце концов, его сослали на утес, благо оттуда не всегда выберешься в город». Разговор их был прерван новым тостом, с которым выступил от имени стрелков поручик Кенжиевский, молоденький, без усы, с сильным густым басом. Он горячо приветствовал моряков и повторил желание тесного единства. Ему тоже дружно аплодировали. От моряков неожиданно выступил Андрюша. Путаясь от волнения в словах, он долго и не особенно вразумительно говорил о подлых японцах и обожаемом монархии и закончил тостом за царя. Тост его, как носящий официальный характер, приняли стоя, но без особого воодушевления. «Андрюша, друг сердешный», — обратился к нему Малеев, «не гоже имя царское трепать в кабаках. Предоставь такие тосты произносить нашим генералам и адмиралам на парадах». Мечман обиделся и, сильно покраснев, замолчал. Общая беседа распалась. На разных концах стола завязались громкие споры, и только время от времени Борейка, перекрывая общий шум своим громким голосом, предлагал выпить за здоровье того или другого из присутствующих, после чего все чокались и вновь усаживались на свои места. «Что не говорите, и не сей погиб геройский, как и варяг, а боярин позорно», — громко говорил Малеев своему соседу-лейтенанту с бояна Сайманову. «Ничего геройского не вижу в том, что Степанов посадил свой минный транспорт на свою же мину», — возражал Сайманов, «что он не знал, куда направлено течение в Толейн-Воанском заливе в это время года. Признаю, что это ошибка Степанова, но он сам погиб геройской смертью, отказавшись покинуть свой тонущий корабль. Так, по-моему, должен поступить каждый уважающий себя командир», — возражал Малеев. «И опять, по-моему, здесь больше глупостей, чем геройство. Степанов — один из лучших наших моряков, академик, каких у нас раз-два и обчелся, и вдруг, ради старого предрассудка, добровольно гибнет со своим кораблем вместо того, чтобы дальше воевать с японцами. Он был нам нужен в Артуре, а сейчас он пользу принесет, разве только рыбам? Нет, нам надо решительно бороться с этими традициями седой старины», — горячился Сайманов. «Что же ты тогда скажешь о гибели боярина?» Переходя на «ты», спросил Малеев. «Скажу, что Сарычев, подлый трус, бросил крейсер при незначительной пробоине. Ведь боярин еще трое суток держался на воде после того, как команда покинула его. Погода была на редкость тихая, японцев не было, его можно было спасти. Сарычев пойдет под суд, туда ему и дорога». «Сарычеву, к сожалению, не отдают под суд, а всего лишь отставили от командования потонувшим крейсером», — усмехнулся Сайманов. «Жаль, что среди нас нет ни одного человека с боярина, а то бы я поговорил с ним по душам». «А вряд ли ты скоро и в Артуре найдешь кого-либо с боярина. Сарычев уезжает в Кронштадт, остальные тоже переводятся, кто в Балтику, кто в Черное море, кто во Владивосток». «За отменную храбрость, проявленную при потоплении собственного крейсера», — не унимался Сайманов, «не наградили их за это еще орденами». «К их несчастью, ни одного японца даже поблизости не было», — улыбнул Сомалеев. «Старка все же убирают, хотя наместник и взял его под свою защиту. Трудновато его защищать. Прошло два дня войны, а мы потеряли потопленными четыре корабля, подорванными три и поврежденными артиллерией четыре, а всего одиннадцать боевых единиц. А кто же на место Старка?» «Макаров из Кронштадта. Говорят, большой умница, ученый человек, весьма энергичен. Быть может, с ним наша эскадра оживет. Поживем, увидим». «Макаров, прежде всего, известный боевой командир, и я уверен, что он будет настоящим командующим флотом», — горячо проговорил Малеев. «Кто будет рад приезду Макарова, как это наш Юрасовский», — вмешался в разговор Акинхиев. «Они старые и знакомые, а Воси ему теперь по службе повезет». «Да, больше двадцати лет проплавать, чтобы получить в командование миноносец, его сверстники давно крейсерами командуют». «Почему же затирают Юрасовского?» — спросил Сайманов. «А, дело тут старое. В молодости вздумалось ему поиграть в политику. Ну вот, до сих пор забыть ему этого не могут, чуть ли не за революционера считают», — пояснил Малеев. «Разве он такой?» — удивился Андрюша. «Конечно нет. Просто человек справедливый. Матросов не бьет, не обкрадывает, начальству спуску не дает. Его и затирают, чтоб глаза начальству не мозолил». «Нет, наш Вирен чорен, как ворон», — вставил Сайманов. «Не люблю я Вирена», — проговорил Малеев, «а на баяне служить бы и не хотел». «Слов нет. Один из лучших кораблей в эскадре, там порядок и четкость в работе, но матросы забиты, офицеры задерганы». «Вирен никогда не дерется. Если матрос виновен, отдает под суд. Офицерам тоже промахов не спускает», — заступился Сайманов за своего командира. «За пустяки у него матросы под суд идут. Поэтому и не любят они Вирена, а боятся. Да и в кают-компании его не особенно одобряют». «Что ж, по-твоему, лучше на новике у Эссона?» «Всякий любящий свое дело моряк почитает за честь служить на новике. Там настоящая морская школа для офицеров и матросов. Хотя на берегу больше всего всегда буянит матросы сновика, да и господа офицеры на берегу тихим нравом не отличаются. Команда сброца всей эскадры. Надо только удивляться, как Эссен умеет их держать в руках. Зато в бою нет командира более смелого и лихого, чем Эссен. Всегда во всех боях он был первым, на разведках тоже». Их разговор прервал Борейко. «Друзья, не спеть ли нам что-нибудь русское, задушевное?» предложил он. «Споем, затягивая, Ермий!» подхватило несколько человек. «Да, но что?» «Для начала споем поминальную в память погибших моряков и сухопутных». Валеев звучным баритоном запел. «Ныне, в день поминовения, павших в поле боевом, мы все в одном олене души русские сольем». Торжественный печальный мотив заставил всех сделаться серьезнее и мысленно вернуться к происходящей войне. Когда пение кончилось, все несколько мгновений сидели тихо. «Эй, чё, хлопцы, славни, молодцы, смутни, невестели!» проговорил Борейко. «Дайте-ка я вас разутешу!» И он запел «Есть на Волге утес». Сильный и в то же время мягкий бас наполнил всю комнату. Казалось, что песни несутся откуда-то сверху. Борейко распелся и исполнил еще несколько песен. «Теперь станцуем!» скомандовал он. «Кто? За рояль?» Андрюша поспешил к стоящему на эстраде инструменту. «Русскую!» Андрюша заиграл. «Скорее, это не похоронный марш!» крикнул ему Борейко. И когда темп ускорился, вдруг свистнув, пустился в пляс. Плесал он, как и пел, страстно. Бешеная чечетка сменялась вихрем присядки. То пол ходил ходуном под каблуками, то танцор, как мячик, подскакивал едва ли не до потолка, и затем неслышно плыв по полу. «Эх, ну и танцуй!» «Черт!» восхищались моряки. За русской последовал гопак, и вскоре все в зале танцевали. После пляски всем захотелось есть. Опять сдвинули столы, и вино полило с рекой. Поезд пришел в Порто-Артур рано утром. Начинался пасмурный, серый, холодный день. На перрон высыпали пассажиры, сопровождаемые носильщиками, китайцами, с чемоданами и свертками. В числе приехавших находился высокий артиллерийский прапорщик в огромной манчжурской папахе. Судя по его новенькой серой шинели, блестящим пуговицам и погонам, он только недавно надел офицерскую форму, которая, видимо, его еще стесняла, он то и дело цеплялся шпорами и при этом сердито чертыхался. Его молодое розовое лицо краснело еще больше, а серые глаза под густыми бровями вспыхивали от раздражения. Пропустив мимо себя пассажиров, офицер подхватил на руки походную кровать, чемодан, последние достижения тогдашней военно-походной техники, и вышел на привокзальную площадь. Ни извозчиков, ни рикш поблизости не оказалось. Приходилось идти в город пешком в сопровождении китайца кули, несшего вещи. Поражали пустота и тишина улиц. Прохожих почти не было, только по мостовой шагали военные патрули, наглухо заколоченные магазины, выбитые окна, разрушенные заборы и бродячие собаки на пустынных дворах, говорили о войне, разрухе и бегстве жителей из города. С начала войны прошло не больше недели, а живой, многолюдный портовый город казался совершенно вымершим. Уже пройдя довольно далеко по набережной, прапорщик вспомнил, что даже не знает, куда ему идти. Было еще слишком рано для явки на службу, а гостиниц в Артуре, по его сведениям, не было. В это время на улице торжественно восседая в маленькой колясочке, влекомой китайцем рикшей, появился артиллерийский офицер. Прапорщик рискнул остановить его. Разрешите господин поручик узнать, где находится управление Квантунской крепостной артиллерии? Поручик, видимо, дремавший, встрепенулся и оглядел спрашивающего. — Вы назначены к нам в артиллерию? — вопросом же ответил он. — Да, в крепостную артиллерию. — Значит, к нам будем знакомы. Болейка, я вас сейчас туда свезу. Кладите в ноги вещи и садитесь рядом со мной. Звонарев представился прапорщик. Но я, право, не привык ездить на людях, тем более вдвоем, да еще с вещами. Смутился он. Им будет тяжело везти нас. — Костяки, они не такие грузы таскают, возразил Болейка. Носильщик Звонарева, положив вещи в колясочку, тоже впрягся, и оба китайца бегом понесли с паухабистой мостовой. — Откуда вы к нам попали? спросил Болейка. — Из щиты по мобилизации, ответил прапорщик, внимательно оглядев монументальную фигуру поручика. — И не успели там еще смотреться, как попали к нам Артур. — Здесь надо думать, вы пробудете несколько подольше. Война только что началась и скоро не кончится. — Скажите, пожалуйста, почему порт Артурской артиллерии называется Квантунской? — осведомился Звонарев. — Артур расположен на южной оконечности Квантунского полуострова, поскольку помимо Артура предполагается создать еще береговые батареи в городе Дальнем на Динжоусском перешейке и в других местах. Артиллерийское управление именуется не порт Артурским, а Квантунским, пояснил Болейка. — Уныло у вас в Артуре. — Да, красотой Артур не блещет. Пока они разговаривали, китайцы пробежали всю набережную и небольшой, расположенный террасами бульварчик со скудной растительностью, называвшейся в Артуре попростой этажеркой, и поравнялись с доком, в котором стоял большой военный корабль с пробоиной у самой ватерлинии. Сквозь нее было видно, как внутри судна вялок пошились два-три рабочих китайца. На палубе в беспорядке были свалены какие-то вещи, искривленные лестницы, тряпки и мусор. Ни матросов, ни офицеров на корабле не было видно. На корме корабля Звонарев разглядел выведенные золотом славянскими буквами названия «Паллада». Дальше от берега виднелся массивный броненосец с двенадцатидюймовыми башнями на носу и на корме. Прапорщик по знакомым фотографиям узнал к цесаревича. Там и вовсе не было заметно людей. Тут я вижу с работой не торопится, поделился своим впечатлением Звонарев. Еще не раскачались морячки. Больше выпивают за упокой душ потонувших, а до своих кораблей у них руки не доходят. Экипаж свезли на берег, корабли сдали в порт, а сами засели в ковре и ресторанах. Ну что, моряки, мы шесть лет владеем Артуром, и тем не менее на сухом пути пока не удосужились выстроить ни одного укрепления. Темпы здесь свои, артурские. Вось война нас раскачает, ответил Борейко. Да ведь это черт знает что, возмутился Звонарев. Это прямая измена, такими темпами вести работу во время войны. Нет, это проявление обычного у нас разгильдяйства, неизмена. Просто люди не привыкли спешить в работе. Миновав доки, рикши побежали вдоль склона Золотой горы. Тут у дороги находилось десятка два кирпичных зданий казарменного типа, окруженных жалким подобием палисадников. Это есть артиллерийский городок, пояснил Борейко. Здесь склады, мастерские и управления. Здесь же живет наш командир, генерал Белыч, вы должны будете явиться к нему. Сперва доложите адъютанту, а уж он проводит вас к генералу, поучал Звонарева Борейко. Китайцы остановились около одного из зданий, над дверями которого значилось управление Квантунской крепостной артиллерии. Звонарев вылез из хрупкой колясочки и поблагодарил Борейко за любезность. Вышедший из управления писарь помог Звонареву внести вещи в здание и, введя его в один из кабинетов, попросил подождать здесь прихода адъютанта поручика Юницкого. Звонарев от нечего делать стал рассматривать висевшие на стене схемы и карты с расположением артурских батарей. Он увидел уже знакомые по газетам названия Ляу-Тишань, Белый Волк, Тигровый полуостров, Золотая Гора и знаменитый электрический утес, батарея которого, по словам официальных сообщений, перетопила уже чуть ли не половину японских судов, неизменно воскресавших, однако, в последующих сообщениях. Пожалуйте, ваши бумаги, ваши благородие, я их тотчас же доложу адъютанту, как они придут, прервал размышления Звонарева, вошедший писарь. В соседней комнате послышали шаги и в кабинет вошел хлыщеватый поручик с адъютанскими аксельбантами. Позвольте познакомиться, прапорщик Звонарев, я назначен к вам в артиллерию. Юницкий удивленно поднял вверх брови и сухо проговорил. Потрудитесь, господин прапорщик, рапортовать по уставу. Каблуки вместе и руки по швам, голову выше. — Это еще что за издевательство такое? — возмутился Звонарев. — Что, я вам, мальчишка какой-нибудь? Вы, поручик, слишком молоды, чтобы мне, инженеру, делать замечания? Юницкий опешил. — Это черт знает, что такое. Я сейчас же доложу обо всем его превосходительству. И адъютант выбежал из комнаты. Через четверть часа он пригласил Звонарева к генералу. Сверх ожидания Белый встретил Звонарева просто и приветливо. Когда Звонарев пытался отрапортовать ему, он по жатием руки прервал его и усадил против себя в кресло, разглаживая свои длинные и спроси юкозацкие усы. — Вы ведь полевой артиллерист, начал разговор генерал. Воинскую повинность отбывал в Третьей гвардейской дерзкой бригаде в Варшаве. Назначен к вам вылазочную батарею, доложил Звонарев. — У нас ее еще нет. Мы только собираемся заняться ее формированием и неизвестно, будет ли она вообще сформирована, проговорил генерал. В это время в кабинет вошел Тохотелов, как всегда отдуваясь и усердно вытирая подсалба. — Ух, жарко! Здравия желаю вашему превосходительству. Приветствовал он генерала. — Очень кстати вы подошли, дорогой. Ласково обратился к нему белый. — Надо решить, куда нам деть нашего нового офицера. Он полевик, по образованию инженер-механик, по мобилизации попал к нам. — Нам инженеров не надо. — Нам артиллеристов надо. Вы береговые пушки знаете? Представления о них не имею. — Вай-вай, вы же инженер-механик, а пушка тоже машина. Вы сразу поймете ее действие. Нам ваше превосходительство на электрический утес техника послать надо. Там надо прожектор наладить, двигатель рутьера исправить. Там же лафеты надо переделать для стрельбы под большими углами возвышения. Один гобят и не справится, ему помощник надо дать. Говорил Тахотелов — поезжайте на утес. — Самая боевая у нас батарея, день и ночь стреляет. И полковник дружески похлопал Звонарева по плечу. — Решено. — Я назначаю вас на утес. Сегодня ж туда и отправляйтесь. Кстати, будете подальше от моего адъютанта, то вы сразу же, кажется, не сошли с ним характерами, улыбнулся Белый. — А теперь, господа, прошу ко мне завтракать. Любезно пригласил он офицеров. Квартира Белого помещалась рядом с управлением артиллерии в красивом двухэтажном кирпичном доме, расположенном на набережной почти у самого прохода на внешний рейд. Жена и две дочери Белого тепло встретили Звонарева, забросав его вопросами о чете, о дороге, о семье. За столом прапорщика посадили рядом с младшей дочерью Белого, Бойко и Варей. Юницкий, который был своим человеком в доме, сел с другой дочерью Белого, Катей, Тахотелов занял место рядом с хозяйкой. Вот у Варей кавалер завелся, подтрунивал над девушкой Тахотелов. Раньше она моя невеста была, теперь изменила. И ничего подобного, живо воскликнула Варя, вы первые меня изменили, а я только в долгу у вас не осталось. После завтрака Звонареву следила его Варя, японцы больше всего туда стреляют, когда будут падать снаряды, вы хорошенько прячетесь. Почему же вы сами не прячетесь от войны и не уезжаете из Артура? Разве вам здесь не страшно? Мы, казачки, не должны бояться войны. Моя бабушка всю севастопольскую компанию провела с дедом, там и папа мой родился. Мама вместе с папой переходила Балканы, теперь я посижу в Артуре, а вось наш курень японцы не разобьют, ответила девушка. Когда Звонарев садился в экипаж, к нему подошел Гобята, который ехал на Золотую Гуру. Вы есть тот прапорщик, который назначен ко мне в помощь? спросил он. Если вы капитан Гобята, вот отлично, поговорим по дороге о делах. На Утесе дело много. Командир Жуковский неплохой человек, прекрасный артиллерист, но мямля. Зато у него там есть некто поручик Борейко, который никого и ничего не признает и всеми вертит, как хочет. Сумеете с ним сработать, хорошо, не сумеете, придется вам оттуда бежать. Есть там одна золотца гвардейская, штабс-капитан Чиж, этот похлеще Борейко будет, но в другом смысле. Ходячий устав, формалист и вообще пренеприятнейший тип. Они из Борейко до известной степени уравновешивают друг друга. «Вам надо там быть и политиком, и инженером», поучал прапорщик Гобятов, «полюбуйтесь к нашим Артуром», указал капитан на развернувшуюся перед ними панораму. Звонарев с интересом разглядывал Артур. Справа виден был старый город, казавшийся издали беспорядочным скоплением европейских домов и китайских фанц. За внутренним рейдом, на котором стояла эскадра, выступал новый, чистый европейский город с широкими, правильно распланированными улицами. Левее громады Ляо-Тя-Шаня и Тигровки, прямо внизу длинный узкий тигровый хвост с несколькими домиками, небольшими доками и заводом Ноюкса на нем и невысокой батареей девяти дюймовых пушек. Около него в проходе, приткнувшись кормой к берегу, стоял сильно осевший на нос броненосец. Ретвизан, пояснил Габята, с 26 января здесь стоит, никак моряки не могут его ввести в порт. Полюбовавшись на широкую панораму Артура с высоты батареи Золотой горы, настоящую в бухте эскадру, меланхоличное и мирно коптившую небо, Звонарев простился с Габята и двинулся дальше. Завтра я вам на месте подробно объясню, в чем будет состоять ваша работа, а пока всего лучшего. Привет, Борейко. Он, хотя и сумасброд, но парень неплохой. Кажется, он меня со станции подвез. Пьяный или выпивший немного попахивал водкой. Раз с утра пьян, значит он, и никто другой, улыбнулся Габята, прощаясь со Звонаревым. Миновав Золотую гору, экипаж быстро покатил вниз к утесу. Звонарев еще издали увидел выдающийся в море мыс с расположенной на нем батареей. Через четверть часа экипаж остановился около квартиры Жуковского. Жуковский и Борейко приветливо встретили новоприбывшего и тотчас же усадили за обед. Водку пьете, спросил Борейко, воздерживаюсь. Да, кроме того, я уже позавтракал у генерала. Напрасно, без водки в Артуре не проживешь. Ради вашего приезда можно будет сегодня пропустить лишнюю чарку. И Борейко один за другим выпил два стакана водки, густо крякнув. Не довольна ли будет Борис Дмитриевич? Обратился к нему Жуковский. За ваше здоровье, простите, не знаю вашего имени и отчества, сказал Борейко. Сергей Владимирович, ответил Звонарев, протягивая свой бокал за совместную службу. Правильно. Вы мне сегодня сразу приглянулись на набережную, молодой человек. А у меня на людей глаз верный, проговорил поручик. Я думаю, что я едва ли намного моложе вас, Борис Дмитриевич. Улыбнулся Звонарев. Я успел уже окончить институт и сделаться инженером. Так вы инженер? Особенно приятно иметь своим сослуживцем образованного и культурного человека, обрадовался Жуковский. А я то думал, что вы как некая у нас особо попали к нам из гвардии, пробосил Борейко. Очень рад, что ошибся. Сколько ж вам лет? Двадцать три года. Вздохнул поручик. После обеда Борейко повел Звонарева на батарею. С большим любопытством осматривал прапорщик знаменитый электрический утес, слава, о котором уже широко разнеслась. Все здесь было просто и буднично, и ничто не говорило о героической борьбе, прославившей батарею. Звонарев ожидал увидеть лихих героев, выпеченные груди, залихватски заломленные фуражки, и услышать речи, преисполненные пафосом. Вместо этого он увидел солдат в потрепанных шинелишках, занятых различными хозяйственными делами. Честь они отдавали вяло, без всякого геройского шика, и далеко не производили впечатления чудо-богатырей, какими их изображали в официальных сообщениях. — Смотри же, ребята, особенно фейерверкера, помогайте прапорщику. Он у нас серый, порху не нюхал и мало в артиллерии понимает. Своебразно рекомендовал Борейко звонарева солдатам. Прапорщик был сконфужен такой характеристикой, но, заметив это, Борейко добродушно пояснил. — Нет, хуже, когда говоришь, что все знаешь и умеешь, и сам ничего не знаешь и не умеешь. Надо заслужить доверие солдат. Они у нас в бою работают как черти, потому что верят в своего командира. Когда же они не верят своему офицеру, как некой кривоногой гвардии, тогда дело не клеится. Вот это самое золотце идет, буркнул Борейко, указывая глазами на подходившего чижа. — Александр Александрович, знакомьтесь, это наш новый прапор, представил он звонарева чижу. Прапорщик назвал свою фамилию. Бледное и стасканное лицо чижа с тусклыми серыми глазами и торчащими вверх холеными усами сразу вспыхнуло. Приложив руку к козырьку, он резко крикливым голосом проговорил. «Господин прапорщик, когда вы представляетесь старшим вас в чине, то потрудитесь это делать согласно уставу и быть по форме одетым. Своим видом вы должны показать пример солдатам». И, не подавая руки, звонареву чиж пошел дальше. «Что он у вас часом не из психиатрички сбежал?» спросил прапорщик Кубарейко. «Хуже. Переведен сюда из гвардии за шулерство. Индейский петух пока тихо, а стоит показаться японцем, мигом превращается в мокрую курицу. Вы это близко к сердцу не принимайте. Я сам поговорю с командиром». Ознакомившись с батареей, звонарев вернулся к Жуковскому, который любезно предоставил ему одну из комнат своей опустевшей после отъезда жены квартиры. «Прошу у вас извинения за грубость чижа», встретил его капитан. «Завтра я сам переговорюсь с ним об этом, а теперь рекомендую лечь спать. Пока светло, у нас обычно спокойно. Зато по ночам все время воюем с японцами. Когда ознакомитесь с нашей жизнью, включим вас в дежурство по батарее. Сегодня же я вам желаю хорошенько отдохнуть с дороги». Глава четвертая Прошло дней десять со дня приезда Звонарева в Артур. Он постепенно привык к жизни на электрическом утесе. Утром часов в восемь, если ночь проходила спокойно, прапорщик вместе с Жуковским отправлялся в обход на батарею. Жуковский, как хороший хозяин, сам ежедневно заглядывал во все углы и был в курсе всей жизни роты. В роте ежедневно производилось учение при орудиях, которые вел Борейко. С присущей ему энергией и увлечением он учил солдат простейшим приемам зарядки и наводки орудий, внося собственные новшества. «Николай Васильевич!» еще издали кричал он Жуковскому. «Даю залп через две минуты десять секунд вместо пяти минут по уставу, но можно еще ускорить. Родионов с первым взводом умудряется давать залп через одну минуту пять секунд. Думаю, что сумею добиться и одной минуты тридцати секунд для всей батареи. Скорострельная батарея будет у нас. Николай Васильевич, с моряками сможем потягаться, хотя у них все электричеством движется, а у нас вручную». Борейка сиял от радости, солдаты стояли красные и потные от беготни, тоже радостно возбужденные. «Умеете вы, Борис Дмитриевич, увлекаться сами и увлекать людей?» похвалил Жуковский. «Дело артиллерийское люблю. Не, не поверите, ночью проснусь, и то, думаю, они взяли еще что совершенствовать на батарее, да и солдаты помогают. Недавно придумали раздельную наводку производить. Наводчик только в цель наводит, а угол возвышения придается пушке по квадранту на цапфе. Тут рядом и подъемные дуги, и тормоза очень удобно получаются. Только вот наводчику иногда цель закрывают. Думаю, стрелу железную к цапфе привинтить, а в конце стрелы полку для квадранта устроить. Тогда стрела с орудием будет вращаться, и по ней можно придавать пушке нужный угол возвышения, и люди за бруствером будут внизу укрыты. Так миром да собором и мозгуем. Солдаты с увлечением обсуждали различные предложения по усовершенствованию, способов наводки орудий. Борейко всех внимательно выслушивал. Золотой человек, да сильно пьет, а как напьется, забуяниет, сладусь с ним нет никакого, задумчиво говорил Жуковский Борейко. С батареей шли вниз в помещение для электродвигателя. Там хозяйничал старший мастеровой Лебедкин до службы, работавшей на одном из вральских заводов с мащиком на силовой станции. В Артуре он кончил курсы подготовки электромехаников для прожекторных команд и попал на утес. Под его командой было двое молодых солдат до службы бывших механиками на паровых молотилках у помещиков. Они глаз не сводили со своего начальника, то хвалившего их, то награждавшего при ошибках тумаками. Жуковский сразу же по приезде Звонарева назначил его заведовать прожекторной командой. Лебедкин встретил новое начальство недружелюбно и начал с того, что разладил машину для проверки Звонарева. Прапорщику пришлось повозиться с регулировкой золотников и стуком в подшипниках, пока он не заметил, что все неполадки устраненные накануне опять возникают на следующий день. Произошел короткий на выразительный разговор с Лебедкиным и авторитет Звонарева был признан на прожекторной станции. Из силовой Жуковский шел в кухню и неизменно тащил за собой Звонарева. Тут обычно с утра орудовал фельдфебель Назаренко, который следил и за качеством пищи, и за правильностью раскладки хлеба, мяса, круп, лаврового листа. Официально артельным хозяйством рот и ведал чиж, но он считал ниже своего достоинства заниматься этим и целиком все передал Назаренко. Звонарев с удивлением узнал, что кислая капуста в Артур доставляется из Владивостока и ее очень бережно расходуют, что гречневая каша как лакомство дается солдатам только в праздники, а в прочие дни солдаты получают рисовую кашу, которую весьма не одобряют, рыбу давали только в Великий пост. Но ведь море-то под носом, отчего б не организовать рыбную ловлю и волю кормить солдат свежей рыбой, а не интендантской полупротухшей солониной, удивился Звонарев. Нет у нас ни лодок, ни сетей, да кто их знает, какая здесь рыба ловится. Покупаем иногда у китайцев, а сами рыболовством не занимались, уклончиво ответил Жуковский. Вернее, желания не было. Если б Борейко взялся за это дело, то верно, пошло бы, возразил Звонарев. Уж ежели поручик возьмет, то верно, что-нибудь да будет, беда или дело неизвестно, а только просто не обойдется, вставил Назаренко. Жуковский, Борейко и Звонарев завтракали вместе, чиж отдельно у себя. С первого же дня отношения Звонарева с чижом приняли чисто официальный характер. Жуковский сперва пытался сгладить эту натянутость, но затем бросил, предоставив времени наладить это щекотливое дело. На батарее трубач заиграл тревогу. Одеваясь на ходу, прапорщик побежал к орудиям. Дежурный взвод под командой чижа уже готовил свои орудия к стрельбе. С моря знакомо рявкнули пушки Ретвизана, слева шипя и урча пронесли сперва японские снаряды и пролетели куда-то в тыл в город. Чиж, мелькнувший был около дальномерной будки, спешно юркнул в каземат, как только подошел Жуковский. Борейко с секундомером в руках ругал кого-то за медленность наводки орудия. Все это было уже знакомо Звонареву, и он занял свое обычное место между крайними левыми орудиями. Тут же, недалеке, с карандашом и записной книжкой в руках расположился Родионов, на ходу записывая прицел и целик. Неожиданно один из японских снарядов, видимо, на рикошете разорвался с оглушительным грохотом над батареей и осыпав все вокруг тысячами осколков. Где-то звякнул разбитое стекло, затявкал внизу кухней шарик, испуганно закудахтали разгуливавшие под рук куры. Шурка, простоволосая и неодетая, выскочила на двор и стал успешно снимать сушившееся белье. Тю-ю-хай мухрейть, вырвался Родионов, оглядываясь остро запахло неприятным запахом и ленито. Никак адмирал того-дух пущает, сострил кто-то из солдат. Новая очередь японских снарядов заставила солдат укрыться в нишах погребах. Стрельба продолжалась недолго. Не успела батарея дать пять или шесть залпов, как японцы ушли в море. Жуковский не торопя спустился с бруствера, обмениваясь впечатлениями с Борейко. Все же чаще, чем через три минуты сегодня залпов батарея не давала. Второй взвод Лепехина, черт бы его побрал, возился очень. Завтра с утра я их поманежу, они у меня зашевелятся, волновался поручик. И три минуты на залп неплохо, утешал его Жуковский. Чиж, выйдя из каземата, смотрел в бинокль на уходящих японцев. Удивительный вы человек, Александр Александрович, ехидно обратился к нему Борейко. Хоть бы раз по любопытству и посмотреть на Тога, когда он близко около нас. Я не принадлежу к числу любопытных, отшучивался Чиж. Что вы, собственно, в каземате во время боя делаете? Вдруг в упор спросил Жуковский. Снаряды считаю. Не моргнув глазом, ответил Чиж. Кроме того, от грохота стрельбы у меня так разбаливается голова, что я ничего не соображаю целый день потом. Вы бы ватой уши затыкали. А то, знаете, все же неловко получается. Офицеры вдруг из каземата не вылазят, журил Чижа Жуковский. Смотрите, прапорщик и тот по батарее ходит, а не прячется. Прапорщик мне не указ, буркнул Чиж. Нет, я вас очень прошу во время боя в каземате не сидеть, а находиться на взводе, как полагается, уже строже закончил Жуковский. Слушаюсь, господин капитан. Официально вытянулся Чиж. Солдаты веселую гурьбой побежали вниз казармом, награждая друг друга шутливыми пинками и тумаками. Заяц с разгона вскочил на спину одного из наводчиков и, горцую, на нем орал в подражании Борейка. Батарея, слухай мою команду, наводить прямо в японского адмирала Тогова. Вот сукин сын, добродушно смеялся Борейка. Есть сообщение, что с темнотой наши миноносцы выйдут в море на поиски. Не обстреляйте их, Сергей Владимирович, ночью, предупредил Жуковский. «Вам ведь сегодня дежурить». С наступлением темноты звонарев, потеплее одевшись, захватив бинокль, с керосиновым фонарем в руках отправился на батарею. Дежурный взвод размещался в каземате на батарее. Сводчатый до самого полубетонный каземат вмещал около сорока человек. Вдоль стен были сделаны нары в два яруса, одетые солдаты в повалку лежали на них, перебрасываясь редкими фразами. В проходе посредине под висящей с потолка лампой стоял стол и несколько табуреток. За столом солдаты играли в шашки. Приход звонарева заставил всех вскочить. Родионов подошел к прапорщику и доложил, что первый взвод в составе сорока двух человек при трех фейерверкерах выделен для ночного дежурства на батарее. Чтобы не стеснять своим присутствием солдат, звонарев поспешил выйти из каземата с Родионовым. Они прошли к орудиям, проверили их готовность к стрельбе, наличие снарядов около них, подошли к прожектору, установленному сожжению в пятидесяти от батареи на витанированной площадке. С моря шел туман. В темноте внизу глухо шумел прибой, весь берег тонул во мраке, и только у прохода одиноко маячил прожекторный луч, пытаясь пробиться через мглу. Вернувшись на батарею, звонарев ушел в небольшой, похожий на нишу, казематик для дежурного по батарее офицера. Там помещали спокодная кровать, крохотный столик и табуретка. Помещение искудно освещалось керосиновой коптилкой. Тут же стоял полевой телефон для связи с квартирой Жуковского и канцелярией роты в казарме. В солдатском каземате около стола собралось несколько человек — Родионов, Лебедкин, Заяц, Белоногов, шепотом ведших беседу. Как водится, ругали начальство и свою солдатскую жизнь. Только и думают, как бы изувечить и погубить солдат, сволочи. Подожди, кончится война, разбор к всему будет. Спросят тут из них, как они воевали и что делали. Пока спросят. Нас в живых не будет. Нас не будет, другие останутся. Пока мужик будет, будет и солдат. Те и спросят с чижей. Малый в том утеха. Надо мной чиж измывался, а кто с него спросит, мне неизвестно. Прочем знать, может, и ты, Заяц, и сам с чижа спросишь. Поживем, увидим. В это время в каземат вбежал сигнальщик. — К орудием японец у берега плывет! — громко закричал он. — Выходи к орудием, номерки! — рявкнул за ним Родионов. Все ринулись к выходу. Около пятидесяти миллиметровых пушек уже маячили в темноте фигуры Борейко и Звонарева. — Копаетесь, черти полосатые! — кричал Борейко. С дальномера выкрикивали дистанцию до видневшегося трехтрубного миноносца. — Тысяча пятьсот! Тысяча четыреста восемьдесят! Тысяча четыреста шестьдесят! — Гранаты, прицел семьдесят два патрона! Огонь! — командовал Борейко. В бинокль были видны всплески воды от снарядов. Миноносец продолжал идти тем же курсом, не сбавляя хода. Вдруг на нем засигнали огнями. — Что за черт? Не нашли! — опешил Борейко. — А что означают эти сигналы? — спросил Звонарев. — Кто их знает? Боряки понимают, а мы — нет. Надо думать, просят прекратить огонь. Соседние батареи молчат. Должно быть наш. Почему же идет со стороны дальнего? Возвращается с моря. Рано ищу начало первого, а потом один, недумевал Борейко. Пока разбирали, чей же это миноносец, он успел подойти к ретвизану и выпустить в него две мины. Сутесы видели вспышки минных выстрелов на миноносца. — Японец! Сучий сын! Огонь! Три патрона! Беглый огонь! — своим голосом кричал Борейко. С ретвизана загрокотали пушки, к ним присоединили соседние батареи. Весь берег запылал огнями, но японец уже полным ходом уходил в море, скрываясь в ночном тумане. Прохлопали. Обдурили нас, япошки, своими сигналами. Все наше незнание этих самых морских сигналов. Стреляйте по всем судам, которые ночью без огней на море увидите. Наши должны с опознавательными огнями идти, — распорядился Борейко. — Тогда их в темноте японцы тоже заметят, — возразил Звонарев. — Должны ж моряки как-нибудь давать нам знать, что это наш суд, а не японский. Ерунда одна получается. Телефон ненадежен, сигналов нет. Пусть бы моряки дали на каждую батарею по своему сигнальщику, тогда бы мы их сигналы разбирали. Завтра обо всем этом команде подам рапорт белому, — решил Борейко, уходя с батареи. Солдаты вернулись в каземат. Звонарев к себе. Только дежурные и дневальные тревожно всматривались в темноту ночи. Под утро поднялась тревога. На рейде обнаружились три или четыре миноносца, полным ходом уходящие в море. Звонарев, помню указание Борейко, энергично обстрелял их. За электрическим утесом открыли огонь и другие батареи. Концевой миноносец оказался подбитым и запарил. В это время на Золотой горе взвелась ракета, что служила сигналом прекращения огня. Стоявшие у входа суда подошли к поврежденному миноносцу и взяли его на буксир. — Ваше благородие! Да это наш миноносец! Смотрите, с него снимают раненых на катер! — с ужасом проговорил Родионов. — Японца прозевали, а своего едва не утопили! Звонарев чуть не лишился чувства от сознания, совершенной им ошибки. Из порта навстречу поврежденному кораблю подошли спасательные суда и начали его осторожно вводить на внутренний рейд. Сомнений больше ни у кого не было. — Поди! Есть там и раненые, и убитые нами! Ни одна баба в деревне взводит по мужику, которого мы сегодня загубили по дурости своей! — резонерствовал наводчик Кошелев. Звонарев был в отчаянии. Он сознавал свою вину и вину начальства, не наладившего связь берега с флотом. — Вы, Ваше благородие, не жуитесь шибко! — убеждал его Родионов. — Нашей вины тут нет! Приказали стрелять, мы и стреляем! То ты днем на море не поймешь, где Японцы, где наши, а ночи подавно! Прапорщик был очень благодарен Родионову за его ободрение. Солдаты молча шли рядом, изредка громко вздыхая. — Наделали делов, напекли пирогов, только от них самим тошно! — мрачно бурчал Белоногов. Как ни старался Звонарев уверить себя в своей правоте, это ему не удавалось. В волнении он до самого утра прошагал на батареи, и чуть наступило утро пошел с докладом к Жуковскому. — Стоит из-за пустяков волноваться, — Сергей Владимирович спокойно проговорил Жуковский, выслушав расстроенного праворщика. — На войне без ошибок не обойдешься. Надо только их учесть на будущее время. Днем верно все узнаем от управления артиллерии. — Разрешите мне самому туда съездить с рапортом о происшедшем? — Пожалуйста. — Но, по-моему, ничего особенного не произошло. Вы не виноваты, просто несчастная случайность, которая может произойти и с каждым. Звонарев, народные лошади, вместе с артельщиком поехал в управление артиллерии. Стояла неприятная, пронизывающая сырость, напоминавшая Звонареву Петербург. Он ежился в своей шинели, чувствуя озноб и от холода, и от все еще не прошедшего волнения. Один Борейко, которого он мельком видел утром, неожиданно понял его. — Хоть вы не виноваты юридические, но все же я вас понимаю и сочувствую вам. Я, верно, с горя бы напился и набезобразничал, но вам этого делать не рекомендую. В управлении Звонарев прежде всего увидел писаря Севастьянова, знакомого по первому дню приезда. Он радостно, как со старым приятелем, поздоровался с ним за руку, забывая, что по уставу этого делать нельзя. Писарь украдкой оглянулся, не видел ли кто рукопожатия, и затем сразу же сообщил, не извольте беспокоиться. На страшном только двое легко ранены, остальные целы. Попортил малость машину, но через два-три дня все будет бесправно. Генерал во всем винит моряков и уже поджидает вас, чтобы подробности узнать. Звонарев горячо поблагодарил писаря и прошел к белому. Леоницкий встретил его холодно-вежливо и иронически поздравил с успехом в борьбе с русским флотом. Звонарев едва не наговорил ему дерзости, но появление Тахотелова заставило его замолчать. — Нехорошо, дюша мой, но бывает и хуже, — перебил полковник доклад Звонарева. — Пойдем, генерал, он же ожидает нас. Белый, как всегда, молчаливый и сдержанный, выслушал все спокойно и заявил, что считает Звонарева совершенно правым. — Плохо, что японцы прозевали. Говорят, что сигнал он поднял, предлагаю сдаться в плен, а вы и замолчали, будто поняли и решили сдаваться. За неизбежным завтраком у генерала Звонарев опять увидел Варю. Девушка была в курсе всего и сообщила ему то, что он уже знал от писаря. — Севастьянов мне все рассказал, так как я думал поехать к вам на утес. Надо там перевязочный пункт Красного Христа организовать. Хочу привлечь жену и дочь вашего фельдфебеля, они ведь одни у вас из женщин остались, пройдут месячные курсы и смогут работать на пункте. — Шурка, может, и пойдет учиться. Хотя она, кажется, не особенно грамотная, но мать ее все о стране пойдет разве в санитарки. Пусть хоть так работает. И это будет нужно, если война разгорится. Дочку же обязательно вытяну сюда. Тут со всех батарей соберутся женщины, и мы вместе будем учиться. А мужья-то как? — удивился Звонарев. — останутся с денщиками. По воскресеньям будем отпускать их домой, как из института. — весело смеялась Варя. Звонарев взял на себя переговоры с Шурой и Назаренко. Возвращался он на электрический утес вместе с гарнизонным священником, который должен был проводить говение солдат. Попик, еще не старый, маленький и волосатый, с елейным личиком, взобрался на линейку, поднял воротник объемистой шубы и в полном молчании доехал до утеса. — Вас, кажется, частенько постреливают? — спросил он Звонарева уже у самой батареи. — Да, но больше по ночам. — Постараюсь в две-три службы управиться со всеми, — деловито пропурчал поп. Жуковский приветливо встретил гостя и пригласил к обеду. Борейко воспользовался случаем выпить лишнюю рюмку водки за обедом и заодно подпоил священника. Как не упирался поп, но Борейко заставил его выпить три больших рюмки. Гость явно захмелел. — Как я служить-то буду пьяный? — заскулил поп. — Какой же вы батя и ерей, если не пьете? — В Холмской семинарии, где я учился, протодьякон перед службой нарочно напивался, чтобы голос был басисти. По пьяному делу и служить будет веселей. Раз-два и отторобаните все, что полагается. Если запнетесь, я вам подскажу. До сих пор все великопостные службы на память помню. Душевно рад, что вы и так, сведущий в церковных службах, попрошу оказать мне грешному помощь наладить хоровое пение, — попросил поп. Вечером в казарме устроили нечто похожее на походную церковь. Попик облегся в Епитрахиль и начал службу. Борейко во главе наскоро набранного хора изображал регента. Солдаты, сдвинув койки к стенам, стояли чинными рядами, подтягивая хору. Назаренко с причетником бойко торговал свечами. Шурка с матерью стояли сзади, усиленно крестясь. Попик, еще не вполне протрезвившийся, служил, запинаясь и путаясь. Зато Борейко старался изо всех сил, руководя хором. Служба сошла гладко. Поп просыпался в благодарностях Борейко. Расхрабрившись, он решил остаться до утра на утесе. За ужином Борейко опять напоил его. Перед сном Звонарев, как всегда, прошелся по батарее. Ночь опять была мглистая, туманная. Дежурил второй взвод Лепехина. Заглянув в солдатский каземат, Звонарев увидел Лепехина с толстой Библией в руках. Вокруг него собралось человек десять солдат, таких же солидных бородачей, а невнимательно слушали торжественное чтение взводного. Подойдя ближе, Звонарев разглядел на Библии старообряческое двуперстие. — Что читаете? — спросил он. — Душа спасительная, великопостная, деяния апостолов, — не моргнув глазом, ответил Лепехин в старообряческом изложении. — Бог один, ваш благородие! — По всякому его можно славить, лишь бы душа была чиста и непорочна! — примирительно отозвался Лепехин. Звонарев не стал спорить и вышел из каземата. На обратном пути у своей квартиры прапорщик неожиданно наткнулся в темноте на Шурку. Девушка дичила с его и, встречаясь, всегда торопливо уходила. Вспомнив о поручении Вари, белый. Звонарев окликнул Шурку. Выслушав предложение, Шурка глубоко вздохнула и, немного помолчав, ответила. — Я бы с радостью учиться пошла. — Да тятенька с маменькой не пустит, а с обливого вилла пофнуть черчать будет. — А по хому-то до этого какое дело? — спросил Звонарев. — Просватан я за него. — Люб он, что ли, очень вам? — Какой, Люб? Глаза б мои не глядели на его противную рожу. — Зачем ж тогда идете за него? Родители вилят. — Они боятся Пахомова, особливо Папаня. Он слышно у жандармов служит. Тихим голосом проговорила девушка. — Как выпьет, начнет бы охвалиться. Кого захочу на вечную каторгу в Сибири упрячу. Его сам Стессель генерал знает. — Вон он какой, дарм, что писарь. Не знаю, как мне быть и учиться в охотку, и не пустят меня отсюда. Грустно вздохнула Шурка. — Где-то по ночам шляешься! — громко окликнули Шурку, и она мгновенно исчезла в дверях. Утром Попик встал с такой головной болью, что совсем не мог служить. Солдаты давно собрались в казарме и ждали начала богослужения. — Обхмелитесь, батя, и все как рукой снимет, — уговаривал Борейко. — Отыйди от меня, сатана! — злобно шипел Поп. — Напоил отца своего духовного и насмеялся над ним. Проклинаю! — Не страшно, батя. Лучше выпейте, да на службу солдаты ждут. — Узнает генерал, что... — Очень может вам влететь! — пугал его поручик. Испуганный Поп поспешил выпить поднесенный ему Борейко стакан водки. Почувствовав себя лучше, он бодро отправился на богослужение. Сперва все шло хорошо, но затем папа начала одолевать икота. — Мир и ом, гос и боду-бо, оп, помолимся, — икал Попик. Солдаты насмешливо загудели. Это обидело священника, и он от волнения икал еще больше. Выпитый натощак водка в теплом помещении туманило голову, и язык стал заплетаться. Шум среди солдат усилился. — Распустите людей. — Выведите их на батарею, — приказал Жуковский Борейко. А батюшку отправьте на квартиру отдохнуть. Солдаты весело было гурили по поводу случившегося. Заяц тотчас изобразил икающего Попа. Лебедкин вторил ему, Лепехин неодобрительно качал головой и все повторял. — Суета, сует и всяческая суета. Томление духа, силен в нас князь, мы вельзевул. Чиж возмущался не столько поведением Попа, сколько солдатами. Туда же хамские ерожи. Насмех подняли своего духовника. Да их всех тут следовало бы перепороть, мерзавцев, чтоб знали, как над духовным отцом смеяться. Завтра же сообщу об этом мадам Стесцель. Она сумеет принять нужные меры. — Причем же здесь солдаты? — спросил Жуковский. — Дисциплинированные солдаты и виду не показались, что заметили неладное. Это вы, Николай Васильевич, виноваты. Очень уж миндальничаете с солдатней, распускаете их. Пасмурное с утра погода днем прояснилось. И на море показались дымки японской эскадры. Все поспешили на батарею. Японцы пустили по направлению к Артуру несколько быстроходных крейсеров, которые, подойдя к берегу с дальней дистанции, открыли огонь по внутреннему рейду и городу. Шестидюймовые снаряды с легким свистом пролетали над электрическим утесом, устремляясь на Золотую гору, в порт и город. — Николай Васильевич, разрешите мне дать залп другой по японцам? — спросил Борейко. — Стоит ли? Сюда маленькие, быстроходные, попасть в них трудно, только снаряды будем зря расходовать. — возражал Жуковский. — Я хочу проверить свои новые таблицы стрельбы. Я учел в них ветер, плотность воздуха и даже высоту прилива. — Ну что ж, дайте два залпа. Посмотрим, что у вас выйдет. — согласился Жуковский. Борейко вытащил целую кучу таблиц, что-то по ним прикинул, послал к себе на квартиру узнать показания барометра, укрепил некое подобие вертушки и вильда, внимательно посмотрел на секундомер и, наконец, скомандовал прицел и целик. — Наводить, как я вас учил, следить за целью до момента выстрела, — предупреждал он солдат. Солдаты кропотливо возились у пушек. Взводные орудийные фейерверкеры, видимо, заинтересованные результатами опыта, тщательно проверяли наводку. Не успел отгреметь первый залп, как Борейко. Не дожидаясь определения его результатов, скомандовал новый прицел и целик. Это сократило время между залпами почти на целую минуту. Жуковский удивленно посмотрел на Борейко. — А если потребуется скорректировать залп? — спросил он у поручика. — Корректировать не потребуется. — Покрытие обеспечено. В этом и стоит особенность моего метода, — ответил тот. — Падает! — закричал сигнальщик. — Все вскинули биноклик глазам и увидели, как на головном трехтрубном крейсере взвелось темное облачко. И когда его отнесло ветром в сторону, то обнаружилось, что на том месте, где стояла передняя труба, ее уже не было, и только черный дым клубами вырывался наружу. — Два попадания, один перелет, два недолета! — доложил сигнальщик. — Прекрасно! Попробуйте еще! — обрадовался Жуковский. Грянул второй залп. — Две минуты двадцать секунд! — отметил время между залпами Борейко. Японцы, видимо, не ожидавшие сразу попасть под накрытие, продолжали еще некоторое время идти прежним курсом, но затем стали быстро поворачивать. Тут их настиг второй залп. Опять было отмечено одно попадание в головной корабль. Японцы успешно легли на обратные курсы и стали удаляться заметно уменьшенным ходом. Пока они вышли за пределы досягаемости, Борейко успел дать еще один залп. — Результаты опять были хорошие. Два снаряда попали в концевой корабль, вызвав на нем пожар. — Разрешите скомандовать отбой? — официальным тоном спросил Борейко, радуясь своим успехом. — Пожалуйста. — Поздравляю вас с превосходно проведенной стрельбой. Сочту своим долгом сегодня же донести об этом белому из Тесселю рассыпался любезность Жуковский. — Разрешите мне поблагодарить солдат? — попросил Борейко. И, получив разрешение, во всю силу своих богатырских легких закричал. — За сегодняшнюю молодецкую стрельбу спасибо, братцы, рады и стараться! — ответили солдаты. — Всем от меня по чарке водки. Покорнейше благодарим. — И от меня тоже, — добавил Жуковский. — Покорнейше благодарим. — А теперь не грешно и нам пропустить чарку другую! — пробосил Борейко, направляясь вниз с батареи. О попе все забыли, а он при первых же выстрелах кинулся бежать в город на ходу, осеняя себя крестом. Причатник едва поспевал за ним. Вечером Борейко отпросился в город, уговорив ехать из Звонарева. — В десяти часа мы оба будем дома, — уверял он. — Проведай морячков за страшного, как они поживают после столь удачного нашего обстрела, — шутил он. Страшный оказался в доке, а все офицеры на берегу. Борейко повез Звонарева по всем злачным местам, но ни в ресторане «Саратов», ни в «Звездочке», ни в «Варьете» они никого не нашли. Один из знакомых моряков посоветовал заглянуть к Риве и указал ее квартиру. Появление артиллеристов сперва несколько смутило Риву, так как у нее были Дукельский, Малеев, Акинхиев и другие моряки. Но Борейко так дружески приветствовал лихого лейтенанта, что ее опасения мгновенно исчезли. — Позволь тебе, Георгий Владимирович, представить нашего прапорщика и скучнейшего стрелка по русским миноносцам. Бьет по ним без промаха днем и ночью, что могут засвидетствовать представители страшного. Звонарев готов был обидеться в ответ на это замечание, но Дукельский весьма вежливо приветствовал его. — Я не сомневаюсь, что господин Звонарев с еще большим успехом стреляет по японским миноносцам. Думаю, что Малеев и Акинхиев разделяют мою точку зрения. — Вполне присоединились Митчман и лейтенант. — Значит, все в порядке? — Не перекинуться ли нам в банчок, Боря? — предложил Дукельский. — Малеев, Борейко, Сайманов и Дукельский сели за карты, а Звонарев с Акинхиевым поместились на диване. Звонарев стал расспрашивать о пострадавших на страшном. — Больше всего пострадал сам миноносец. Вы чуть ли не первым же снарядом повредили рулевое управление, а затем пробили холодильник в машине. — Слегка обожгло двоих в машинном отделении, — сообщал Андрюша. — Хуже то, что вы, видимо, не знаете наших сигналов. Мы все время показывали свои позывные и просили прекратить огонь, а батареи, наоборот, еще сильнее стали нас высыпать снарядами. За это мы вас здорово ругали. — Быть может, вы и сможете нам прислать сводку ваших сигналов, чтобы мы в них разбирались. Это не так просто. Проще прислать вам на батарее для связи хотя бы по одному матросу и сигнальщику. Сигнализация у нас довольно сложная, ее нескоро выучу. — Давайте, Андрей Михайлович, заключим с вами союз берега с флотом, будем друг другу, в чем можем, помогать, и прежде всего наладим прочную связь между собою. Пусть там штаб и начальство как хотят, так и делают, а мы, молодежь, потеснее свяжемся друг с другом. — Идет. — Я думаю, что все здесь присутствующие присоединятся к нам. — В чем дело? — спросил Бекельский. Акинхиев пояснил. — Недисциплинированный вы, юноша, Мичман. Для чего ж тогда что бы существует, если связь помимо них пойдет? — Для того, чтобы всюду и всегда на море и на берегу вносить путаницу. Внушительно проговорил Борейко. Все дружно расхохотались. — Увы, ты прав, Борис. Хотя я и флаг-офицер, но далеко не поклонник штабов. — Так вы к нашему союзу присоединяйтесь? — Наседал на Дукельского Акинхиев. — Готов помочь, чем могу, и установить прямую связь, хотя бы сперва только с электрическим утесом, — согласился лейтенант. — Заключение союза необходимо вспрыснуть, — вставил Борейко всему свой очеред. — А пока что перекинемся в картишки. Началась игра. Звонарев с любопытством рассматривал небольшую, со вкусом обставленную квартиру и хозяйку, хлопотавшую около стола. — Андрюша и вы, простите, не знаю, как вас зовут, помогите мне накрыть на стол, — попросила их Рива. Оба молодых человека направились в столовую. — Вы у нас недавно? — спросила Рива Звонарева. — Две недели. — С Борейко на электрическом. — Там, говорят, ни днем, ни ночью покоя от японцев нет. Все время стреляют. Должно быть очень страшно, не правда ли? — болтала Рива. — Я думаю, что у вас в городе гораздо страшней, — возразил Звонарев. — У нас бетонные казематы, куда мы можем спрятаться от снарядов, а вы ничем не защищены здесь. Я сперва в погреб пряталась. Да там у нас мыши. Я их больше японцев боюсь. Теперь сижу у себя и думаю, будь что будет. У вас бы я со страху умерла, а здесь как-то не страшно. — Кажется, никогда сюда снаряд не попадет, — улыбнулась Рива. — Борейко, верно, храбрый? — Очень храбрый. Всегда на бруствере торчит, чтобы солдаты видели и сами не пугались. — Вы инженер-механик? — спросил Андрюша. — Отчего ж попали не во флот, а в крепость? — Я, можно сказать, и моря настоящего до Артура не видел. Судовых машин не знаю вовсе. — Отбывал воинскую повинность в артиллерии, вот и попал в крепость. — Значит, вы ученый и инженеры, а не простой офицер? — заметил Рива. — Чем же офицеры хуже инженеров, — Ривочка, — спросил Акинфив. — Офицеры умеют только воевать, а война бывает не всегда, а инженеры и доктора, они всегда нужны. — Измена! — Рива передала Стрюцким, — кричал Акинфив. — Не хватит больше знать церов. — Не кричите и не преувеличивайте, пожалуйста, Андрюша, я совсем этого не говорила, — возразила Рива. За ужином пили умеренно, даже барейка. Дукельский тянул через соломинку коньяк и изредка чокался с гостями. Рива и Куин-сан одновременно подавали и угощали всех. В общем, походила на добропорядочный семейный вечер в семье среднего достатка. Звонарев продолжал наблюдать за Ривой, восхищаясь ее тактом и умением держаться. После ужина стали прощаться. Дукельский с Ривой провожали гостей, как хорошая супружеская чета. — Милости просим к нам на электрический утес, — приглашал всех барейка. — Сговоритесь, друзья, и извякните накануне, чтобы мы могли с честью встретить дорогих гостей. Баряки подвезли артиллеристов на катере до Золотой горы, откуда барейка с Звонаревым пешком отправились на утес. Жуковский, ожидавший на батарее, слегка поворчал на них за опоздание. На утро барейка проснулся рано, совершенно трезвый, в очень скверном настроении. Хотелось водки, но ее не было, вчера он забыл купить в городе. Раздражение охватило поручика. Он крикнул деньщика и послал его за спиртом кротному фельдшеру. — Скажешь Мельникову, чтобы выдал бутылку из неприкосновенного запаса, днем я верну, — распорядился барейка. Пока деньщик бегал исполнять приказания, поручик оделся и решил побывать в ротной кухне. Ему, собственно, не было никакого дела до нее, так как артельным хозяйством ведал не он, а чиж, но от солдата он узнал о злоупотреблениях артельщика и теперь решил лично его проверить. Появление покойника меньше испугало и удивило бы артельщика, чем появление барейка. — Здорово! — буркнул он солдатам. — Сколько? — на довольствии. — Двестьсот сорок человек. — Какая порция мяса? — Тридцать два золотника на человека. — Так, всего, значит, восемьдесят фунтов, два пуда. Вынимай мясо из котла и клади на весы. — Артельщик и Кашевар бросились исполнять приказания. — Взвешивай! — приказал барейка дежурному по кухне. — Сколько? — Один пуд двадцать пять фунтов, — доложил дежурный. — Где остальное? — повернулся барейка к Кашевару. Тот мигал глазами и растерянно молчал. — Живо подавай остальное! — закричал барейка. — Тут для господина Фельдфебеля кусок с костью. Взвесь! — Пять фунтов, три золотника. — Клади в общую кучу. Где еще десять фунтов? — На ужин, ваш брать, в кладовке. — На ужин еще по шестнадцать золотников полагается. Тащи сюда. Принесли еще пуд мяса. — Из-под земли, на чтоб мне были десять фунтов! — ревел в бешенстве барейка. Артельщик куда-то сбегал и принес недостающее мясо. — Воруешь, сволочь, солдат обираешь! — накинулся на него поручик. — Никак нет. Я начал был артельщик, но барейка ударил его кулаком в лицо. Солдат охнул и схватился за лицо руками. Между пальцев показалась струйка крови. Разверевший офицер еще раз так ударил артельщика кулаком по голове, что-то упал на пол. — Позвать сюда фельдфебеля! — распорядился барейка. — Ткани еще спят! — заикнулся дежурный по кухне. — С кровати стащи, да чтоб сейчас был здесь! — орал барейка. Дежурный исчез. — Клади все мясо в котел! — приказал к шевару барейка. — Принеси проволоки, сам закрою крышу котла и запечатаю. — А его! — указал на артельщика — отлить водой. Раздражаясь все более, поручик вышел на двор и стал ждать Назаренко. Прошло минут десять, пока, наконец, тот вышел из своей квартиры и, застегиваясь на ходу, подошел к барейка. — Воруешь, негодяй! — накинулся на него поручик. — По пять фунтов мясо из котла берешь! — Я в ваш благородье беру не только на себя, но и на Пахомова! — начал оправдываться, перетрусивший фельдфебель. — Значит, ты не приказывал артельщику оставлять тебе мясо? Сейчас все разберу на месте. На кухне артельщик и к шевар подтвердили, что отложили мясо по приказанию Назаренко. — Врут, ваше благородье! — Как предыстинным, врут! — промотал Назаренко. — Дежурный по кухне сам приказывал отложить, — настаивал артельщик. Позвали дежурного. Тот растерянно смотрел то на Назаренко, то на артельщика, то на барейка. — Фельдфебель приказывал тебе оставить ему мясо? — Так точно. — Никак нет, не могу знать, — бестолково бормотал солдат. Барейка ткнул его кулаком в лицо. — Ну, приказывал или нет, сукин сын! Дежурный только беззвучно шевелил распухшими губами. — Отвечай, стерва! — замахнулся опять барейка. — Так точно. Приказывали отложить мясо, и чтоб сахарная косточка была. Наконец выдавил из себя солдат. — Слыхал старый вор? Обернулся поручик Фельдфебелю. — Врет он, все врет, позлобен на меня! — оправдывался Назаренко. — Сам ты врешь! — заорал барейка в бешенстве. Солдаты, бледные от страха, окаменели на своих местах. Избиваемый Назаренко только вскрикивал под градом сыпавшихся на него ударов. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в кухню не вошел Родионов. Мгновенно поняв происходящее, он обхватил барейка за талию и стал оттаскивать от Назаренко. — Ваш Бугородие, доставьте его, а то до смерти убьете! — уговаривал он озверевшего поручика. — Ты чего не в свое дело сольешься? Накинулся на него барейка. — Вам же, Ваш Бугородие, за него, за гады, отвечать придется. Он того не стоит, чтобы за него отвечать! Продолжал уговаривать Родионов. Поручик стал приходить в себя, посмотрел на окровавленного Фельдфебеля, на избитых им солдат и глухо проговорил. — Назаренко отвезти домой, прочим сволочам умыться, и вышел из кухни. Как только дверь за ним закрылась, солдаты бросились помогать Фельдфебелю. Назаренко охал и стонал, отчаянно ругая барейка. — До самого генерала дойду, а на него право найду. Двадцать лет на сверхсрочный, никогда не видывал, не слыхивал, чтоб так Фельдфебели и били, да еще в присутствии солдат. Этому не пройдет, шалишь. До генерала СТС целево дойду, а его под суту прячу. Плаксивым голосом грозился Фельдфебель. — А ты, сука, что? Обернулся он вдруг к Кашевару. — Не мог сразу сказать, что это на десять человек, а не на одного меня. — Ах ты, стерва! И, забыв свои раны и побои, Фельдфебель бросился на Кашевара. Тот попытался защищаться, но Назаренко ударил его по голове черпаком, а затем ногой в живот. Кашевар охнул и присел на землю. — Будешь знать, как своего Фельдфебеля подводить. И вам тоже я припомню это! — пригрозил Назаренко артельщику и дежурному по кухне. — Идите-ка лучше домой, Денис Петрович. Умойтесь да встряхнитесь! — проговорил Родионов. — Это я-то, по-твоему, гад! Смотри, как бы нашивочки твои не слетели бы! Как я командиру про дела первого взвода доложу! Окрысился вдруг Назаренко. — Ты думаешь, не знаю? Какие вы там книжечки по ночам читаете? За это по головке не погладят! — Да я же вас от смерти убийства спас! — иронически заметил Родионов. — А вы же на меня и лаетесь! — Лаетесь! Что я тебе, пёс брехливый, что плавится? Он того не стоит! А ты, дерьмо, всмятку многого стоишь! Тьфу! На тебя! И фельдфебель вышел из кухни. — Чего это медведь на вас набросился? — спросил Родионов у оставшихся на кухне солдат. — Поприччилось, что мясо воруем! — Ну и пошел по мордам хлестать, чтобы твоей балалайки! — мрачно буркнул артельщик. — С вашего же взвода должно! Медведь на нас напустили! — Сами ребята виноваты! — Сколько раз я вам говорил, бросьте вы ваше жульничество! Обижаются солдаты, а вы — всё своё! Нам напревать! С нами сам фельдфебель! Вышло, что и фельдфебель от барейка не спасёт! Пойди командиру на вас, рапорт подаст! Под суд пойдёте! — Где ж правда? Нас бьют, ищ под суд хотят отдать! Возмутил артельщик. — Не воруй! — Тогда и бить не будут! Сурово ответил Родионов. — А сейчас сами на себя и пеняйте! — Офицерский халуй! — выругал артельщик. — Мало тебе, поручик, морду набил! Так хоть, чтобы я ещё добавил! — проговорил Родионов. — Воровское отродье! — Да берём с до вас! Почищем от барейка, от солдат влетит! — Давно о тёмной поговаривают. Накроют, а там разбери, кто бил. — Ты же, солдат, сам на нас натравливаешь! — кричал артельщик. Родионов смолчал и вышел из кухни. Назаренко, придя домой, взглянул в зеркало и заплакал от жалости к себе. Один глаз запух, нос раздулся, губы кровоточили в нескольких местах. Мундир был в грязи, порван. И висел клочьями. Увидев мужа, жена ахнула и залилась слезами. Шурка из-под лобья посмотрела на отца, а затем бросилась была очищать его от грязи. — Не трожь, дура! Как есть до командира пойду, пущай видит, как со мной Борейк обращается. — Пойдешь со мной! — приказал жене. Так, прихрамывая на обе ноги, окровавленный и стерзанный, поддерживаемый под руку женой, он предстал перед Жуковским. — Кто это тебе так изукрасил? — удивился Жуковский, зная крутоватый нрав своего фельдфебеля, державшего всю роту в руках. Назаренко стал жаловаться на Борейка. Его жена вторила ему, обливаясь слезами. — Позвать сюда поручика Борейка! — приказал Жуковский Денщику. — Они очень пьяны. Ваш, благородие, и лютуют страсть, как своего Ивана до полусмерти изувечили, не весь за что, — сообщил Денщик. — Когда ж он успел в такую рань напиться? — удивился Жуковский. — Должна с вечера пьяный. — Придется подождать, пока проспится. — Позови-ка мне прапорщика, — приказал Денщику капитан. — Силов моих нет терпеть истязания больше, — захныкал Назаренко. — Самому генералу претензию заявить желаю. — Подожди, пока я сам с Борейкой разберусь, — возразил Жуковский. — Пока ступай и приведи себя в порядок. — Сергей Владимирович! — обратился он к вошедшему Звонареву. Тут Борейка напился и набезобразничал. — Надо будет дознание по этому поводу произвести и опросить и солдата, и Борейка, в чем дело, и представьте при рапорте мне. — В жизни судейскими делами не занимался. — Представления не имею, как его сочинять. — Это самое дознание. — Лучше бы Чижу поручили он чином старше Борейка. — И верно, сумеет произвести дознание. — Начал отнекиваться Звонарев. — Нельзя Чижа. — Борейка его не переносит, может скандал произойти. — Кроме вас мне некого назначить. — Потом, быть может, вы попробуете урезонить Борейка и уложить его спать, говорят, озверел от водки. — Подчиняюсь без особого удовольствия. Нехотя проговорил Звонарев и направился к Борейке на квартиру. Придя из кухни к себе, Борейка послал денщика и счет с бутылкой спирта к ротному фельдшеру. Все они сволочи, воры и жулики. Но горячиться было нечего. Стукнуть раз-другой по морде артельщика с кшеваром, выругать фельдфебели покрепче и подать обо всем рапорт, требуя смены артельщика и кшевара. Это было правильно. А так сам в дураках остался. Назаренко подымет историю. Положим, его давно надо было проучить, чтобы он не зазнавался, но вышло неаккуратно. Хорошо, как Традионов оттащил. Мрачно думал поручик, шагая по комнате. Гнев опять поднимался в нем и на себя, и на солдат, и на весь мир. Денщик вернулся с пустой бутылкой и доложил. Так что фершил больше не дадут, сказывали передать, чтобы вы не посылали. Что? Вспыхнул Борейко. Я ему голову с плеча оборву, если не даст еще марш. Накинулся он на Денщика и опять мрачно зашагал по комнате. Через минуту Денщик вернулся с пустыми руками. Я тебе что приказал? Мрачно подошел к солдату Борейко. Тот боязливо попятился к двери. Что я тебе приказал? Наседал Борейко. Как же ты смел не исполнить моего приказания и не принес спирту? Не дают больше. Не дают, передразнил Борейко. Я тебе дам. Марш назад. И он со всей силой ударил Денщика кулаком в лицо. Солдат громко вскрикнул и выбежал из комнаты. Экой скотина вырвался Борейко и трясущимися от волнения руками налил себе стакан спирта. Удар Борейко был так силен, что на лице Денщика оказалась рваная рана, очевидно, от кольца на руке поручика. Обливаясь кровью, зажимая руками изуродованное лицо, он с трудом добрался до фельдшера. — В госпиталь надо, там тебе морду заштопают. Деловито проговорил фельдшер, осмотрев пострадавшего. Сейчас повязку наложу. В это время вошел Назаренко. Лицо его совершенно распухло и изменилось от удара. — Денис Петрович, бог с вами, кто от вас так зашиб? — всплеснул руками фельдшер. — И твое дело, знай, помощь оказывай. Мрачно буркнул фельдфебель. — Не иначе, как рука, Борейка, — проговорил Мельников, как бы еще ничего не зная о случившемся. — Денщика своего изувечил, надо в госпиталь отправлять. Вам портрет попортил. — Не человек, а зверь лесной, одно слово медведь. Жаловаться на него надо, чтобы утюхомирили, на цепь посадили. Разливался фельдшер, бинтуя голову фельдфебеля, и вдруг примолк. В окне мелькнула фигура Борейка, и в следующую минуту он вошел в помещение. — Водки, спирту, все, что у тебя есть, доживо, — приказал он Мельникову. — Все начисто выпили, ваше благородие, ничего не осталось, — торопливо отвечал фельдшер, открывая аптечку. Мельников поспешил распахнуть дверцу у шкафчика с медикаментами. Борейка сам стал пересматривать все склянки. — А это что? — Спириту свиньи дентурати, — щегольнул латынью Мельников. — Давай сюда. — Ваше благородие, от него заболеть и даже умереть можно. — Робко запротестовал Мельников. — А если я сдохну, так ты плакать будешь? — спросил в упор Борейка, багровый от прилива крови и страшной своей дикостью. — Что ж ты молчишь? — с яростью закричал поручик. — Не могу знать. — Не можешь знать. Так вот тебе, скотина. И Борейка наотмашь ударил Мельникову по уху, затем повернулся и тяжело по медвежьей ступа и вышел. — Ох, по всей голове звон пошел, как он двинул! — жаловался Мельников. — Хорошо, что так. А то вовсе мог бы изувечить, — проговорил Назаренко. Звонарев встретил Борейка, когда тот возвращался к себе, держа бутылку дентурата в руках. — Я к тебе, Борис Дмитриевич. Меня Жуковский прислал поговорить с тобой. — Заходи, выпьем за компанию. Звонарев вошел в комнату Борейка. — Полюбоваться хочешь на пьяного, Борейка, молокосос? Смотри, издевайся, смейся надо мной. Заслужил, понимаю. Бросил бы ты, Боря, водку, право слово, лучше бы тебе и нам. Борейка продолжал молча пить. Ни за что, ни про что избил Назаренко, артельщика с кашеваром. Так ему надо, чтоб не воровали. Ивана своего изувечил. — Ивана? Не припомню что-то. Маленько разок ткнул его. Так что в госпиталь его направляют. Зря это. Сколько раз я ему говорил, не подвертывайся мне под пьяную руку. Нетки угораздило его. Искренне сокрушался Борейка. — Тебя командир звал? — Ну, его. — Он во всем и виноват. Поручил артельное хозяйство чижу. Тот с Пахомым приварочные деньги крадет. Пайок ворует. Назаренко с компанией. Надо же кому-нибудь порядок навести. — Брось, Борис, пьянствовать. — уговаривал звонарев, которого все больше возмущал Борейка. — Брошу, если ты выпьешь этот стакан, — неожиданно проговорил Борейка. — Выпьешь, даю слово спать, лягу сейчас же. И он налил звонареву стакан. — Пей, как друга прошло. Пей, с упрямством, — настаивал Борейка. Звонарев минуту колебался, а затем, затаив дыхание, опрокинул в себя спирт. Ух, какая гадость! С трудом проговорил он. — Молодец! — пробурчал Борейка и, раскрыв форточку, выбросил оставшиеся бутылки. Пошли к своего денщика на кухню за огуречным рассолом, довели компресс мне на голову приготовить, я лягу спать. И, сняв сапоги, Борейка улегся на кровать. Через минуту он уже храпел. Звонарев поспешил к Жуковскому с докладом о достигнутых успехах. — Что с вами, Сергей Владимирович, вас Борейка оскорбил? — бросил тот навстречу красному, как рак Звонареву. — Нет, заставил только выпить стакан спирта. И Звонарев рассказал капитану все происшедшее. — Идите до обеда отсыпаться, допримите нашатырного спирта, это помогает. — Отпустил его командир. Звонарев не замедлил последовать его совету. Был и заполдень, когда прапорщик проснулся с тяжелой головой. Первое, что он увидел, был Борейка, трезвый и мрачный. — Вставай, Сережа, да одевайся скорее. Когда Звонарев оделся, оба отправились к Жуковскому. Борейка торжественно принес Жуковскому извинение по поводу своей утренней выходки. — Вы бы, Борис Дмитриевич, поменьше пили, право, лучше было бы. — И вам извиняться не приходилось бы, и мне вас жулить. А то, смотрите, что натворили. — Артельщика избили. Стал капитан перечислять преступления поручика. — По делам, — вставил Борейка. — Кошевару зубы выбили. Так ему и следует. Фельдфебели чуть не до смерти изувечили. Давно до него добирался. Своего деньщика изранили. — Грешин, не помню, как это произошло. Каюсь, казню, зря его обидел. Лучше б вы обо всем мне доложили. Я бы все разобрал и уладил. Я, Николай Васильевич, много раз вам говорил, что у нас артельщик вор, что его покрывает фельдфебель, а вы мне не верили. Требовали доказательств, и я отправился сегодня утром их добывать. Заодно и расправу тут же учинил. Я вас, Борис Дмитриевич, вместе с Сергеем Владимировичем прошу сегодня же проверить книжки артельщиков, а то я в них давно не заглядывал. Руки не доходили, — предложил Жуковский. — Слушаю, сейчас же пойдем в канцелярию, — ответил Борейко и вместе со Звонаревым направился к двери. У входа в канцелярию они увидели человек десять солдат, стоящих с полной выкладкой под ружьем. — Это чештоц, почетный караул! — воскликнул поручик, глядя на наказанных. Хмурые, недовольные лица солдат просветлели. — Здорово, орлы! — гаркнул Борейко. — Здравия желаем! — в разброд ответили солдаты. — Ты за что стоишь? — обратился Борейко к стоящему на правом фланге бомбардиру, наводчику Коршелеву, лучшему наводчику в роте и своему любимцу. Коршелев, благобразный, солидный солдат из сибиряков, засмеялся. Так что, ваше благородие, чихнул на штабс-капитана. — То есть как чихнул? — Штабс-капитан позвали меня к себе, я подошел, а тут чех на меня напал. Малость на них попало, они дали мне десять часов под винтовкой. — Так. На начальство лишь начхал. — Я, брат, сам часто на начальство чихаю, но делаю это с оглядкой, и тебе впредь советую. Ступай в казарму. — Покорнейше благодарим! — обрадовался солдат, снимая винтовку с затекшего плеча. — А ты за что? — спросил Борейко у следующего. — Плохо посмотрел на штабс-капитана, ваше благородие. Они рассерчали. Стань, говорит, дурень, на восемь часов под винтовку. — Как что на них посмотрел? — Везти им как, ваше благородие? Обнаковенно. — А ты знаешь, ты по уставу, полагается, есть глазами начальство, а ты обнаковенно. Следующий раз, как штабс-капитана увидишь, так не только ешь, а грызи его прям глазами. Понял? Вступай. Солдаты совсем повеселели и ждали своей очереди. — Ты за что? — спросил Борейко у третьего. — Без протупея до ветру пошел, а штабс-капитана увидел. — Что ж ты, разгильдяй такой? — Так, ваше благородие, до ветру все одно протупею снимать надо. Там упоротки скидать приходится. — Так ты пойдешь до ветру глазадым, дурит и голова? Под хохот солдат сказал поручик. — Кайда все в казарму! — приказал он. Солдаты с веселыми шутками побежали в казарму. — Чишь на тебя в претензии будет, — предостерег Звонарев. — А мне наплевать на него. Это ж подрывает его авторитету, солдат. — Да нет, у него давно никакого авторитета. Сам его подорвал своей трусостью и глупыми взысканиями. — Солдат, брат, нас всех насквозь видит лучше, чем мы друг друга. В канцелярии Борейка потребовал у Пахомова книжку артельщика, где записывались все расходы по артельному хозяйству. — Ну, Пафнутич, — обратился он к старшему писарю, просмотрев тетрадь, — говори прямо, сколько украли. — Что, ваше благородие, мы этим не занимаемся, — с возмущением ответил Пахомов. — Посмотрим. Звонарев стал читать статьи расхода по книжке, а Борейка просматривал соответствующие счета. Когда чтение было окончено, поручик аккуратно стал выдирать из пачки сшитых документов отдельные счета. — Ваше благородие, что вы делаете? — испугался писарь. — Подложные счета выбираю. — буркнул Борейка. — Пиши, Сережа. — При проверке обнаружено наличие фальшивых счетов. — Да. — Сейчас на счет прикину. Рублей семьдесят шесть, копеек двадцать. — Да какие ж они фальшивые! — взмолился Пахомов. — Это ж что? — Куплено лаврового листа и перца на десять рублей. И подпись какая-то китайская, не то выньхучи, не то с их чили. — На эти деньги лаврового листа купишь на целый год. А тут через пять дней еще на рубль того же листа. Что ж, по-твоему, рот только одним лавровым листом питается? — А это чумизы на двенадцать рублей. — За эти деньги три воза можно купить, а тут всего три пода показано. — За такие штучки под суд пойдешь, Пахомов, — пригрозил Борейко. — Ваш благороди, я человек маленький, — бормотал писарь. — Как штабс-капитан приказали, так я и делал. — Сколько штабс-капитан за это заплатил тебе с артельщиком? — Скупо они, ваше благороди, так по трешке дали. — Эй, за трешку в тюрьму сядешь пофнуть, и чумнее тебя считал. А он, выходит, ты и вовсе глуп. — Мои люди подневольные, как прикажут, так и делаем. Делать-то надо с умом, да понимать, что можно, что нельзя. Давай другие книжки. — Здесь сколько фальшивых счетов. Перепуганный писарь уже сам начал показывать поддельные счета. Через час работа была закончена. — Итак, всего поддельных счетов нашли мы на триста с чем-то рублей. Пиши, Пафнутич, акт, дожди сюда. — Как перед Богом, не виноват. Все штабс-капитан да фельдфебель приказывали. — Пиши, да пиши, — изворачивался писарь. Жуковский пришел в ужас, когда Борейко со Звонаревым поднесли ему свой акт. — Борис Дмитриевич, да что вы наделали? Зачем был такой акт писать? Доложили б на словах. Теперь по всей артиллерии пойдут разговоры, что у нас в роте воруют. Стыда не оберешься, да и от генерала будут неприятности. — Зато мы от воров избавимся. Надо чижа отстранить от артельного хозяйства и выбрать нового артельщика. А деньги как же? Чиж заплатит. А если нет? — За платье, ты жалову не удержат. Сообщите только в управлении. Я этого-то и не хочу, — возразил Жуковский. — Надо все же еще чижа самого спросить. Пусть он объяснение представит. — Позвать сюда сейчас же штаб капитана чижа! — крикнул Борейко. Когда чиж явился, ему дали прочесть акт комиссии. Он покраснел от волнения и, заикаясь, возмущенно проговорил. Ведь эдакий мерзавец Пахомов обвел меня вокруг пальца, под носом сумел украсть. Его надо немедленно под суд отдать за подлоги и воровство. — Пахомов мне и прапорщику прямо заявил, что вы подлог сделали. — То есть по вашему приказанию, и что вы ему с артельщиком за это платили, — раздельно проговорил Борейко, смотря на чижа. — Вы забываетесь, поручик, — это оскорбление для меня. Выходит, что я деньги себе присвоил. Выходит, что украли. — Николай Васильевич, прикажите позвать сюда Пахомова и артельщика, — попросил Борейко. — Что ж вы очную ставку собираетесь мне устраивать с нижними чинами? — завизжал чиж меча с по комнате. — Это подрыв дисциплины, потрясение основ русской армии. Я ухожу, больше разговаривать по этому вопросу не желаю. И чиж направился было из комнаты. — Стоп! — преградил ему дорогу Борейко. — А недостающие денежки. — Николай Васильевич за вас платить будет. — Я тут при чем? Воровали Пахомов с артельщиком, а я за них отвечай, — протестовал штабс-капитан. — Вы, Александр Александрович, ответственны по закону за целость артельных сумм. — Вы, а не писарь и не артельщик, — проговорил Жуковский. — И вы тоже, как командир роты. Я, если уж на то пошло, будем платить пополам, — не сдавался чиж. — Вот так фрукт! — произнес Борейко, все еще загораживая двери. — Сам украл, а других платить заставляет. Чиж ринулся было с кулаками к поручику. — Ша, киндер! — угрожающе проворчал Борейко, заметив движение чижа. Штабс-капитан струсил и отошел. — Так как же насчет денег? — настаивал Жуковский. — Я все заплачу. Только велите этому хаму пропустить меня в дверь, — бесновался чиж. — Расписочку напишите, господин штабс-капитан. Насмешливо-вежливо проговорил Борейко. Чиж быстро набросал требуемую расписку и протянул ее Жуковскому. Борейко отошел от двери, в которую тотчас же пулей вылетел чиж. — Заварили вы кашу, Борис Дмитриевич! — укоризненно покачал головой Жуковский. — Ничего, расхлебаем и живы будем! — улыбнулся поручик. — Полезно иногда взорвавшегося жулика дернуть. — Что же мне теперь делать? — в раздумье проговорил Жуковский. — Получить чижа деньги, да переменить артельчика с кшеваром, только всего и делов. Под суд их отдавать надо. — Не стоит. — Чиж все на них свалит, и сам из воды сух выйдет. — Набил я им морду, и хватит. Не люблю я эти суды и пересуды, и волоки-то одна. — Да, пожалуй, это и будет самое простое, — согласился капитан. — Только ведь Назаренко может на вас рапорт подать. Тогда опять история начнется. — Не подаст. — Побоится. Ведь у него рыло в пуху оказалось при проверке артельных сумм. Глава пятая Звонарев получил предписание явиться в управление артиллерии и приступить к работам по переделке лафетов 10-дюймовых пушек для стрельбы бездымным порохом. Он не предполагал долго отсутствовать, но все же не без грусти расставался с батареей, с которой уже успел житься. Прибыв в управление, он явился к гобято, который встретил его своей обычной приветливостью. — Остановитесь у меня. Сейчас я прикажу отнести ко мне ваши вещи, а затем пойдемте знакомиться с мастерскими, они неподалеку, — предложил гобято. Мастерские оказались небольшим ремонтным заводом, расположенным у самой подошвы Золотой горы, что делало их невидимыми со стороны моря. Отдельные цеха были разбросаны на довольно большой площади. Всего в мастерских было занято до 300 солдат и вольнонаемных. Они обошли механический цех и за ним увидели лежавшие в разобранном виде на земле пять лафетов для 10-дюймовых пушек. Вы расклепаете станины, добавите их каждые по три стальных листа, затем снова их склепаете, перенесете межстанинные связи, как мы с вами рассчитали, и замените подъемные дуги на большие, чтобы можно было выше поднимать дул орудия. Вот и вся работа. — Думаю, что вы в неделю с ней справитесь. В помощь вам я дам начальника кузнечного цеха классного оберфейерверкера Жмурина. Кстати, вот он и сам. Познакомьтесь. Жмурин оказался блондином небольшого роста, лет двадцати пяти, в пенсне на широкой ленте. К работе приступите завтра же с утра, сейчас же двинемся обратно в управление, нас там ждет белый. Генерал подробно расспросил о состоянии работ, порученных Звонареву, и просил ускорить их. По расчетам Николая Андреевича, дальнобойность десяти дюймовых пушек увеличится с девяти с половиной верст до тринадцати с половиной, то есть весьма значительно. Это даст возможность подпустить японцев и неожиданно их обстрелять. — Боюсь, ваше превосходительство, что с увеличением дистанции так же сильно возрастет рассеивание снарядов и меткость орудий снизится, — заметил Гобята. — Хоть напугаем японцев, а то ладно. Одним словом, не теряя времени, торопитесь, передел килофетов. После беседы генерал, как всегда, пригласил офицеров к себе на обед. При появлении Звонарева Варя бросила свою рукоделье и пошла ему навстречу. — Как, Шурка, Назаренко будет учиться на сестринских курсах? — спросила она. — Она бы и рада. Да едва ли ей родители разрешат. — Я упросила папу. Он от своего имени всем женам и дочерям напишет приглашение поступить на курсы. Я пошлю обязательно ее отцу и думаю, что тогда он перестанет упираться. После обеда Варя позвала Звонарева посмотреть ее хозяйство. Я у себя на хуторе научилась хозяйничать. Не люблю город и предпочитаю жить в деревне. И в институт я не хотел идти, да папа с мамой заставили. Кончу акушерские курсы и уеду на всю жизнь к себе на хутор кур да телят разводить, — улыбаясь, говорила Варя. После богатого птичника был показан коровник с тремя коровами и несколькими телятами. — Это моя кубань, — показала девушка свою верховую лошадь. — Вы умеете ездить верхом? — Немного. — Вот и отлично. — Будем ездить вместе, а то папин дон застаивается и жреет от безделья. Завтра же поедем в Шушиин. Это китайская деревня, верстак в десяти отсюда. Осмотрев хозяйство, они направились в сад. Здесь к Варе подбежал маленький китайчонок лет трех-четырех. Он радостно бросился к ней, обнял ее, и, лукаво щуре своей черной и раскосой глазенки, полез в карман к девушке. Разыскав там леденец, он с наслаждением сунул его в рот. — Это мой крестник Ваня. Прошу любить и жаловать, прелестный мальчуган. И Варя крепко поцеловала смугло-розовые щечки ребенка. — Вам замуж пора, Варя, — улыбнулся Звонарев. Девушка вспыхнула. — Не говорите глупостей. Я никогда не выйду замуж. Свежо предание довериться с трудом, — усмехнулся Звонарев. К ним подошла молодая китаянка и, улыбаясь, поздоровалась с Варей. — Это мать Вани, — пояснила Варя, обращаясь к Звонареву. Потом, лукаво поглядывая на мальчика, спросила, как Ваня себя ведет, слушает ли маму. — Хлосо, хлосо, малыска, — ответила китаянка, беря сына на руки. Когда Звонарев с Варей выходили из сада, им встретился средних лет китаец. У него было отрублено левое ухо, а лицо обезображено шрамом. Он приветствовал Варю полным собственным достоинством поклоном. Это наш Венфань Вэй, прекрасный садовник. Видите, как его изуродовали японские солдаты? Венфань Вэй был в Порт-Артуре, когда в 1895 году японцы взяли Порт-Артур штурмом и учинили резню. Из всего 15-тысячного населения и гарнизона Артура случайно уцелело 36 человек. Японские солдаты по приказу офицеров связывали китайцев веревками, чтобы не разбежались, а затем расстреливали их. У Вена тогда убили отца, мать, жену и двух маленьких детей, а сам выжил чудом, сообщил Иваре грустную историю садовника. Я об этом слыхал, но не верил, чтобы в наш век культурные люди могли бы совершать подобное изверство. «Варя, говори правда!» — довольно чисто по-русски произнес китаец, и у него на глаза навернулись слезы. В его памяти возникли полные ужасы дни взятия японцами китайской крепости Порт-Артур. Тогда он увидел и на всю жизнь запомнил молодого капитана Танаку, его бешеные глаза, звериный оскал зубов и плетку, зажатую посиневшими от напряжения пальцами. В последнюю минуту перед расстрелом Вен смотрел на эту плетку, на вскинутую руку Танаке. Капитан махнул рукой, ударил залп. Вен первым упал на землю, хотя был легко ранен в шею. Второй залп, третий. Окровавленные тела товарищи прикрыли Вена. В голове билась одна мысль — жить, жить. И когда солдат, проверяя все ли расстрельные мертвые штыком, полоснул Вену ухо, он не вздрогнул, не вскрикнул, не выдал себя. А потом Вен долго лежал и ждал, когда наступит ночь. С темнотой ему удалось скрыться. Вен остался жить, но с этой ночи ненависть к убийцам навсегда поселилась в сердце китайца. Когда пришли русские, в Вену удалось устроиться садовник Мубелых. Он был им благодарен за хорошие отношения, но и русских он считал поработителями своей страны. Он слышал об их карательных экспедициях на севере Манчжурии. Поэтому, улыбаясь, Вари, Фен, Вань, Фей, настороженно смотрел на Звонарева. Звонарев перехватил этот взгляд. Выйдя с Варей в сад, он сказал, вам надо быть с ним настороже. Вен вас не знает и судит о вас по другим офицерам, пояснил Варя. Папа и мама полностью доверяют ему. Когда Вен узнает вас поближе, то перестанет глядеть так хмуро. Распрощавшись у крыльца с Вари, Звонарев направился в управление крепостной артиллерии. Там уже никого, кроме нескольких писарей, не было. Заметив его, старый знакомый писарь Севастьянов подошел и справился, не надо ли ему чего-нибудь. Я искал гобята, да не знаю, куда он скрылся, — пояснил прапорщик. Их не скоро поймаешь. Они всегда где-нибудь хлопочут, уж очень непоседливы. Звонарев спросил, как пройти на квартиру к гобята, куда отнесли его вещи. Писарь вызвался проводить. — Сами они человек хороший и заботливый, — повествовал Севастьянов, — только мало в мастерских бывают. Там вместо них орудует их помощник, чиновник Козлов, мрачный такой, с черной бородой. Зато он-то шлютует за двоих. Как капитана нет, так и начинает смордобой. Да подранцем по двадцать часов подряд солдаты у него стоят. Чего же смотрят гобята? Чудные они, просто не замечают ничего вокруг. — Все своими мыслями заняты. Вот и ваша квартира, — показал писарь. В квартире гобята Звонарев нашел свои вещи, уже разложенными в комнате. Денщик гобята, бойкий Владимирец, тотчас же все ему показал в квартире и предложил пообедать, но прапорщик отказался. — Скоро капитан домой придет, — спросил он. — Не позднее десяти часов всегда дом бывают. В одиннадцать ложат спать, в половине восьмого встают, а в восемь часов уж уходят на службу. — Очень они аккуратные. Осматривая квартиру, Звонарев обратил внимание на библиотеку. Два больших шкафа были полны книг. Большую частью это были специальные работы по артиллерии и военному делу. Много было книг по технике, а прочая литература была представлена Жулием Верном и Конан Дойлом. Журналов не было. За время пребывания на электрическом утесе Звонарев не видел никаких газет, кроме двух-трех номеров инвалида и артурского журнала. Раз ему случайно попал номер порт-артурской газеты «Новый край», которую офицеры почти не читали и называли «порт-артурской сплетницей». Приход Гобята отвлек Звонарева от библиотеки. Устроились. — Прекрасно. — Завтра с утра приступите к работе. — Как вам, Варя, белая понравилась? — Славная девушка. — Не похожа на генеральскую дочь. — Женились бы на ней, если еще не женаты. — И отец с положением, да, и она не беспреданница. — Почему бы вам самому не попробовать? — Женат, батенька, и двое детей. — Моя жена после первой бомбардировки уехала. Не захотела детьми рисковать. Поговорив еще с полчаса о всяких пустяках, они разошлись по своим комнатам. Звонарев с наслаждением разделся и, не опасаясь ночной тревоги, как это было на утесе, крепко заснул. Выделенная для работы со Звонаревым бригада мастеровых солдат была уже на месте, когда прапорщик утром пришел в мастерскую. Жмурин устанавливал солдатам урок на день — срубить каждому по двадцать заклепок. Звонарева он встретил холодно, разобиженный его назначением руководителем работ, и стал ему давать указания, как и что делать. — Благодарю вас, я уж тут сам разберусь. Прервал его Звонарев, и классный оберфейерверкер ушел. Звонарев собрал солдат, посадил их около себя на лафеты и начал объяснять, в чем состоит работа и зачем она нужна. Рассказал о том значении, которое имеет для успеха обороны быстрота переделки лафетов. Солдаты с интересом слушали его. — Понятно, что надо сделать и зачем? — спросил Звонарев. — Так точно, обязательно обмозгуем это дело, чтобы скорее японцам набить, — отвечали солдаты. — Один из них, высокий стройный шатен нерусского типа, пристально смотрел на Звонарева. Заметив это, прапорщик спросил его, в чем дело. — Личность мне ваша, ваше благородие, знакома, — ответил тот. — В 1900 году вы еще студентом у нас на заводе «Лильпопа» в Варшаве были. Тогда я вас обучал на радиально-сверлильном и долбежном станках работать. — Юзык Братовский! — обрадованно воскликнул Звонарев. — Вот не ожидал вас тут встретить. — Как вы попали сюда? — Забрали в варшавскую крепостную артиллерию, а затем направили сюда, недавно только с третьим батальоном прибыл. — Встреча эта очень обрадовала Звонарева. — Это у нас первый раз, что нам объясняют, зачем нужна работа, а то, как в тюрьме урок, и баста, зачем не твоего ума дело. Не выполнишь, подранцем настоишься, — пояснил Братовский. Работа сразу закипела. И к обеду было выполнено уже больше половины дневного задания. Когда Жмурин перед обедом пришел все же посмотреть, что делается у Звонарева, и захотел прибавить задание еще по десять заклепок на человека, Звонарев снова попросил его не вмешиваться. Жмурин нехоти повиновался. — Будет теперь нам на орехи от него, всю свою злость на нас выместит, — заметил Братовский. — Вы сообщайте мне обо всех его проделках. Я с гобято переговорю, и мы призовем его к порядку. На вас еще и козел обрушится. Он у нас первое лицо в мастерской. — Действительно, не прошло и получаса, как к месту работы в сопровождении Жмурина подошел Козлов, высокий, мрачный чиновник, лет под сорок. — Почему вы вмешиваетесь в распоряжение Жмурина? — вызывающе спросил техник. — А он почему вмешивается в мою работу? Кто ему дал право делать мне какие-либо указания? — Я помощник заведующего мастерской. Потрудитесь ответить на мой вопрос? — Вы мне не начальник, и я прошу вас немедленно уйти отсюда. Вы мешаете. Перебранка продолжалась еще несколько минут. Наконец Козлов со Жмурином ушли, мастеровые оживленно загудели. Так ему и надо, больно уж зазнался он. — Паны дерутся, а у холопов чубы трещат, — отозвался один из рабочих. В канцелярии мастерских, куда Звонарев зашел перед уходом, он застал гобято, которому Козлов и Жмурин жаловались на него, обвиняя в развале дисциплины, грубости и зазнайстве. Гобято молча слушал их и тихонько покачивал головой. — Что вы скажете в свое оправдание, подсудимый? — шутливо спросил капитан прапорщика. — Звонарев в том же шутливом тоне рассказал происшедшее. — Вот что я имею изложить в свое оправдание, господин мировой судья, — закончил он. — Гобято улыбаясь, — сказал писарю. — Пиши приказ по мастерски. — Работа по переоборудованию лафетов проводится под руководством прапорщика Звонарева. Технику Козлову и оберфейерверкеру Жмурину воспрещается всякое вмешательство в эту работу. — С завтрашнего дня техник Козлов смещается в заведующий деревообделочной мастерской. — Все понятно, господа? — Я буду жаловаться на это генералу, — заикнулся было Козлов. — Измени приказ. Обернулся Гобято к писарю. — Техник Козлов откомандировается в управление артиллерии, — отчеканил Гобято. — Я вас больше не задерживаю, — обратился он к технику, — а вас, Сергей Владимирович, попрошу остаться. — Давно я хотел от Козлова избавиться, до случая не было. — Вас же я попрошу быть моим помощником и заместителем, пока вы здесь. Может быть, надумаете и совсем сюда перейти? Буду этому только рад. А сейчас давайте перед обедом прогуляемся на этажерку, благо день чудесный. На этажерке было много гуляющих. С трудом найдя свободную скамейку, Гобято со Звонаревым сели и занялись рассматриванием публики и стоящей на рейде эскадры. Корабли эскадры усиленно дымили, как будто готовились к походу. Но то и дело отвалившие от них шлюпки, переполненные матросами и офицерами, говорили о другом. — Лафа этим морякам! — позавидовал Гобято. — Сидят за нашей спиной, жуируют, наслаждаются жизнью и получают больше нашего. Вот и сорят они деньгами в ресторанах и кабаках на зависть армейцам. Создается нездоровая обстановка розни между армией и флотом. Стессель использует ее для своих интриг против флота. Вон идет капитан второго ранга Эссен, командир на века. Почти каждый день выходит на крейсере. Указал Гобято на подходящего к ним моряка. Эссен Николай Оттович, 1860-1915 годы, адмирал, талантливый русский флотоводец, ученик Макарова. После русско-японской войны служил на кораблях Тихого океана и Средиземного моря. С 1908 года командующий Балтийским флотом. Сыграл большую роль в усилении боеспособности русского флота, нанесшего крупные потери германскому флоту в Первую мировую войну. Когда подошел, Эссен оба встали, отдавая честь. — Здравствуйте, капитан! — приветствовал он Гобято. — Давненько в Альштаде не видел. Разрешите присесть к вам? — Милости просим, Николай Оттович! — любезно ответил Гобято и представил Звонарева. — С какой батареей справился моряк? — С электрического утеса. Эссен внимательно посмотрел на прапорщика. — Лучшая батарея. Часто с удовольствием наблюдаю за ее стрельбой. Много вы хлопот японцам доставляете. Видна хорошая слаженность в работе и умелое руководство огнем. Кто у вас командир? — Капитан Жуковский. — Я его не знаю. — Вы, Николай Оттович, верно знаете, поручика Борейка большой такой, — вставил Гобято. — Как же собутыльник нашего Дукельского? — говорят, два спага пара, скандалисты, но толковые ребята. Я всегда к себе на нових таких стремился побольше набрать. Мой боцман Кащенко по портовым кабакам подбирает самых буйных матросов. Многие из командиров кораблей бывают рады радешеньке от таких матросов избавиться, а у меня они работают как черти. — Наш матрос чудеса может сделать, только надо уметь к нему подойти, не быть формалистом, по пустякам не придираться, а за дело греть. У меня самые безнадежные забулдыги кресты и нашивки быстро получают. С офицерами дело обстоит куда хуже. Звонарев с интересом слушал командира прославленного новика, не раз рисковавшего на своем легком быстроходном крейсере бросаться в атаку чуть ли не на всю японскую эскадру. Проходившие мимо моряки почтительно раскланивались с эссеном. В толпе показался Сайманов вместе с другими офицерами. Он подошел и, поздоровавшись, начал усиленно просить эссена о переводе на новик. — Вирон возражать не будет? — спросил командир. — Вы ведь его знаете, собака на сене, и нам на баяне развернуться не даст, и от себя не отпускает. Говорят, скоро к нам адмирал Макаров приезжает, тогда я попытаюсь прямо к нему обратиться. Он хоть и адмирал, но, по слухам, и сам не прочь все время плавать на легких крейсерах и миноносцах. — Это из Кронштадта, знаменитый изобретатель и строитель Ермака. Из матросов он читали, — заметил гобята. — Он самый. — Начал службу юнга, я добрался до вице-адмирала. В наше время это не так-то легко без помощи тетушек и дядюшек. К тому же его сильно недолюбливают за беспокойный и резкий характер. К нам его, верно, с удовольствием сплавили. Зато мы определенно выиграем, получив Макарова после старой развалины Старка. — Нам следовало бы покрепче связаться с флотом, — вставил Звонарев. — Рад буду увидеть вас вместе с капитаном гобята у себя на наеке. — Может быть, вы даже рискнете с нами выйти в море, погоняемся за японцами. Заодно покажем вам наше искусство стрельбы, — пригласил Эссен. Артиллеристы поблагодарили и предложили вместе пообедать в ресторане «Саратов», расположенном неподалеку. Вирен Роберт Николаевич, 1856-й, год смерти неизвестен, контр-адмирал и командующий, после вице-адмирала Ухтомского, Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре. В чине капитана первого ранга командовал крейсером «Баян». В 1906-1908 годах привлекался к следствию по делу о сдаче Порт-Артура, отсюда освобожден. Макаров Степан Осипович, 1848-1904 годы, вице-адмирал, флотоводец, изобретатель, теоретик военно-морского дела, написавший более 50 научных работ, мореплаватель, дважды обогнувший земной шар, исследователь Арктики. Участник русско-турецкой войны 1877-78 годов, во время которой немало способствовал активизации русских морских сил на Черном море. Командовал эскадрой Средиземного моря, направленной в 1894 году на Дальний Восток. В 1897-1998 годах, будучи уже вице-адмиралом, построил по собственному проекту ледокол «Ермак», на котором плавал в морях Арктики. С 1899 года главный командир Кронштадтского порта и военный губернатор Кронштадта. В 1904 году, 1 февраля, назначен командующим Тихоокеанским флотом и 24 февраля прибыл в порт Артур. Погиб 31 марта 1904 года на броненосце Петропавловск, подорвавшемся на мине. Зал ресторана был полон обедающими, по преимуществу военными. Вечерней кутящей публики еще не было. С трудом отыскали два свободных столика. Вскоре в зал вошел стрелковый поручик Стах и Энжиевский. Он был, видимо, прямо с занятий, весь запыленный, усталый. Не найдя свободного места, он подошел к своим знакомым Сайманову и Габята и попросил разрешения сесть около них. — Пожалуйста! — приветливо пригласил его старший за столом Эссен. — Ты откуда такой усталый? — спросил его Сайманов. — Со службы. — Только теперь, когда война началась, мы начали учить солдат, как следует стрелять. В мирное же время занимались парадами, дошагистикой. Сорок учебных патронов на солдата за четыре года службы полагалось. Зато ура кричать да приветствовать начальству учились круглые сутки. — жаловался Энжиевский. И сейчас все еще учат стеной в штыки ходить, не признают рассыпного строя, так как никто из офицеров не умеет им управлять, а солдаты не привыкли к самостоятельности и не знают, что им в цепи делать. Я свою команду охотников с утра до вечера натаскиваю в рассыпном строю. — Кто у вас командир? — полюбопытствовал Гобята. — Солицкий. — Толстый такой, не глуп, но подл и трус. Зато в чести у начальника дивизии Фока генерал в нем души не чает. Одним словом, с боевой подготовкой дело обстоит определенно плохо. У вас, артиллеристов, лучше. И стрелять умеете, и редко даже попадаете с хихидничал Стах. — Напрасно подсмеивайтесь, поручик, — вмешал Сессен. — Перед вами наглядный пример меткости. Прапорщик сумел подбить среди ночи крохотный миноносец с дистанцией в двадцать кабельтовых. Это совсем неплохо. Публика постепенно пребывала. Появился оркестр и заиграл веселые вальсы. Появление Дукельского сразу внесло оживление. — Жорж, подсаживайся к нам, — откликнул его Сессен. Лейтенант не замедлил подойти. — Какие новости? — здоровая спросила у него Сессен. — Макарова ждем в Артур через неделю или дней через десять. Сегодня получили от него телеграмму уже из Омска. Старк начал складывать свои пожитки и собирается спускать флаг. Флаг капитан Молос нервничает, побаивается, что Макаров другого флаг капитана возьмет. Начал выкладывать новости Дукельский. Что же еще? Да, Витгефт ничего не делает, объедается и засматривается на девочек, которых тралит его сын. — Григорович гадает на кофейной гуще, что ему принесет приезд Макарова, адмиральские ли орлы или исписание за доблестную боевую деятельность 26 января. — Шанснович все никак не может снять свой ретвизан с мели, — кажется, обо всем сообщил господа. — Язычок же у тебя, Георгий Владимирович, — усмехнул Сессен. — Ну, а Сессен о чем думает? — Что ему, наконец, позволят воевать с японцами по-настоящему, а не стрелять на предельной дистанции, стоя на якоре под защитой батарей? — угадал. — Я очень надеюсь, что с приездом Макарова пребывание эскадры в порту кончится, но сиделись мы достаточно. После обеда выпили по бокалу шампанского за дружную совместную работу армии и флота и стали расходиться. Моряки двинулись к себе на корабли. Гобята отправился домой, а Янжиевский со Звонаревым решили сходить за покупками. В магазине «Кунст и Альберт» они встретились с пожилой, лет сорока, дамой, которую сопровождали две молоденькие девушки. Одну, повыше ростом румяную шатенку с задорно-блестящими калями глазками, звали Лёлей. Другую, маленькую, худенькую блондинку с чудесными, голубыми, мечтательными глазами, Олей. Все дружески приветствовали Янжиевского. — Что вас так давно не видно, Стах? Где вы пропадаете? Опять сидели на губе? Засыпали его вопросами девушки. — Учу своих солдат воевать. — А раньше что же вы делали? — Учил их маршировать. — Стах, вы неисправимы, — улыбнулась дама. — За ваш язык вас начальство и не любит. — Янжиевский представила Звонарёва. — Вы артиллерист четвёртой бригады? — поинтересовалась Оля. — Нет, с электрического утёса. — Вот вы откуда. Все три женщины с любопытством посмотрели на прапорщика. Говорят, там у вас не очень спокойно. Да, бывает иногда даже весьма жарко. Покончив с покупками, Звонарёв и Стах пошли проводить своих знакомых. Стах и Лёля ушли вперёд. — Пусть полюбезничают, — улыбнулась Мария Петровна. Оля только вздохнула в ответ. — Что и тебе, Стах, сердце присушил? — Беда мне с моими девицами. Всегда обе сразу в одного кавалера влюбляются и только мешают друг другу. — Совсем я не влюблена в Стаха. Хотя вообще он очень хороший, совсем не похож на офицера. — Вы недолюбливаете, кажется, наше доблестное офицерство? — спросил Звонарёв. — Многих из них любить-то не за что. Грубо, нахально, некультурно, бьют солдат и пьянствуют беспробудно. Стыд и срам. Горячо обрушила Соля. — Само собой разумеется, господин Звонарёв. — О присутствующих не говорят, — поспешила смягчить резкость Оли Мария Петровна. — Мы вас не знаем и надеемся, что вы составляете счастливые исключения, как о наш Стах. Вы давно с ним знакомы. Только сегодня познакомился. — Вот мы и дома. Остановились женщины около калитки большого сада, в глубине которого виднелось одноэтажное здание. — Что это за здание? — спросил Звонарёв. — Городская начальная школа имени Пушкина. Я заведую школой, а Оля и Лёля работают учительницами, — пояснила Мария Петровна. — У вас учатся детвора. — Днём детвора. А вечером школа для взрослых, большую частью это мелкие служащие, не имеющие среднего образования, хотя есть и рабочие, и даже несколько матросов из спортового управления. Вот и наши голубки возвращаются. Улыбнулась она, заметив подходящих Лёлю и Стаха. Звонарёв и Янжиевский стали прощаться. — Как их фамилии? — спросил Янжиевского Звонарёв, когда они отошли от сада. — Заведующая Желтова. — Лёля Елена Фёдоровна Лобина. — А Оля, Ольга Семёновна Селенина. — Лёля моя невеста. Давно бы мы с ней поженились, да в полку не разрешают. — Учительница, видите ли, не пара офицеру. — Я мечтаю об учительской семинарии. — Кончить бы её, пошли бы в деревню с Лёлей вместе учительствовать. — А пока я начальник охотничьей команды 14-го стрелкового полка, — усмехнулся Стах. — Ну, мне направо. Будьте здоровы, Сергей Владимирович, и не стесняйтесь, заходите в школу. Дом там, правда, не аристократический, но это бывает просто и весело. Захватите с собой какую-нибудь снег, чтобы не вводить хозяек в большой расход. Расставшись с Янжиевским, Звонарёв пошёл домой. На углу одной из улиц он столкнулся лицом к лицу с какой-то дамой, которая от неожиданности и испуга выронила из рук свои покупки. Извинившись, прапорщик поспешил их поднять и предложил даме донести их до дому. — Пожалуйста, кстати, мне уж совсем недалеко. Вы меня очень обяжете, а то я задержалась в магазинах и боюсь идти одна по улице. — Вы сами какой части? — спросила дама. Звонарёв сказал. — У Василия Фёдоровича Белого, значит, подчинение. На какой батарее? На электрическом? Мне муж говорил, что это самая боевая батарея. Он там тоже один раз был, ещё 27 января, рассказывал, как японцы засыпали у тебя снарядами. Анатоль даже хотел представить командира к награде, да солдаты там показались ему плохо дисциплинированными. Но вы не унывайте, ещё будут награды впереди, — разливалась дама. Звонарёв недоумевал, с кем он разговаривает. Насколько можно было рассмотреть в сумерках, дама была уже не молода, но миловидна, хорошо одета и, видимо, принадлежала к артурскому высшему обществу. Спросить, кто она, прапорщик, не решался и молча слушал её болтовню. — Вы меня очень тронули, Вашу любезность, молодой человек. Милости прошу к нам заглянуть попросту, без визитов. Теперь по военному времени не до того. — Стессель, Вера Алексеевна, дорогу к нам вам укажет любой солдат. На прощание Вера Алексеевна пожала ему руку. — Так вот, значит, какая это самая Стессель, о которой столько говорят, — подумал Звонарёв. — Везёт мне сегодня на новые знакомства в самых разнообразных кругах. Из моряков — Эссен, из стрелков — Стах — Учительницы. И, наконец, Стессель подвёл он итоги дня. Когда вечером он рассказал Гобято о своём знакомстве с Верой Алексеевной, тот громко расхватался. — Теперь вам, дорогой Сергей Владимирович, карьера в Артуре обеспечена. Попасть в фавор к жене Стесселя — это значит заручиться лучше у нас протекцией. Она баба не глупая, гораздо умнее своего мужа, вертит им, как хочет, и держит в ежовых рукавицах. Я к военной карьере не стремлюсь. Всё же это знакомство может когда-нибудь и пригодиться вам. Память о неё прекрасная, особенно на молодых людей. На следующий день, когда Звонарёв вместе с Гобято пришёл в мастерскую, солдаты заканчивали расклёпку станин. Работа шла дружно и спора. Братовский подходил то к одному, то к другому из мастеровых и показывал, как удобнее и скорее срубить заклёпки. Жмурин уже не решался давать какие-либо указания. — Пожалуй, они сегодня закончат расклёпку, — проговорил Гобято. — Откуда у них прыть такая взялась? Братовский улыбнулся. — Знаем, зачем и что делаем, ваше высокоблагородие. Вот работа интереснее. Вчера о их благородии нам рассказали и объяснили, что к чему. — Сегодня суббота. За шабашем в два часа дня. Поспеете работу кончить? — спросил Гобято. — К обеду кончим. — А после обеда перенесём станины в кузнечную, там и приладим к ним дополнительные листы, — ответил Братовский. — Спасибо, братцы, за усердную службу, — поблагодарил Гобято. — В воскресенье все получите увольнительные в город. — Мы, ваше высокоблагородие, хотели и завтра поработать, чтобы поскорее закончить дело. — Не возражаю. — После дам вам по два отпускных дня, — пообещал капитан. — Эту работу необходимо окончить, возможно, скорее. — Вы, оказывается, — говорит с солдатами, мастер. — Этим талантом у нас, к сожалению, мало кто обладает. Больше зуботычинами действуют, — сказал Звонарёв у Гобято, когда они отошли от солдат. — Школа Борейко. — В этом же секреты его успеха в стрельбе сумел заинтересовать солдат. В канцелярии их поджидал начальник крепостной жандармской команды, ротмистр князь Микеладзе. — Чем могу служить? — сухо спросил его Гобято. — Разговорчик к вам есть один, секретного порядка, многоуважаемый Николай Андреевич. — Залебезил жандарм. — Гобято выслал писарей из комнаты. Микеладзе многозначительно посмотрел на Звонарёва. — Это мой помощник и заместитель, можете его не стесняться, — пояснил Гобято. — Господин Звонарёв, если не ошибаюсь, человек новый, только что в Артур приехал, не в курсе наших дел, да и человек он, простите, штатский, случайный на военной службе, так что, признаюсь, его присутствие меня слегка осмущает. — Откуда вы все это о нем знаете? — удивился Гобято. — Какой был бы я жандарм, если бы не знал каждого нового офицера в Артуре? — Мы, жандармы, должны знать все, кто чем дышит, что думает. — Я могу уйти, — вмешался Звонарёв. — Очень прошу вас остаться. — Князь, я надеюсь, вы не будете больше возражать. Ротмистр поморщился, но протестовать не стал. — У вас в мастерских появилось несколько новых солдат. Среди них есть и нежелательный элемент, например, Иосиф Братовский. Он состоял членом нелегальной организации в Варшаве на механическом заводе «Элильпопа». Только за отсутствием прямых улик избег суда. По настоянию Варшавского губернского жандармского управления его направили в Артур. Немедленно по прибытию он был взят моим агентом под наблюдение, и хотя пока за ним ничего еще не замечено, но следить за ним надо внимательно. — У меня нет никаких опорочивающих Братовского данных. Работает он прекрасно, поведение примерного. По вечерам, извините, в нужнике долго с солдатами засиживается. И разговоры разные ведет кто да откуда да где работал. Почва, очевидно, нащупывает. У страха глаза велики, князь. Вы всегда из мухи слона делаете. Чихнет солдат, а вы уж готовы в этом видеть потрясение основ, — иронизировал гобята. От копеечной свечки, говорят, Москва сгорела. Вы бы лучше вашу энергию обратили на борьбу со шпионажем. Помимо японцев, одетых под китайцев, в городе имеются шпионы и других национальностей, прежде всего англо-американцы. Вот где главное наше зло. Под вывеской торговли они самым беззастенчивым образом собирают важные в военном отношении сведения, — с негодованием проговорил гобята. Английские, американские и подданные — все высланы за пределы Квантунской области. Сам не дали, и как вчера видел на улице Томлинсона и Смита. Они процветают не хуже прежнего, — спорил капитан. Они приняли другое подданство и стали недосягаемыми для нас. Что касается китайцев, то это нелегкая, сознаюсь откровенно, задача. — Русских агентов к ним не пустишь, не верят они им. А среди китайцев мы, к сожалению, еще не создали прочные агентуры. Среди русских куда легче. Вот, например, господин Звонарев вчера был замечен в обществе весьма нежелательных в Артуре Асоп, заведующей Пушкинской школой и ее учительниц. Они там, под видом вечерней школы, чуть ли не курсы агитаторов устроили. — Какое вам, господин Ротмистр, дело, где и с кем я бываю? — возмутился Звонарев. — Нам, жандармам, до всего есть дело. — С какой вы девочкой спите, и то мы должны знать. Вот вы раз или два были в компанию мадемуазель Ривы, и мы это знаем. Должен сказать, что вполне одобряем ваш вкус. Весьма интересная жидовочка, и ни в какой политике не причастна. Звонареву все больше возмущал наглый и самоуверенный тон жандарма. — Вам должно быть известно, что вчера я не один был с заведующей школой. — Как же, как же. — С вами был поручик Инжиевский, тоже чуть ли не социалист. Вас нельзя поздравить с таким знакомством. — Позвольте мне знать самому, с кем и какое вести знакомство. — В ваших указаниях по этому поводу я не нуждаюсь, — резко оборвал Звонарев. — Мы, жандармы, народ не обидчивый. А теперь имею честь кланяться. Надеюсь, до скорого и приятного свидания. Жандарм, пожав им руки, вышел. — Удивительно неприятные публика эти жандармы. Во все свой нос суют, — возмущался Гобята. — После жандармского рукопожатия хочется сейчас же вымыть руки, — согласился Звонарев. На следующий день, утром в воскресенье, Гобята принесли записку от Эссена с приглашением прибыть на Навик, который готовился идти в море. Гобята и Звонарев поспешно оделись и отправились за посланцем-матросом. Навик уже начал двигаться, когда шлюпка с артиллеристами подошла к нему. Утрапа их встретил вахтенный офицер и проводил на мостик к Эссену. Приветливо поздоровавшись, Эссен сообщил, что Навик во главе четырех миноносцев направляется на поиски японских торговых кораблей. Затем он познакомил их со своими офицерами. По выходе в море крейсер развил двадцатиузловую скорость и лег на курс Зюйтвест, направляясь к южной оконечности Ляудунского полуострова, Ляутишаню. Звонарев, впервые попавший на военный корабль, с интересом наблюдал неторопливую и спорую работу матросов. Сперва он даже не нашел своего электрического утеса, до того он сливался с фоном сзади лежащих гор, и только дальномерная будка с светлым пятном, выступавшая на серых скалах, выдавала место расположения батареи. Надо будет ее убрать в бруствер, чтобы не было заметно, — решил Звонарев, рассматривая батарею. Расположенная на самой вершине Золотой горы батарея одиннадцатидюймовых мортир четко проектировалась на фоне неба. Прапорщик теперь понял, почему японцы так часто обстреливают именно эту батарею. — Ваш утес прекрасно замаскирован, но его всегда выдает густой дым выстрелов. Было бы очень хорошо, если бы вы перешли на бездымный порох, — заметил Эстин. — Мы как раз сейчас и работаем над такой переделкой, — Лафетов, — ответил Габята. — Думаем, что сможем посостязаться с японцами и в дальнобойности. — Что касается меткости, то вы давно перещеголяли японцев. Каждый раз, как они появляются у Артура, неизменно получают от вас хотя бы одно попадание. Вы же до сих пор не имели ни одного поражения, — продолжал Эстин. За новиком в Кельваторе шли усиленно дымя четыре миноносца. Концевым шел двухтрубный миноносец лейтенант Бураков. — Зачем вы взяли в поход этот крошечный кораблик? — спросил Эстин Звонарев. — Балда удал. Это самый быстроходный миноносец в мире. Он развивает до тридцати четырех узлов. За ним ни один японец не угонится, — пояснил капитан. Лейтенант Бураков — самый быстроходный миноносец Тихоокеанского флота, неоднократно во время осады доставлявший в Порт-Артур почту из Инкоу. Назван по имени Буракова Евгения Николаевича. 1874-1900 годы лейтенанта, погибшего в бою по Таку. Когда на виг миновала конечность Ляо Тешаня, далеко на западе, на самом горизонте, показались небольшие дымки. В бинокль было видно, что они принадлежат довольно крупным судам. Купцы. — Определил Эссен. Надо их осмотреть. Нет ли военной контрабанды? Полный вперед. Заметив погоню, пароходы попытались уйти. — Лейтенанту Буракову догнать и осмотреть пароходы, — приказал Эссен. Бураков, тотчас же обгоняя другие суда, вынесся вперед. Навиг с остальными миноносцами, прибавив ход до предельного, последовал за ним. Наконец подошли к задержанным пароходам. Один из них оказался английским и после осмотра был отпущен, а другой — японским. Бураков уже успел снять с него команду и приготовился к торпедированию. Обреченный на гибель огромный океанский пароход раз в пятьдесят больше Буракова тихо дымил. — Какой груз? — спросил Эссен в мегафон Буракова. — Балласты, немного угля, — ответили сменоносцы. — Топите. С Буракова выпустили торпеду. Скользнув в воду, она устремилась к пароходу, оставляя за собой в воде ясный видимый след. Все на палубе напряженно следили за ее приближением к пароходу. Раздался взрыв, черный столб дыма взлетел выше мачт вместе с тучей различных обломков и водяным смерчем. Пароход повалился набок, окутываясь облаками белого пара, и через несколько минут исчез под водой. Покончив с пароходом, Эссен взял курс на восток. И, интересуясь устройством машинного отделения, Звонарев отправился туда с судовым механиком. Уже около трапа в машинное отделение им в лицо пахнул горячий воздух, и чем дальше они спускались, тем становилось жарче. В котельной кочегары работали по пояс голые. И, несмотря на вентиляцию и непрерывно бьющие души из-за бортной воды, зной здесь был нестерпимый. Кочегары быстры, ловко забрасывали уголь, шуровали колосники, выгибали залу. Звонарев поднял кусок угля и стал его рассматривать. — Янтайский? — спросил он. — Нет, японский, — ответил механик. — Двоенные запасы. Мы после начала войны получали десять пароходов угля из Японии. Неужели японцы вам продолжали продавать уголь? Война войной, а коммерция коммерции. Одно другому не мешает. Наоборот, если хотите, даже помогает. Платить только приходится подороже. Да что уголь! Новые английские дальномеры барра и струда. Наше адмиралтейство так и не удосужилось приобрести, а японцы нам их продали уже после разрыва дипломатических отношений. Через Шанхай получили недавно двенадцатьюймовые снаряды, все японского происхождения, не говоря уже о пищевых консервах и прочей мелочи. — Звонарев не верил своим ушам. — Не верите, — заметил механик. — Справьтесь в порту. Наш поставщик Гинсбург и сейчас имеет отделение своей фирмы и в Японии, и в Шанхае. Сейчас они переведены на нейтральных лиц и преспокойно доставляют нужные нам предметы из Японии. — Чудны дела твои, господи, — удивился Звонарев. — Котлы у вас тоже английские? — К сожалению, наши, а у японцев английские. Они занимают меньше места и гораздо быстрее поднимают пар. Осмотрев судовые машины, Звонарев поднялся на палубу и с удовольствием стал дышать свежим морским воздухом. Навик уже возвращался обратно. Эссен в бинокль внимательно разглядывал горизонт. — Японцы идут на перерез, только сразу не разберешь, кто именно. Надо все же поторапливаться, — сообщил он гобята. Вскоре выяснилось, что это легкие крейсера. Не страшно. Добежим до Артура одновременно с ними, если раньше, но они к берегу не посмеют близко подойти. Ляо Тишань был уже хорошо виден. На рейд из Артура выходили Баян и Паллада. Японцы, между тем, с дальних дистанций открыли огонь. На Навике пробили артиллерийскую тревогу, матросы кинулись к орудиям. Навик дал бортовой залп из всех пушек. Японцы тоже пристрелялись. На палубу то и дело заклёстывала вода, взметаемая японскими снарядами. Артур был уже близко, и японцы стали отставать. — Смотрите, ваш электрический утёс стреляет, — указал биноклем Эссен на берег. Под Золотой горой медленно расползалось голубое облако дыма. — Есть! — радостно вскричал гобята. — Борейко верен себе, попал-таки в одного японца. Видите, какой дым валит на втором от головы корабле? — Звонарёв обернулся и увидел, как окутанный дымом один из японских крейсеров выкатился из кильваторной колонны и стал медленно уходить в море. В это время опять блеснули выстрелы и вновь пополз дым. Борейко, очевидно, как всегда, торопился со стрельбой. Хотя попаданий больше не было, всё же японцы поспешили удалиться вслед за подбитым крейсером. — На сегодня с нас довольно, — проговорил Эссен, спускаясь с мостиком. — Через полчаса будем в Артуре. Отбой боевой тревоги. — Отпустите матросов вниз, — распорядился он. — Милости просим с нами позавтракать, — пригласил гобята и Звонарёва старший офицер. Завтрак прошёл весело. Много ели, мало пили и много смеялись. — У нас в армии убеждены, что моряки — страшные пьяницы, — заметил гобята. — На берегу можно и кутнуть, — заметил Эссен. — А на корабле, да ещё в боевой обстановке, мы очень скромны, кроме лёгкого вина. Ревизор никогда ничего не выставит на стол. Было немного за полдень, когда Навик вошёл в гавань и пришвартовался. Поблагодарив любезных хозяев, артиллеристы сошли на берег. — Надо зайти в мастерскую, посмотреть, как там идёт работа, — напомнил Звонарёв. — Сейчас там перерыв на обед до часу. Заглянем сперва в управление. Но тут на них вихрем налетела варя белая. — Едемте верхом, — предложила она Звонарёву. — День чудесный. Прокатимся вёрст за десять-двенадцать, проманежем лошадей. Ведь сегодня воскресенье. Звонарёв замялся и вопросительно посмотрел на гобята. — Поезжайте уж, Сергей Владимирович. А я за работой понаблюдаю. А то бедная варя у нас скоро со скуки умрёт, — разрешил капитан. — Вот и чудесно. Идемте седлать лошадей. — Попали с корабля, если не на бал, то на коня, — улыбнулся гобята. — Вы умеете стрелять из револьвера? — спросила варя Звонарёва, когда они садились на лошадей, пряча револьвер в кобуру седла. — А зачем это? — За город мы всегда ездим вооружёнными. Грабежи бывают под самым Артуром. К сожалению, стрелок я плохой. — Какой же вы военный? Я женщина, и то умею стрелять. — Если на нас нападут, то я, так и быть, вас буду защищать, — подсмеивалась девушка. Миновав дамбу, отделяющую восточный бассейн от Пресного озера, всадники свернули на бульварную улицу, на которой находились все лучшие магазины города. Толпы праздничного народа двигались по тротуарам, варя то и дело раскланивалась со знакомыми. — В институте пришли бы в ужас, увидев меня верхом среди белой дня на главной улице. — Да то у вас импозантный вид, — ответил Звонарёв. — С детства езжу. Меня папа брал к себе в седло, да и мама только недавно перестала ездить верхом. — Привет, Мария Петровна! — крикнула варя, увидев на тротуаре Желтову. — Смотрите, какого я себя кавалера подцепила. Ни стрелять, ни шашкой рубить не умеет. Хочу его вместо себя в институт отправить. Там его быстро научат рукоделию и музыке. Из него выйдет примерная институтка. Всегда будет иметь полный балл за поведение. Не то что я, а грешная. Никогда не была примерной девицей. — Озорница ты, большая, варя! — Напрасно смущаешь молодого человека. — Подожди, я тебе хорошую проборку устрою, когда к нам заедешь, — пригрозила Желтова. — Вы, Сергей Владимирович, не обижайтесь на неё. Это она попросту по-своему кокетничает с вами. — Ничего подобного! — вспыхнула варя и рысью тронула лошадь. — Я на маленьких деточек не обижаюсь. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, — отпарировал прапорщик. Варя на ходу погрозила ему кулаком. Миновав старый город, они попали в кривые грязные улички в китайской части города. Посреди дороги с визгом бегали многочисленные китайские ребятишки. В лужах валялись свиньи, блаженно похрюкивая на солнце. Здесь же бродили собаки с опущенными хвостами. Прямо на тротуарах против открытых дверей готовился несложный китайский обед. Удушливый запах бобов, жареных с чесноком на кунжутном масле, бил в нос. Тут же, рядом, тоже на улице, цирюльники брили и стригли. Латошники со своим незамысловатым товаром проталкивались сквозь толпу, громкими криками нараспев, привлекая к себе внимание. Русские рабочие, китайцы-ремейственники, перемешались в толпе, по-восточному крикливый и пестрый. Завидев Варю и Звонарева, мальчишки с улюлюканьем побежали за ними, выпрашивая подаяния. Варя бросила им несколько мелких монет, и они отстали. Через старинные ворота, в восточном стиле, украшенные цветной черепицей, они выехали за город. Варя из раскинувшейся сети дорог и тропинок выбрала широкий проселочный шлях. Дорога была окопана канавами и обсажена деревьями. Это старая мандаринская дорога. По ней довольно много ездит, и потому она менее опасна, чем другие. А теперь ловите меня. И девушка, огрев плетью, свою лошадь понеслась вперед. Звонарев едва поспевал за ней. Чистый, по-весеннему теплый воздух, яркое солнце и быстрота движения оживили обоих. Весело смеясь, девушка ускакала далеко вперед. Звонаревский дон, высокий, с хорошим махом, постепенно набирая аллюр, стал нагонять лошадь Варя. В это время на дорогу неожиданно выскочил заяц. Кубань шарахнулась в сторону, и Варя на всем скаку слетела с лошади. Подскакав к ней, прапорщик помог девушке встать на ноги. Лицо и руки Варе были основательно поцарапаны, платья и чулки испачканы, волосы стрепались. Но она сохранила свой задорный тон. Вы очень обрадовались, конечно, что я закопала редьку. Со мной это случается иногда. «Да, отвернитесь, и не смейте оборачиваться, пока я вам не разрешу», — приказала она и принялась приводить себя в порядок. Прапорщик попытался было поймать Кубань, которая носилась вокруг своей хозяйки, не подпуская к себе Звонарева. Только вмешательство Варе помогло, наконец, изрядно уставшему прапорщику поймать строптивую лошадь. Вскочив на Дона, девушка погнала за беглянкой и вскоре уже вела ее на поводу. Сев снова на коней Варе, со Звонаревым продолжали свое путешествие, хотя прапорщик настойчиво предлагал своей спутнице вернуться в Артур. «Все мои ссадины и царапины до свадьбы заживут, нечего о них беспокоиться», — уверяла девушка. «Вдруг вы завтра вздумаете с кем-либо повенчаться? Неприлично вам будет стоять под венцом с поцарапанной физиономией», — поддразнивал девушку Звонарев. «Не говорите глупостей!» — сердито отозвалась Варе и привела лошадь на широкую рысь. Вокруг виднелись голые скалы. Все пригодные к посеву площадки старательно возделывались китайцами. Работали они вручную, кирками и мотыгами. Только кое-где на больших участках можно было заметить осла или корову, которые влачили за собой примитивную деревянную саху. Требовались огромные усилия, чтобы обработать для посева чумизы или гаолян, а даже маленький клочок земли. Гаолян — манчжурское китайское просо, растение семейства злаков, имеющее стебли до 4 метров высоты. «Надо обладать огромным трудолюбием, чтобы заставить родить здешнюю землю, которая состоит наполовину из глины и наполовину из камней», — удивлялась Варе. «Это исключительное трудолюбие китайцев, роднитых с нашими русскими крестьянами. Тем тоже приходится в поте лица добывать себе хлеб», — проговорил звонарев. «Говорят, что мужики большие, лодыри», — удивилась Варе. «Не верьте этому. Подневольный труд на помещика, конечно, никому не может понравиться. А работая для себя, наш мужичок чудеса творить может. В детстве мне приходилось бывать в новгородской деревне. Я видел, как напряженно трудятся крестьяне на своих крохотных полях». «В Артуре китайцев тоже считают отъявными лентяями» — начала Варе. «Кто считает?» — «Вера Алексеевна». «А солдаты мне не раз высказывали свое удивление трудолюбию китайцев. За горсть триса. Они готовы работать целый день». На обратном пути к Варе и звонареву подъехали трое солдат пограничной стражи. «Вар, благородь, разрешить присоединиться к вам», — обратился к звонареву старший из них. Прапорщик был удивлен этой просьбой и обернулся к Варе, чтобы узнать ее мнение по этому вопросу. «Разрешить доложить?» — продолжал солдат. «Часа два, как тут ограбили двух артурских лавушников, которые с товарами ехали к китайцам. Конечно, пусть едут с нами», — решила Варе. «Под охраной будет спокойнее». Звонарев был благодарен солдатам за деликатное предложение своей помощи на случай неожиданного нападения хунгузов. «Хунгузы» — от китайского «хунгузцы» — «краснобородый» — участники вооруженных банд, действовавших в северо-восточном Китае. «Очень грабители сейчас осмелели. Японцы их снабжают оружием и патронами. Грабь кого хочешь. Слово плохого им за это никто не говорит», — жаловались пограничники. «Бороться с ними трудно, если население их прячет», — заметил Звонарев. «Почему прячет?» — удивилась Варе. «Хунгузы больше всего грабят китайцев, ради чего им скрывать разбойников». «Грабители не всегда обирают китайцев». «Если население им платит определенную дань, то они не только не трогают тех, кто им платит, но и защищают от нападения других разбойников. Мы разбросаны по всему берегу небольшими постами, живем вместе с китайцами. Они народ хороший, только ходят с косами и вместо хлеба рисом питаются. Коль к китайцу хорошо относишься, никакой хунгуз тебе не страшен. «Китайцы обо всем предупредит и спрячут при надобности. А ежели с ними ссорятся, то лучше в пограничниках них служить, выследят и подстрелят. Виновных не найдешь», — неторопливо рассказывал пограничник. «Наш командир, подполковник Бутусов Петр Дмитриевич, всегда нас учит в миру с китайцами жить, и зря их не обижать». Варя и Звонарева с большим интересом слушали рассказ солдата, который приподнимал перед ними завесу, обычно прикрывавшую официальные русско-китайские отношения. Беседуя с солдатами-пограничниками, Варя и Звонарев незаметно добрались до Артура. Поблагодарив солдат за охрану, они направились в пушкинскую школу. Мария Петровна приветливо встретила бросившуюся ей на шею Варю. «Ты по-прежнему предпочитаешь скакать на лошади и стрелять из пистолета, чем заниматься музыкой и изящными рукоделиями? И чаще пахнешь конюшней, чем духами», — спросила учительница, улыбаясь. «Конюшней, коровником или свинарником, только не опопонаксом и лориганом», — ответила девушка, прижимаясь к желтовой. «Рассказывай, что сегодня с тобой приключилось». «Ничего, как будто». «С тобой всегда что-либо да приключается, такая уж ты сорви голова». «Ему?» — Варя кивнула на Звонарева. «Вчера о вас много говорил Микеладзе. И, конечно, плохое». «Мы к этому привыкли. Не раз непрошенные гости по ночам заглядывали», — ответила Мария Петровна. Звонарев подробно передал ей разговор с жандармом. «Значит, и Стах тоже взят на подозрение, хотя он офицер?» — спросила вошедшая Леля Лобина. «Он догадывается об этом давно. Он в партиях не состоит, а только критически относится к окружающему». «Микеладзе хочет выслужиться и выдумывает про всех такое, что никому и не снилось», — заметила Варя. «Нам пора домой. Я по дороге ищу, хочу заехать к Стессель». «Поменьше бы ты туда ездила, Варя». «Вера Алексеевна, зелье хорошее. Держи язык за зубами и о нас не упоминай», — предупредила Желтова. Стесселей, Варя, Созвонаревым застали за чаепитием. Генерал читал единственную газету, которую считал достойной своего внимания — «Русский инвалид», где печатались все назначения, производство и увольнение по военному министерству. «Инвалид» — газета, основанная в Петербурге в 1813 году, с тем, чтобы доход от издания употребить на вспоможение инвалидам, солдатским вдовам и сиротам. С 1861 года «Русский инвалид» или «Военные ведомости» выходил как официальная газета, публиковавшая сведения о русской армии и иностранных войсках, статьи по военным вопросам и так далее. «Кого это Бог принес?» — удивилась генеральша, заслышав звонок. «Здравствуйте, Вера Алексеевна!» — подлетела к ней Варя. «Здравствуйте, Анатолий Михайлович!» — присела она в реверансе перед Стесселем. «Здравствуй, стрекоза!» — «Откуда ты в таком походном виде?» «Ездила за город с мосье Звонаревым!» — кивнула на своего спутника девушка, который тем временем успел приложиться к ручке Веры Алексеевны и подошел к генералу. «Анатоль, познакомься!» — «Это тот самый офицер, что помог мне вчера принести покупки!» — рекомендовала генеральша прапорщика своему мужу. «Очень приятно!» — приподнялся навстречу Звонареву генерал. «Прошу садиться с нами за стол, побаловаться китайским чаем!» «Мы сейчас видели, какие китайцы-труженики, не разгибая спины, работают в поле!» — заметила Варя. «Зачем ты ездишь за город? Да еще без конвоя!» — умышленно переменил разговор генерал. «Только сегодня ограбили двух китайцев на Мандаринской дороге. Надо брать трех-четырех вооруженных солдат. Тогда можно быть спокойным, что никто не осмелится напасть за городом!» «Они нам только мешали бы! Стесняли нас!» — горячо возразила Варя. «Ах, вот как!» — удивленно проговорила Вера Алексеевна и внимательно посмотрела на Звонарева. Варя поняла свою оплошность и вспыхнула. «Совсем не потому, что вы думаете!» — забромотала она. «Молодо, зелено, погулять велено!» — усмехнулся Стесель. «Вы на какой батарее находитесь?» «На батарее электрического утеса!» — ответил прапорщик. «Прекрасно действует батарея! Да жаль, солдаты распущены свыше меры! «Слабоват у вас командир!» — я об этом Василию Федоровичу говорил, но тот за него стоит горой. «Лучший командир у меня в артиллерии! А поручик оттвысокий такой! Барейка!» — напомнила Варя. «Не ест, не пьет ничего, кроме водки! И все время только по японцам стреляет, как только они подойдут на пушечный выстрел к Артуру!» «Слыхал, слыхал, что он любит выпить, но боевой офицер!» — заметил Стесель. «У всякого бывают свои недостатки. Главное — быть хорошим командиром!» — примирительно заметила генеральша. «Наши горе-морячки, кажется, сегодня рискнули выйти в море, да что-то обратно скоро вернулись. Горнотень японской эскадры увидели, а не пущие огня боятся адмирала Того!» Звонарев рассказал о своем выходе на навеке в море. «Совсем я не одобряю этого. Зачем вам с моряками путаться?» «Вот вы и говорите, что огнем утеса поврежден японский крейсер. А Эссен, наверное, донесет, что это попадание моряков, а не крепости. Предложил Белому запретить его офицерам посещение кораблей». «За офицерами потянутся солдаты повидаться с земляками-матросами, те же известные смутьяны и крамольники. Чем дальше от них, тем лучше. Вчера полицмейстер донес мне о драке солдат с матросами. Стрелки здорово набили морякам, а он с дуру переарестовал стрелков. Я приказал немедленно всех освободить и запретил командирам наказывать солдат. «Пусть лучше и дерутся, чем дружбу водят с матросами», — брюзжал Стессель. Как не отнекивался Звонарев, Варя заставила его зайти к Белому там пообедать. Здесь прапорщик застал уже пожилого подполковника Петра Адмитриевича Бутусова, командира Квантунского отдела пограничной стражи. Это был коренастый мужчина с большой проседью и пышными усами, которые сливались с бакенбардами. Подбородок он тщательно пробревал. Судя по тому, как запросто принимали его у Белых, можно было понять, что он свой человек в доме. Варя радостно бросилась к нему навстречу и, выпуская сто слов в минуту, тотчас же сообщила, как их на обратном пути охраняли солдаты-пограничники. — Они столько рассказывали нам интересного, — восхищалась Варя, — о том, как вы требуете от солдат хорошего отношения к китайцам. Теперь, во время войны, особенно важно привлекать к себе местное население. Это тем более легко сделать, что всего шесть лет тому назад, во время Японо-Китайской войны, японская военщина проявила крайнюю жестокость по отношению к китайцам, вырезая целые селения поголовно, не щадя ни женщин, ни детей. — Обратить китайцев в своих союзников в этой войне, значит, обеспечить свои тылы, обезопасить себя от японских шпионов и бандитов. Этой простой истины никак не хотят понять наши правящие сферы, — горячо говорил Бутусов. — Написали бы вы, Петр Дмитриевич, по этому поводу докладную записку наместнику, — предложил Белый. — Писал. И лично докладывал и Алексееву, и Стесселю, и в Министерство финансов, которому мы подчинены, самому Витте писал. Ни ответа, ни привета. Канцелярия наместника, правда, раз и ответила, — не суйтесь ни в свое дело. С горечью ответил Бутусов. — Да, правящие сановники у нас понимают и признают одну только политику — тащить и не пущать. — Широко применяют ее в России и считают наиболее подходящей, и здесь согласился Звонарев. — Мало я вас знаю, молодой человек, но дружеский совет все же дам. Свои мысли и мнения держите лучше при себе, а то выскажитесь в этом роде в публичном месте и попадете в большую неприятность. А Артур — далекая окраина Российской империи, но порядки здесь те же, что и в Москве, и в Саратове, — предупредил прапорщик Бутусов. Уже стемнело, когда Звонарев отправился к себе. Глава шестая С утра подул холодный Норд-Ост, с моря налетел густой туман, видимость сократилась до десяти-пятнадцати сажений. Незадолго до обеда в мастерских появился Борейка, как всегда шумный, подвижный и энергичный. — Здорово, ребята! — приветствовал он мастеровых. — Здравия желаем! — Сразу, видать, не строевщина. — Отвечают, кто в лес, кто под рова. — Как работа идет? Обратился он к Звонареву. — Мне уже надоело тебя на утесе дожидаться. Решил сам приехать подогнать вас. Больно вы тут копаетесь. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, Борис Дмитриевич. Мы и так тут работаем даже в праздничные дни. — Бабы и блох скорее ловят, чем вы дело делаете. Дал бы ты им по полбутылки, разом дело закипело бы. — Что верно, ваше благородие, то верно. С водкой дело куда скорее пошло, — поддакнули многие. — Сережа, у тебя деньги есть? — Пошли кого-нибудь за парой четвертух на всю братью. Пьяными не будут, а работа пойдет быстрее. — Неудобно как-то в мастерских, — возразил Звонарев. — Когда обедать пойдут, я сам каждому из них по чарке поднесу. — Вали кто-либо за водкой. — Нам, ваше благородие, не продадут. — Прапорщик сейчас вам записку даст, что водка нужна для технических целей. — Не поверит, ваше благородие. — А шут с ними пусть не верит. — Раз казенная печать есть, верь, не верь, а водку подавай. — Ай да, Сережа, поскорее сварганят у себя в канцелярии. — Когда Звонарев ушел, Борейко стал ходить между клепальщиками, приглядываясь к работе. Он принадлежал числу людей, которые равнодушно не могут видеть работу других. — Дай-ка мне тоже молоточек, — обратился он к Братовскому. — Хочу я малость им помахать. Мальчишка, бывало, искусен с него лазил, любил помолотобойничать. Борейко подали кувалду, он попробовал ее и отбросил. — Больно легка, а не по руке. Давай, которая потяжелее. Вооружившись чуть непутовой кувалдой, он принялся за работу, но дело у него не клеилось. Заклепки садились криво, мялись, и клепка получалась плохая. — Силы, ваше благородие, надо поменьше, а ловкости побольше. — Позвольте, я вам покажу, — предложил Братовский. Когда Звонарев вернулся обратно в цех, он застал Борейко в одной рубашке с увлечением действующего кувалдой под присмотром Братовского. — Лихой из тебя коваль, Боря, вышел бы. — Иди в мастерскую, старшим кузнецом сразу сделаю, — улыбнулся Звонарев. — Люблю поразмяться. — Силушка по жилочкам так и забегает, — утирал потный лоб Борейко. — Я хочу сразу внести все переделки в лафет. — Полки для квадрантов на стрелах шток Цапфи прикрепляем, прицелы насечь на большую дистанцию. Разметки я уже сделал. Видел я щиты у моряков около пушек, решил, что и у нас их нужно пристроить. — Чертежик тоже набросал. Пойдем-ка в канцелярию и поговорим, что да как. Ознакомившись с чертежами, Борейко гобята удивленно посмотрел на него. — Вы думщик вы, Борис Дмитриевич. — Вам бы в артиллерийскую академию идти. В академию рылом не вышел. — А с пушками повозиться люблю, есть грех, — ответил поручик. — Мой слишком у меня давно в голову засело. Как бы нам облегчить подачу снарядов из погребов к орудиям? Это самая тяжелая у нас работа, да и мешкотно. Много времени на это уходит. Солдаты мне верную мысль подсказали. Используя для этого силу отката орудия при выстреле, и откат слабее будет и заряжать, станет легче. Только как это сделать? Не соображу. Лебедкин есть у нас там такой из мастеровых. Предложил трос к лафету прикрепить, да перебросить через блоки к снарядному кокору. По его соображениям, как раз силы и хватит, чтобы снаряд поднять. Только вот рывок при выстреле получается опасно, как бы при этом снаряд не взорвался. Идея неплохая. Для смягчения первого рывка можно пружину поставить, тогда движение плавнее будет, — согласился Габята. Прошло больше часа, пока, наконец, договорились и окончательно решили, какие еще нужны будут переделки в орудии и халафетах. — Да, чуть не забыл, — спохватился Борейко. — Нас с тобою, Сережа, сегодня вызывают к часу дня в офицерское собрание на заседание суда общества офицеров по делу чижа. — Первый раз слышу. — По какому это еще делу чижа? — удивился Звонарев. — Забыл. — Как мы его вывели на чистую воду с артельными суммами? — Он, оказывается, очень обиделся, что я его назвал жуликом, и подал жалобу в суд общества офицеров. Белый приказал его разобрать. — Тебя и Жуковского вызывают в качестве свидетеля, а меня — в качестве ответчика. Идем скорее, пока не опоздали. В управление артиллерии в библиотеке уже собрался весь состав суда. Председатель Столтыхотелов, а членами были капитан Страшников и капитан Машинский. Все они были в парадных мундирах, при орденах, оружии. Тут же находился и чиж. Как только вошли Борейко со Звонаревым, Тахотелов начал заседание. Секретарь суда, мрачный чиновник, опросил чижая Борейко. — Имеют ли они отводы против состава суда и свидетелей? Их не оказалось. — Поручик Борейко, почему вы не в парадной форме? — спросил Тахотелов. — У меня ее нет, — заложил в ломбард. Звонарев заявил, что еще не успел шить мундир. — Заняли бы где-либо на заседание суда, — хмуро заметил Страшников, суетливый, с бегающими глазами сорокалетний капитан. Другой член суда, Машинский, только укоризненно покачал головой, поблескивая стеклами своих очков в круглой металлической оправе. Козлиные бородка и длинные, закинутые назад волосы делали его больше похожим на сельского учителя, чем на офицера. — Занять-то не у кого. Ни чей мундир на меня не налезет, — возразил Борейко. — Тахотелов предложил считать уважительной причиной отсутствия мундиров у Борейко и Звонарева. — Если поручик Борейко не постеснялся заявить на суде, что отдал в заклад свой мундир, то какие же у него могут быть представления о чести мундирах, к которому он так небрежно относится, — ехидно проговорил Страшников, переглянувшись чижом. — Это к разбираемому нами делу не относится, — возразил Машинский. — Присоединяюсь к вашему мнению, — проговорил Тахотелов. — Суд переходит к опросу подсудимых. — Расскажите, при каких обстоятельствах вам было нанесено оскорбление на словах поручика Мборейко? — обратился к чижу Тахотелов. — Чиж подробно и обстоятельно рассказал обо всем, что произошло в комнате у Жуковского после проверки артельных сумм. — Вы подтверждаете правильность сказанного? — спросил Тахотелов у Борейко. — Целиком и полностью. — Тогда предлагаю вам, поручик Борейко, принести свои извинения штабскапитану Чижу. Не нахожу возможным. Вор, по-моему, всегда останется вором. Как перед ним не извиняйся. — Прошу суд оградить меня от повторных оскорблений! — взвизгнул Чиж. — Прошу вас выбирать ваше выражение, поручик! — остранил Борейко Тахотелов. — В показаниях капитана Жуковского значится, что штабскапитан Чиж тоже оскорбил вас. — Почему вы, поручик, об этом ничего не сказали? — задал вопрос Машинский. — Собака лает, ветер носит! — отрезал Борейко. Чиж весь вспыхнул и снова запротестовал. Тахотелов еще раз призвал Борейко к порядку. Затем суд допросил Звонарева и зачитал письменные показания Жуковского. Покончив с допросом свидетелей и выслушав объяснение Чижа и Борейко, Тахотелов еще раз предложил закончить дело миром, но встретил их решительный отказ. После этого суд удалился для вынесения приговора. Борейко и Звонарев перешли в одну из соседних комнат. Из-за окна была видна большая площадка, на которой было установлено несколько хворостяных барьеров и торчали, предназначенные для рубки, лозы. По этому манежу коротким галопом скакала на своей кубани Варя Белая. Она по очереди брала барьеры и тут же рубила шашкой лозу. Лицо девушки раскраснелось, шляпка сдвинулась на затылок, волосы распустились, но она ничего не замечала, увлеченные спортивными упражнениями. Вскачка с препятствиями сменялась бешеным галопом, привстав на стременах, пригнувшись к луке, Варя вихрем носилась мимо окон. — Козырь, девка! — восхищенно заметил Борейко. — Ему же ей надо козырного, да еще чтоб королем был. Король, пожалуй, староват для нее будет, а валет бы подошел, — ответил прапорщик. — Отчего бы тебе, Сережа, не сыграть в такого валета? А тебе? Какая дура пойдет за такого пьянца, как я? — А я побаиваюсь таких амазонок. Мигом под башмак попадешь к такой жинке. По-моему, это совсем неплохо сидеть под разумным каблучком, только для меня едва ли скоро найдется больно большой да крепкий каблук нужен. Может, и под самый маленький попадешь. Мужчина ты и видный, а если и пьешь, то пьян не бываешь. Их разговор был прерван приглашением на суд. Тахотелов стоя зачитал постановление, в котором дуэль признавалась единственно возможным исходом конфликта между Чижом и Борейко. — Оскорбления, нанесенные друг другу вышезначными офицерами, при отказе принести взаимные извинения, могут быть смыты только кровью, — пояснил Тахотелов. — На чем же я с ним буду драться? На кулаках, что ли? — издевательски проговорил Борейко. — Ведь господин штабс-капитан умрет от страха при виде меня с шашкой или револьвером. — Не торопись, дюша мой! — остановил его Тахотелов и продолжал чтение приговора. — Принимая во внимание наличие в настоящее время военных действий с Японии, исполнение приговора отложить до конца войны, — торжественно закончил полковник. — Все понятно, господа, претензий никаких нет, претензий не оказалось, и оба подсудимые расписались в прочтении приговора. Чиж старательно выявил свою короткую фамилию, а Борейко размашисто через весь приговор начертал — прочел с удовольствием поручик Борейко. Страшников только ахнул, прочитав написанное, и поспешил показать Тахотелову. Это прямое издевательство над священной особой государя императора возмущал сон. Но машинские Тахотелов не придали значения выходке Борейко и громко расхотались. — Ты, дюша мой, не можешь без шуток! Будет тебе от генерала за то, что кладешь императорские резолюции на бумагах, — предупредил полковник. На этом и закончилась судебная процедура. Когда Звонарев вернулся в мастерские, то Гобята поручил им побывать на стрелковой башне. — Командует ею капитан Машинский. — Я его сейчас видел в управлении артиллерии. Он и подвезет вас к себе, а обратно и пешком доберетесь. — Туда всего две-три версты, — предложил Гобята. Машинский охотно согласился подвезти Звонарева к себе на батарею. По дороге они разговаривались. Капитан рассказал, что он шесть лет тому назад прибыл в Порт-Артур с батальоном Владивостокской крепостной артиллерии. Участвовал в китайском походе, который он назвал позорной страницей в истории русской армии. Мы воевали с безоружными людьми и считали победами, когда обращали их в бегство. В утешение себе скажу, что русские войска притесняли китайцев гораздо меньше, чем иностранцы, особенно англо-американцы. Стрелковая батарея была расположена на так называемой двурогой сопке на самом хребте, который отделял Порт-Артур от моря. Влево внизу виднелась двадцать вторая батарея, которой командовал Вамензон. Справа на полгоре были расположены батареи номер шестнадцать и семнадцать. Сзади к батарее подходила дорога в старый город. Со стрелковой батареей открывался вид во все стороны. Впереди, насколько мог видеть глаз, расстилалось безбрежное море. Сзади хорошо были видны западный бассейн, доки, торговый порт и весь старый город. Из-за перепелиной горы частично проступал новый город, а левее массив Ляутишани. Моя батарея расположена на самом лучшем месте в Артуре. До города всего три версты, до моря две. Всегда дует ветер, поэтому воздух чист и насыщен морскими испарениями, сухо, масса солнца. Санитарная станция, а не батарея. Легочников отправляют сюда на излечение. Живем мы с женой тихо и мирно, в городе редко бываем. Дома, кротаем вчера с ребятами. Думал прожить здесь спокойно еще лет спиток, пока детишки подрастут. А тут началась война. Гоню жену с детьми из Артура, а она уезжать не хочет, — повествовал Машинский. Пожалуй, она и права. Война, может, скоро кончится, и все пойдет по-прежнему, — возразил Звонарев. Вы глубоко ошибаетесь. Раз японцы рискнули на войну с нами, то не из-за пустяков. Пока не отвоюют у нас Корею и Южную Манчжурию с Артуром, мира не заключат. Скоро этого они не добьются, и война, несомненно, затянется. Вы считаете, что война нами будет проиграна? Удивился Звонарев. Зная японцев и стоящих за ними англо-американцев, трудно предположить, чтобы война окончилась в ничью с сохранением теперешнего положения. Слишком далеко отсюда до России. Да и не нужна нам эта Манчжурия. Мы еще и Сибири не сумели освоить, а тянемся к Манчжурии. Разговаривая таким образом, Звонарев незаметно доехал до стрелковой батареи. Она не совсем еще была закончена сооружением. Из полсотни солдаты китайцев в тачках возили землю и насыпали бруствер батареи. Солдаты и китайцы работали вперемешку. Ими руководил саперный унтер-офицер, указывая, куда еще надо подсыпать земли. Проверял по шнуру правильность насыпи. Замерял общий объем работы. — Как у вас работают китайцы? — поинтересовался Звонарев. — Пожаловаться не можем. Работают добросовестно, но и мы их не обижаем. Я сам слежу, что при расчете их не обманывали. Кормим из ротного котла. В других местах этого не делают, а я думаю, что два десятка человек всегда можно кормить там, где довольствуются три сотни. Сначала я китайцев не кормил, так сами солдаты с ними делились хлебом и другим продовольствием. Наш русский человек всегда готов поделиться с другим тружеником, особенно тем, который ему помогает в работе. Словоохотливо сообщил Машинский. Их разговор прервал подошедший фейерверкер, который доложил, что люди на занятия при орудиях собраны. Прапорщик вместе с капитаном направились к орудии. Стрелковая батарея была вооружена четырьмя сорока двухлинейными пушками образца 1877 года. Пушки были доставлены недавно и еще совсем не расстреляны. Предполагалось произвести расточку зарядной камеры, чтобы увеличить размер заряда и тем сделать орудия более дальнобойными. Я уже произвел необходимые расчеты. Можно примерно в полтора раза увеличить вес пороха, что даст почти две версты увеличения дальности. И Машинский протянул прапорщику бумаги с расчетами. Осмотрев орудия изнутри и проверив расчеты капитана, Звонарев согласился с ним и обещал представить их гобята на одобрение. Простившись с Машинским, Звонарев пешком направился в управление артиллерии. Он решил по дороге посмотреть, как идут работы по укреплению центральной ограды крепости. Сооруженная еще при китайцах немецкими инженерами, центральная ограда представляла земляной вал в несколько метров высоты и толщины. На ней имелись гнезда для орудий, барбеты для стрелков, и она представляла собой довольно внушительное укрепление, но не поддерживаемое столько времени. А ограда пришла в ветхость и теперь спешно подправлялась крепостными инженерами. Работы велись силами матросов-китайцев. И тут, и те, и другие дружно работали бок о бок. Матросы помогали китайцам, тем матросам никакой розни между ними не было заметно. Только инженерные десятники и саперные унтер-офицеры, боясь кричать и ругать матросов, срывали свою злость на китайцах, подгоняя их в работе. Но моряки одергивали унтеров и брали китайцев под свою защиту. Звонарев справился у одного из саперов. Сколько платят за работу морякам и китайцам? Матросы получают, что им положено отказные, а китайцам платим по шестьдесят копеек в день, — ответил он. Вы не слушайте его, ваш бродь, — подошел к прапорщику один из матросов. Он платит им только по тридцать копеек в день, а на остальную сумму пишет расписку. Получишь, говорит, после войны, и все сразу. — Делай, как мне начальство велит, а ты ни в свое дело не суйся, а то я тебе доложу капитану Бармену, что ты китайцев смущаешь, что к тебе пропишут за это. Обозлился унтер. — Мы твоему капитану не подчинены. У нас свое морское начальство, а оно по правде рассудит вас с китайцами. Звонарев не стал слушать дальнейшее препирательство матроса и сапера и пошел дальше. В мастерских он доложил Габята обо всем виденном на стрелковой батарее, показал расчеты Машинского, а заодно и сообщил о деятельности Бармина. Инженеры в Артурии прославили своим воровством. Тот же Бармен построил себе дом в новом городе из ворованных строительных материалов, а китайцев он набирает безозрения совести, — ответил Габята. — Надо же бороться с этим. — Сообщите о жульничестве Бармина начальнику инженеров крепости, полковнику Григоренко. — Тот должен принять необходимые меры, — горячился прапорщик. — Григоренко-то с Барменом вдоль и состоит. Тут имеется круговая порука жуликов и воров. — Григоренко, верно, еще с кем-либо делится из начальства. — Печально, но факт, — ответил Габята. — Наконец, работы по переустройству лафетов были закончены, и тяжелые по сотне с лишним пудов станины стали укладывать на крепкие трехосные платформы. Но так как лошадей не хватало, то к осем платформ с обеих сторон приделаны были канатные лямки, в которые вприглос попал сотни солдат на каждую платформу. Процессия медленно, часто останавливаясь, сдвинулась по дороге через Золотую Гуру. — Что твои бурлаки на Волге? — Не достает только дубинушки, — возмущался Звонарев. — Неужели нельзя на это время собрать лошадей из рот? — Лошадей в ротах мало, и ими дорожат, мой друг, а людей побольше, и ценится их труд куда дешевле. — Та же рабочая скотина, так двуногая. Да и в случае какого несчастья спокойнее придавит человека, поохают, повздыхают и забудут. — А лошадь покорить ж под суд за порчу казенного имущества пойдешь, — насмешливо объяснял Борейко. — Разве нельзя в Артуре лошадей достать? Почему бы не попросить лошадей у полковой артиллерии, что ли? Ближе можно. — У Белого шестерка лошадей. — У Стессы около десятка. Но лошади-то генеральские. Их превосходительство предпочитают тяжести возить на людях. — Попробую схожу к Белому. Может быть, где-либо через него лошадей достанем, — согласился Борейко. Солдаты, потные, красное от напряжения, несмотря на резкий ветер, изо всех сил помогали паре лошадей. — Надай, надай, еще малость! — охрипшими голосами кричали фейерверкеры. — Уже верхушку горы, видать, совсем немного осталось. Солдаты кряхтели, наддавали, проходили еще шагов десять-пятнадцать, и обессиленные останавливались. Через минуту опять раздавалась команда. — Навались! — и люди вновь налегали на лямки. За час прошли не больше версты. Люди и лошади были совершенно измотаны. Звонарев устроил привал на десять минут. Усталые солдаты повалились на холодную промерзлую землю. Некоторые попросили разрешения сходить за водой. Жажда мучила людей не меньше усталости. Прапорщик распорядился доставить из нестроевой роты бочку воды, но фельдфебель отказался ее дать. Обозленный звонарев сам пошел за бочкой. — Как ты смеешь не исполнять моих приказаний? — набросился он на фельдфебеля. Капитан не приказали. — Был такой случай. Бочку потребовали для поливки и сада. Я дал. А капитан потом за это меня выругали и приказали вперед бочку никому и никогда не давать. Ты или притворяешься дураком, или в самом деле дурак. То сад полить, а то людей напоить. Воли ваш, ваш благороди. Без капитанского приказания бочку дать не могу. — В чем дело? — вмешался подошедший Борейко. Звонарев рассказал. Поручик молча хлестнул фельдфебели по зубам. — Марш! — Сам с бочкой, сволочь, поедешь! — приказал он. Фельдфебель, утираясь на ходу, бросился исполнять приказания. — Рассусоливаешь ты с ними напрасно! — заметил Борейко. — Они видят, что ты из штатских, и позволяют тебе черт знает, что с лошадьми ничего не вышло. — Позвонил было Белый Экстесселю, и тот просто расхатался. — У тебя, — говорит Василий Федорович, — на то и солдаты, чтобы пушки до лафета таскать. — Так ни с чем и ушел. Придет самим тащить. — Становись, Сергей, в лямку второго взвода, а я в первый стану. Потягаемся, все веселее будет. — А ну, ребятки, потягаемся, чья возьмет! — крикнул Борейко солдатом, накидывая на себя лямку. — Смотри, Тимофеич! — обратился он к Родионову. — Не подкачай, а то прапорщик с Лепехином нас потом засмеют. Солдаты оживились. Вид огромного Борейко, едва влезшего в лямку, показался им забавным. Они начали шутить и пересмеиваться между собой. Первый взвод скоро стал опережать. Звонарев с своими солдатами сильно отстал. — Эх ты, Лепеха-воха! — кричал Родионов. — Совсем у вас, видать, кишка-танка, мал каш ешь. — Так у вас же один ведьмедь за целый взвод прет, — пробурчал Лепехин. — А у нас прапорщик хлипкий. Подождав вторую платформу, первый взвод двинулся дальше. Только к вечеру все десять станин были переброшены на электрический утес. Солдат, валившихся с ног от усталости, Борейко отпустил спать. — Кто же на батарее на ночь останется? — забеспокоился Жуковский. — К пятидесями миллиметровым пушкам довольно будет и восьми человек. — Мобилизовать денщиков, писарей да коптенармусов, и я с ними останусь, — предложил Борейко. — Вечером. На утес неожиданно пришли сто двадцать человек мастеровых из нестроевой роты. — Вы зачем сюда явились, архангелы? — спросил Борейко. — Подсобить вам малость пришли, ваше блороде, — за всех ответил Братовский. — Дело срочное, а ваши солдаты, видать, вовсе притомились. Мы отпросились у капитана, желающих сто двадцать человек набрали. — Спасибо на добром слове. — Только темно сейчас, а у нас ночью разводить огней не полагается, с моря видно. — Мы, ваше блороде, при ручных фонарях управимся, — ответил кто-то из солдат. — Тогда пойдем на батарею. Людей поделили. Одни под руководством Борейко занялись ремонтом орудий, снимали их со старых лафетов, а другие со звонаревым приступили к сборке новых. Вскоре утес превратился в монтажную мастерскую. Звонарев с Борейко до утра не сомкнули глаз. Как только расцвело, нестроевые ушли с батареи, а отдохнувшие артиллеристы встали на работу. Трое суток беспрерывно день и ночь шло переоборудование батареи. Всех солдат поделили на три смены под руководством Жуковского, Борейко и Звонарева. Погода продолжала оставаться морозной и в Южной, японцы не беспокоили. К вечеру, третьих суток, наконец, вся батарея была переоборудована. Старые лафеты у пушек были заменены. У орудий появились щиты и целая система блоков для подъема снарядов. Дальномерную будку и командный пункт для командира перенесли в бруствер. Наконец погода прояснилась. С раннего утра Борейк уже метался около орудий, последний раз осматривая все заклепки и вновь установленные приспособления для стрельбы. Но японцы не появлялись. Море оставалось чистым до самого горизонта. Хотели уже было выпустить пару снарядов прямо в море, чтобы проверить действия новых установок. Когда несколько легких японских крейсеров приблизилось к Артуру. — На дальномере! — завопил радостно Борейко. — Шесть тысяч пятьсот! — Пусть подойдут поближе! — решил Жуковский. — Начнем с наименьшей дистанции, девять верст, а затем будем ее увеличивать. — Зарядите орудие! — скомандовал Борейко. Солдаты, с утра томившиеся в ожидании стрельбы, радостно бросились подносить снаряды и новые, еще не виданные на батарее, картузы с бездымным порохом. Всем хотелось поскорее испробовать переделанные лафеты. — Эх, и пуганемы, сейчас японцев не обрадуются! — оживленно говорил Лебедкин. — Наводи, Петрович, поточнее, чтобы нам не остромиться с нашими новыми пушками! — упрашивал Родионов наводчика Кошелева. На батарее чувствовался общий подъем. — Не разорвет орудия? — беспокоился Жуковский. — Ведь они рассчитаны на бурый, призматический порох, а не на бездымный. — Рассчитаны с запасом, Николай Васильевич! — успокоил его Звонарев. — На первый залп людей все же надо спрятать в погреба, чтобы несчастье не случилось. — Пять тысяч пятьсот! — доложили дистанцию из дальномера. — Прицел двести пятьдесят, батарея! — залпом! Дуло орудий поднялись необычайно высоко вверх. С непривычки казалось, что пушка при таком угле возвышения должна обязательно опрокинуться при выстреле. Солдаты пугливо посматривали. — Укройтесь в погребах! — крикнул Борейко. Все, за исключением фейерверкеров и наводчиков, поспешно юркнули в погреба. — Батарея! Пли! Пять огненных столбов вырвались, из высоко поднятых вверх дул орудий. Легкий дымок на мгновение окутал батарею и тотчас растаял. Остро запахло эфиром. Лафеты мягко откатились и стали на свои места. Солдаты моментально выскочили из укрытия и бросились осматривать пушки. — В первом взводе все в порядке! — доложил Родионов. — Во втором и третьем тоже, — доложили взводные. — Падает! — донеслось с дальномера. — Недолет! — На полверсты не докинули! — заметил Жуковский. — Затем попробовали стрелять на одиннадцати двенадцать верст. На пределе получили двенадцать четвертью верст вместо предположенных тринадцати. Японцы при первых же выстрелах поспешили уйти дальше в море. — Итак, вместо девяти с половиной верст дальность увеличили до двенадцати, кругло считая, — резюмировал Жуковский. — Скорость стрельбы доведена до одной минуты тринадцати секунд на залп, и, может быть, еще увеличена, — добавил Борейко. — И люди, и командир находятся теперь в полном укрытии от осколков, — закончил Звонарев. Поблагодарив солдат за хорошую работу по переоборудованию батареи, Жуковский с Борейко и Звонаревым отправились обедать. — Начальство даже и не поинтересовалось нашими успехами, — сказал Борейко. — Как не заинтересовалось? — Заинтересовалось даже очень. — Я сейчас получил из управления артиллерии телефонограмму с выговором за самовольную стрельбу сегодня, — улыбнулся Жуковский. Стессель крупными шагами ходил по комнате. Волнение первых дней войны уже миновали, он успокоился и обрел свой прежний решительный вид и тон. Вера Алексеевна поместилась в углу на диване, около большой лампы под красивым бажуром. Рядом с ней сидели четыре ее питомицы, старательно занимаясь вышивкой. В качалке развалился высокий широкоплечий бородатый артиллерийский генерал Никитин с типичным лицом алкоголика, начальника артиллерии, формирующегося в артуре третьего сибирского корпуса. Он был слегка навеселе и потому особенно многословен. — Наши самотопы продолжают отличаться, — проговорил он громко, чуть хриповатым басом. — Какие такие самотопы? — удивилась Вера Алексеевна. — Да наши герои, морячки. Пока они ни одного японца ищь не утопили. Зато потопили в Чемульпова ряга и корейца, а под Артуром Енисея и боярина. — И пушкам никогда и не снились такие успехи, если бы не помощь наших самотопов. Погодите, они ищи своими руками весь флот перетопят, а сами в пите рукатят. Стессель громко расхохотался. — Это ты здорово сказал, Владимир Николаевич. Самотопы. Что правда, то правда. Самые настоящие самотопы. Завтра же всем расскажу, как ты их ловко окрестил. Ты должен быть осторожен, Анатоль. — Ведь наместник моряк и души не чает во флоте и моряках, — предостерегала Вера Алексеевна. — Среди своих поговорить можно, а среди чужих лучше и попридержать язык, — поддержал Никитин. — Наместник чуть ли не на другой день после начала войны вспешил покинуть свой возлюбленный флот и ретироваться в Мукден, — возразил Стессель. — Из моряков только тогда выйдет толк, когда их подчинят сухопутному начальству, чтобы они действовали, сообща с армией, а не шлялись бы зря по морю, — продолжал Никитин. — Вы совершенно правы, Владимир Николаевич. Давно надо моряков к рукам прибрать, а то слишком стали задирать носы, — с жаром проговорила Вера Алексеевна. — Пока Алексеев наместникам об этом и заикаться нельзя, — возразил Стессель, — я боюсь, чтобы меня самого Старку не подчинили. — Этого никогда не может быть, — живо возразил генеральша. — Сегодня мне в экономическом обществе говорили, что Старка на днях убирают. — Кто же на место Старка приедет сюда? — спросил Никитин. — Какой-то Макаров. — Из кронштадтских или севастопольских самотопов. Знаю Дубасова, Скрыдлова, этого знаю мало. — Мне говорили, что он очень ученый. На Северный, что ли, полюс зачем-то ехать собрался. Да не вышло у него. С носом вернулся. Выкладывала свои сведения Вера Алексеевна. — Уж если он до полюса не сумел добраться, то где же ему стога воевать? Там только моржи до тюлени могли ему помешать, а тут целый японский флот. Скептически, — проговорил Никитин. — Терпеть не могу этих ученых. Ни черта в строевой службе не понимают, а сами больше похожи на беременных баб, чем на военных, — сердито проговорил Стессель. — Он, верно, сразу же к нам с визитом приедет. Долг вежливости обязывает его к этому. Надо думать, какой бы он за знайка ни был, а вам визит все же первый нанесет. Но он, очевидно, приедет сюда без семьи. Кто же в осажденную крепость семью везет? Вера Алексеевна приятно улыбнулась. Ее заветная мечта стать первой дамой в Артуре близилась к осуществлению. Наместник уехал, Старк уезжает, и она останется в Артуре во главе дамского общества. Звонок в передний известил о приходе нового лица. Через минуту в комнату вошел начальник 4-й восточно-сибирской стрелковой дивизии генерал Фок. Высокого роста, худощавый старик, с небольшой седенькой бородкой, он легко юморской походкой подошел приложиться к ручке Вера Алексеевна. Девочки-воспитанницы как к команде встали и присели в реверансе перед генералом, но Фок не обратил на них никакого внимания. — Привет святому семейству! — мягким баритоном проговорил он. Забежал к вам на огонек. На дворе мороз, сметет пурга, в двух шагах ничего не видно. Мне, по моему холостяцкому положению, одному дома скучно, решил к вам заглянуть. — И хорошо сделали, Александр Викторович! — приветливо отозвалась генеральша. — Не хотите ли с холодку чайку согреться? Не откажусь. А то по старости мерзнуть очень стал. — Какие у тебя новости? — спросил у Фокас Тессель. — Сам за ними пришел. — По новостям у нас знаток Владимир Николаевич. — Где мне за вами в этом отношении угнаться? — отозвался Никитин. — Это у вас всегда все известно из самых достоверных источников, и при том раньше всех. — Новости у меня все старые. — Убирают Старка, приезжает Макаров. — Куропаткин назначен командующим манчжурской армией. — Японцы продолжают высаживаться в Кореи, а наши морячки отсиживаться в Артуре. — Да безобразничать во всяких звездочках и варьете с публичными девками. — Ласковым, елейным голосом повествовал генерал. — Вам пора спать. Обратилась генеральша к воспитанницам. Те аккуратно сложили свои работы и поспешили выйти. — Кто же при детях говорит о публичных девках? — упрекнула она Фока. — Мои крошки святы и невинны, а вы при них говорите такие неприличные вещи. Простите великодушно. — Все виноват мой солдатский язык. За сорок лет службы привык к казарменной речи. Это верно, что Куропаткин назначен? — За что купил, за то и продаю. — Это будет прекрасно, Анатоль. — Ты опять будешь вместе с Алексеем Николаевичем? — обрадовалась генеральша. — Уж он-то, наверное, тебе моряков подчинит, а ты приберешь их к рукам. — Трудновато все же. — Слыхал я, сюда едет великий князь Кирилл Владимирович вместе с братом своим Борисом. Кирилл тоже моряк, может, и заортачится. Самому царю обо всем напишет. Куропаткину трудно будет против него бороться. — Да, самотопы сейчас в чести, — задумчиво сказал Никитин. — Владимир Николаевич моряков самотопами называет, — пояснил Вера Алексеевна. — Весьма остроумные названия, — согласился Фок. — Пока что они предпочитают плавать не в желтом, а в винном море и купать в нем своих альтуалий. — Анатоль, отчего ты не вышлишь всех этих мерзких тварей из Артура? — возмутилась Вера Алексеевна. — С отъездом семей число холостяков в Артуре увеличилось, и потребность в женщинах возросла. — Да среди них есть весьма они вредные, — заикнулся Болоникитин. — Не смейте при мне гадости говорить. — Откуда вы их можете знать, — Владимир Николаевич, — обиделась генеральша. — На улицах вижу и слышу рассказы о них. — Ах ты, старый греховодник! — хохотал Стессель. — Да замолчите вы, право. — Не сердитесь, матушка Вера Алексеевна, — к слову пришлось. — Разрешите лучше глотку промочить, что-то от разговора пересохло. — Прошу в столовую, — пригласила хозяйка. Никитин за столом не замедлил быстро приложиться к графинчику с коньяком. Фок же, наоборот, демонстративно пил только чай. — А что? — Артурский улиц что выделывает? — Кто это улиц-то? — спросил Никитин Фока. — Кондратенко, конечно. Он нас всех вместе взятых перехитрит, вокруг пальца обведет и сухо из воды выйдет. Хитрая штучка. — Неправда. — Роман Исидорович умница. Вот вы на него и сердитесь, — заступилась генеральша. — Хотел бы я иметь такого верного адвоката, как вы, Вера Алексеевна. Никому б меня в обиду не отдали, — говорил Никитин. — Так что ты начал о Кондратенко рассказывать? — спросил Стессель. — Он все работы по постройке форта взял в свои руки, как будто он, а не Григоренко, крепостной инженер. Кондратенко сапер и кончил инженерную академию, и ему и книги в руки по фортификционной части. — Он свою дивизию обратил в рабочих землекопов, вместо того, чтобы строю их обучать. — Это ты верно заметил. — Завтра же переговорю с ним об этом, — отозвался Стессель. — Слыхали, что Белый подчинился морякам и разрешает своим батареям стрелять только с их ведома? — Слащаво улыбаясь, продолжал Фок. — Перекинулся к морякам? — изумился Стессель. — Да ты не ошибаешься ли, Александр Викторович? Не ожидал я от него такого поступка. — Меня тоже его поведение несколько удивило. — С матом тебе приходится и такие каверзы строит, — подзуживал Фок. — Я с ним серьезно поговорю, — пригрозил Стессель. — Двуличный он человек, — поддакивал Никитин. — Вершинин вчера вечером у него был. О чем-то они долго совещались. — Даром, что он полковник русской армии и вольнодумец? — Ума не приложу, о чем бы они могли так долго разговаривать, — вставил Фок. — Вредный этот человек Вершинин. — Как ты его держишь гражданским губернатором Квантуна и гражданским комиссаром? — упрекнула мужа Вера Алексеевна. — Со связями он. — Алексеев у него не один раз обедал, сразу его не уберешь, — оправдывался Стессель. — А ты, Анатолий Михайлович, с подковыркой, обходом его возьми, — посоветовал Никитин. — С какой страны ты его обойдешь, не ворует, кажется. — Только кажется, — заметил Фок. — Какой же градоначальник в России не ворует? — Не пойман, не вор. — Либералов защищает. — Кого именно? — Да, хотя бы заведующую Пушкинской школой Желтову. — Там все артурские либералы собираются. Школа — только вывеска для пропаганды противоправительственных идей. — Вкратчиво, — продолжал Фок. — Поручу Микеладзе заняться этим делом. — Глуповат, Микеладзе. — Лучше бы Познанскому. Тот, хотя и молодой жандарм, но подает большие надежды. Вошедший Денщик доложил, что Белый просит Стесселя к телефону. — Дюжи в море с пушек бьют, батареи так полыхают, — сообщил он. Никитин заторопился домой. — Японцы с моря в проход лезут. — Взволнованно сообщил вернувшийся Стессель. — Какие там брандеры пускают. Я еду сейчас на Золотую гору. — Я тебя не пущу, — решительно заявила генеральша. — Незачем тебе туда ехать. Белый без тебя справится. Довольн ты день-день с кой по фортам, да батареям разъезжаешь. Не комендантское это дело, на каждый выстрел ехать. Я уже приказал подать экипаж. — Я отправлю его обратно, — распорядилась Вера Алексеевна. Стессель сдался и покорно пошел за женой в спальню. Никитин Владимир Николаевич, 1848-1917 годы, генерал-адъютант. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов. С 1904 года начальник артиллерии 3-го сибирского армейского корпуса. Позже был командующим войсками военного корпуса в Иркутске и Одессе. В 1916 году комендант Петропавловской крепости. В 1917 году был расстрелян как сторонник Распутина. Дубасов Федор Васильевич, 1845-1912 годы, генерал-адъютант, адмирал, член Государственного совета. В 1905 году возглавлял карательную экспедицию в Черниговской, Курской и Полтавской губерниях, а затем, будучи генерал-губернатором Москвы, жестоко подавлял московское вооруженное восстание. Скрыдлов Николай Ларионович, 1844 год смерти неизвестен, вице-адмирал, член Адмиралтейства совета. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В 1900-1902 годах начальник Тихоокеанской эскадры. В 1904 году после гибели Макарова назначен командующим флотом в Тихом океане. Но в порт Артур не прибыл, и его обязанности исполнял контр-адмирал Витгефт. Куропаткин Алексей Николаевич, 1848-1925 годы, военный деятель, генерал-адъютант от инфантерии. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов проявил себя храбрым офицером, был начальником штаба у генерала Скобелева, который якобы сказал ему, «Помни, что ты хорош на вторые роли. Упаси тебя, Бог, когда-нибудь взять на себя роль главного начальника. Тебе не хватает решительности и твердости воли». В 1898-1904 годах военный министр входил в политическую группу Витте, стремившуюся к экономической экспансии на Дальнем Востоке. Один из виновников неподготовленности России к войне с Японией. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов был командующим Маньчжурской армией, а затем всеми вооруженными силами на Дальнем Востоке. Показал себя безвольным и бездарным военачальником. Смещен с этого поста в марте 1905 года после поражения русской армии под Мукденом. В Первой мировой войне командовал Северным фронтом. В 1916 году командующий войсками в Туркестане, руководил подавлением восстания местного населения. В 1917 году арестован и отправлен в Петроград. После освобождения временным правительством жил в Псковской губернии. Кирилл Владимирович Романов 1876 год смерти неизвестен Великий князь, двоюродный брат царя Николая II, контр-адмирал. В 1904 году назначен начальником военно-морского отдела штаба командующего флотом на Тихом океане. После революции эмигрировал за границу, где объявил себя императором всероссийским Кириллом I. Борис Владимирович Романов 1877 год смерти неизвестен Великий князь, двоюродный брат Николая II, генерал-майор после революции в эмиграции. Улисс Герой древнегреческого эпоса Мифический царь острова Итаки, Одиссей Брандер, старое судно, предназначенное для затопления у входа в морские порты с целью их заграждения. Алексей Алексеевич Романов 1850-1910 годы Великий князь, сын Александра III и дядя Николая II, генерал-адъютант, адмирал, член Государственного Совета. В это же время адмирал Старк сидел в глубоком мягком кресле около письменного стола в своей каюте на Петропавловске и внимательно читал рапорты командиров кораблей, донесения сигнальной станции на Золотой горе о деталях внезапного нападения японцев на русскую эскадру в роковую ночь 26 января. Короткий бой стал переломным моментом в жизни адмирала. Его обвиняли в непринятии мер по охране эскадры, открыто стоящей на внешнем рейде. Старк откинулся на спинку кресла и погрузился в глубокое раздумье. В каюте было тепло и уютно. Изредка доносились резкие порывы штормового ветра, хлопали раскачиваемые ветром шлюпки и спасательные круги, громыхали по палубе тяжелые матросские сапоги. Адмирал с горечью и возмущением вспоминал о своем унизительном положении начальника эскадры, который фактически не смел ничего предпринять без ведома и согласия наместника. Последний вмешивался во все распоряжения Старка по эскадре, связывая его по рукам и ногам своей непрошенной опекой. Вспомнил он и о том, как Витгефт, по приказанию наместника, инструктируя чинов его штаба о необходимых мероприятиях по охране кораблей, прямо заявил, что никакой войны не будет. Это за полчаса до нападения, возмущался адмирал, перебирая бумаги и припоминая все подробности злосчастной ночи. Старк встал и раздраженно прошелся по каюте. Получасовой бой, и моя безупречная сорокалетняя служба перечеркнута судьбой, и сам я вынужден просить об отставке, якобы по болезни, чтобы спасти свое честное имя, — с глубокой горечью проговорил вслух адмирал. — Но нет, вы еще не знаете, кто такой Старк. Он сумеет постоять за себя. У меня есть такие документы за подписью Алексеева, что ему не поздоровится, когда их увидит свет, — продолжал адмирал, потрясая кулаком от негодования. Всегда сумрачное его лицо с глубоко запавшими глазами и со следами переутомления и негодования приняло жесткое выражение. — Я тебе покажу, царский выродок, кто такой Старк. И адмирал нервно подошел к наглухо приделанному к стенке неизгораемому шкафу. Открыв дверь, он вытащил пачку бумаг. Вот она. Выдернул он одну из них. На первом листе он бегло прочитал. — Нам необходимо проводить на Дальнем Востоке в отношении Японии самую жесткую политику, памятуя, что она никогда не решится на войну с Россией. Так и сказано, никогда не решится на войну. Она не только решилась, но и первая начала войну с Россией. А вот еще... И Старк взял другую бумагу. — Ввиду полной несостоятельности ваших опасений о возможности войны с Японией, считаю это звание к эскадре варяга и корейца ненужным. Да-да, только по беспечности Алексеева. Мы потеряли эти два корабля, а теперь за все отвечаю я, а не он. Но это не выйдет. Адмирал вновь спрятал бумаги. В дверь постучали. Затем вошел флаг офицера лейтенант Дукельский. Получено депеша от адмирала Макарова. Протянул он телеграмму. — Буду в артуре двадцать четвертого, Макаров, — прочитал Старк. — Завтра... — взглянул он на календарь. — Прикажите баяну выслать в почетный караул полуроту. И, подумав, прибавил. — С музыкой. Есть ваше превосходительство. И лейтенант вышел. Старк еще раз прочитал телеграмму и опять нахмурился. — Будет и этот умник меня учить уму-разуму. Заворчал он, вновь принимая за бумаги. Хорошо ему критику наводить за десять тысяч верст отсюда. Старк снова взял одну из бумаг и прочитал. — Его императорскому высочеству, генерал-адмиралу, великому князю Алексею Александровичу, копия, управляющего морским министерством, адмиралу Авеллану. Всем написал. — Пусть все знают, какой он умник. — Проговорил он и уткнулся в бумагу. — Предвижу, что японцы не упустят столь благоприятного случая для внезапного нападения, как нахождение русской эскадры на внешнем рейде. Он, Макаров, предвидел это, сидя в Кронштадте, а я здесь, на месте, упустил, видите ли, эту возможность. Теперь он возвеличен, обласкан и едет заменить меня в командование эскадры. Так ведь я тоже предполагал это, писал об этом. Но меня не хотел слушать тот же Алексеев. Но было бы еще хуже, если бы японцы, напав без объявления войны, внезапно затопили и в первую же ночь несколько пароходов у входа в гавань и заперли эскадру на внутреннем рейде. Старк опять зашагал по каюте, зябко пожимая плечами. Донеслись глухие удары орудийных выстрелов. Адмирал прислушался. — Опять должно быть береговые батареи бьют по воображаемым судам! Пробурчал он и нажал кнопку звонка. — Позвать лейтенанта Дукельского! — приказал адмирал Вестовому. Через минуту флаг офицер доложил, что на море замечены пароходы, направляющиеся к выходу на внешний рейд, очевидно, с целью закрыть его. Старк надел пальто, поплотнее нахлобучил фуражку и вместе с Дукельским поднялся на палубу. Его тотчас же охватила метель, сквозь которую с трудом можно было различить белые ленты прожекторных лучей, беспрерывно сверкали зорницы орудийных выстрелов. — На море замечены пять пароходов! — сообщили с сигнальной станции на Золотой горе. — Дежурным миноносцам отковать их! — приказал адмирал, стараясь в ночной бинокль разглядеть, что происходит на море. Но в снежном вихре ничего нельзя было разобрать. Приказав каждые пять минут сообщать о происходящем на море, адмирал снова спустился в каюту. После резкого холода наверху в каюте показалось особенно тепло. Старк потребовал чаю с ромом и засел за составление длиннейшего отчета о всем происшедшем с начала войны. Но работа не клеилась, и адмирал продолжал беспокойно прислушиваться к происходящему на рейде. Прошло минут двадцать, пока наконец Дукельский пришел с докладом об отбитии японской атаки на проход. Только тогда Старк смог спокойно приняться за продолжение прерванной работы. Адмирал подробно разбирал причины возникновения войны и неудач первых столкновений на море. Он указал, что Япония с момента занятия русскими порт Артура в 1898 году стала энергично с помощью Англии и Америки готовиться к вооруженному столкновению с Россией. По тоннажу флот Японии за это время возрос более чем в четыре раза, а армия увеличилась втрое. Наместник Алексеев и военное командование в Манчжурии недооценили этот рост вооружений и не предприняли должных мер к усилению русской армии и флота на Дальнем Востоке. Японцы же, прекрасно учтя неподготовленность царского правительства к войне, заключили союз с Англией, получили финансовую помощь от Америки и науськиваемые ими рискнули первыми напасть на Россию. Перо опального адмирала легко и быстро скользило по плотной бумаге, и перед Старком неожиданно для него самого вставала яркая картина общего развала русской администрации на Дальнем Востоке. Прочитав написанное и аккуратно сложив листки бумаги, адмирал стал собираться ко сну. Взволнованный он долго не мог заснуть. Перед ним одна за другой вставали картины недавнего прошлого. Первая атака японцев, гибель Енисея, а за ним и боярина, позорное поведение его командира Сарычева. И за все это он должен отвечать. Хотя в свое время он настаивал на снятии Сарычева с корабля, как неспособного к командованию, он лично предупреждал командира Енисея Степанова о течениях в Таале и Анванском заливе, но тот все же посадил свой корабль на свою же милу. Сейчас всех собак вешают на меня. — Скорей бы приезжал Макаров, тот умеет отделаться от начальства и никому не позволит наступать себе на ногу, — решил после раздумья адмирал. Сильный снежный буран бушевал над Артуром. В воздухе носились миряды мелких сухих снежинок, которые больно хлистали в лицо. Огромные волны бешено бросались на каменистый берег, рассыпая далеко кругом мельчайшие брызги, мгновенно замерзающие на морозе. На внутреннем рейде чуть проступали громады броненосцев, да золотая гора темным привидением нависла над узким проходом на внешний рейд. С наступлением ночи Артур утонул в мутной мгле пурги. Только что вышедший из ремонта Миноносец Страшный нес торжевое охранение у входа, став на два якоря у подошвы Золотой горы. Напротив него у тигрового хвоста темнел силуэт еще неснятого смели, подорванного в первую ночь войны Ратвизана. Немного позади, в самом проходе, стояла канонерка Отважный. С берега, с Ратвизана и с Отважного, в море тянулись бледные лучи прожекторов, свет которых с трудом побивался сквозь пургу. Андрюша Акинфиев нес очередную вахту. На командирском мостике Страшного из-за холода и ветра невозможно было долго стоять, и он то и дело спускался вниз, чтобы хоть немного согреться за трубой и кожухом машины. Здесь было относительно тихо, от трупа машин несло теплом, и можно было обогреть озябшие руки. Миноносец сильно мотала на волне, и стоило большого труда удержаться на обледеневшей палубе, несмотря на протянутые вдоль нее леера. На носу, приткнувшись к орудием вахтиной в толстых меховых тулупах с биноклями в руках, внимательно вглядывались в море, следя за передвижением белых полос прожекторов, которые то ярко вспыхивали, то затухали, чтобы через мгновение загореться вновь. «Смотреть вперед повнимательнее!» — окликал вахтинных мичман. «Ей смотреть вперед повнимательнее!» — глухо доносилось до него в ответ сквозь вой ветра. Мороз и ветер глубже забирались под одежду, заставляя дрожать мелкой дрожью. Андрюша завидовал матросам, одетым в теплые тулупы, но для себя считал неприличным кутаться. «Офицеры всегда и везде должны быть примером для матросов!» — мысленно твердил он, кочаняя от холода. Время тянулось нестерпимо медленно. Казалось, прошла целая вечность, но неумолимые часы при свете папиросы показывали, что истек всего только час, как Андрюша вступил на вахту, а впереди еще три долгих часа. Ермий, должно быть, спит крепким сном у себя в каюте. А Юрасыч с Дмитриевым сражаются в шахматы, попивая горячий чай с Рому. Представил себе Андрюша, и от этого ему стало еще холоднее и тягостнее стоять на палубе. «Ничего не видать?» — спросил он у матросов. «Никак нет, ваше благородие. Муть одна и только. Да и кто полезет к Артуру в такую непогать? Если под берегом так мотает, то что же делается в море? В одночасье корабль обледенеет и пойдет ко дну. Японцы холода не любят. У них даже зимой тепло в Нагасаках. Как мы и раньше там стояли, даже об Рождествее теплынь. В бушлатах жарко!» — ответил один из матросов, видимо, старослужащий. «Это ты, Денисенко?» — узнал его в темноте Мичман. «Так точно мы, Серегина, на вахте стоим. Всегда вместе, друзья неразлучные». «Шестой год в местях. Как на службу пригнали в хронштадтский флотский экипаж, так не расстаемся. Вместе на Химове на Дальний Восток пришли, вместе на Севастополе были, а затем на Страшные перевелись. Словоохотливо ответил Денисенко. «Вы бы в ваш благородие тулупчик накинули, а то ведь обморозитесь». «Разрешите, мигом слетаю», — предложил Серегин. «Не надо. Скоро уж смена», — ответил Андрюша, угадывая желание матроса сбегать в теплый кубрик. «Смотрите, не зевайте. А то не ровен час японец наскочит». Предупредил он матросов и отошел. «Фасон давит, а сам до костей промерз, аж зубы стучат», — проговорил Денисенко, когда Мичман отошел. «Мол, да зелена. Обморозь души да ноги, так другой раз тулуп надень ты калоши». «Что за погода распроклятая? Сиди вот тут и мерзни, да выглядывай. Не собираются ли тебе япошки какую-нибудь пакость подстроить? И с чего это война началась, понять невозможно. Жили мирно и тихо, а тут вдруг раз и в морду один другому». Задумчиво проговорил Денисенко. «Да, и время до всего доберемся. Почему и от чего?» — ответил Серегин. Матросы умолкли, вглядываясь в ночную мглу. По-прежнему на море медленно шарили щупальца прожекторов. На ротвизане двигались какие-то огоньки. Отважный стоял с потушенными боевыми фонарями. Серегин и Денисенко между делом соскребали с палубы лед. Все было тихо и спокойно. Вдруг прожекторные лучи заметались по морю и разом остановились на одном месте, осветив большой пароход, крадущийся вдоль берега от Ляутишани. С тигровки грянул выстрел, за ним другой. За тигровкой загрохотал электрический утес. И, наконец, перекрывая все остальные звуки, рявкнули двенадцатидюймовые пушки с ротвизана. «Свистать всех наверх!» — скомандовал Акинфиф. Через мгновение Юрасовский уже легко взбежал на мостик. Застегивая на ходу шинель, матросы быстро разошлись по орудиям и минным аппаратам. С отважного засимафорили огнями. «Атаковать Брандер!» — доложил сигнальщик. «Есть атаковать Брандер!» — повторил Юрасовский. «Выбрать якоря, приготовить орудие и минные аппараты!» Загремела якорная цепь, заблестели огни у орудий. Малеев кинулся к носовой 75-мм пушке. Акинфиев спустился к минным аппаратам, с которых уже снимали чехлы. «Вперед! До полного!» — скомандовал в машинное отделение командир. Миноносец вздрогнул и, набирая ход, двинулся по направлению к Брандеру. Между тем уже весь берег осветился огнями выстрелов. Удары тяжелых орудий слились в протяжный гул. За первым Брандером показалось еще три. Они полным ходом шли по направлению к проходу. На Золотой горе взвелись две ракеты, ярко осветили море, и огонь батареи мгновенно прекратился. Теперь только страшный, зарываясь по самый мостик в ледяную воду, стремительно несся к головному Брандеру, в то же время осыпая его своими снарядами. «Носовой тофс!» — скомандовал минным аппарат у Юрасовский. А Кинфиев застыл на месте, ожидая команды «Пли!». В это время с Брандера открыли по миноносцу сильный огонь из малокалиберных скорострельных пушек и пулеметов. Несколько снарядов с воем пронеслись над миноносцем, и по обе стороны страшного взвелись водяные столбы. «Пли!» — наконец скомандовал командир. Вспыхнул красноватый огонек, и мина, нырнув в воду, понеслась по направлению к Брандеру. «Лево на борт! Приготовить кормовой аппарат!» Миноносец круто покатился вправо, поворачиваясь кормой к противнику. Через несколько секунд у Брандера с тяжелым ударом взметнулся к небу огненный веер взрыва, и пароход сразу круто осел на правый борт. «Ура!» — радостно закричало сразу несколько голосов на палубе миноносца. Несмотря на мороз, матросы весело перекликались между собой в темноте. Подбитый Брандер быстро оседал носом в воду. При свете прожектора было видно, как с него спешно спускали шлюпки. «По шлюпкам огонь!» — едва успел скомандовать Юрасовский, как загремела кормовая пушка. Шлюпки торопливо отходили от тонущего корабля, но разъяренные волны опрокидывали их одну за другой. Окутанный паром Брандер уже наполовину погрузился в воду, а на его палубе все еще продолжали бегать люди, обстреливая миноносец из ружей. Одной шлюпки удалось выплыть, и она быстро ушла в море. «Слева по носу миноносец!» — вдруг истошным голосом закричал сигнальщик, и тотчас же из ночной тьмы вынырнул темный силуэт. Почти в тот же миг на японском миноносце разом сверкнуло несколько молний, и грянул орудийный залп. Вокруг страшного вновь заметались в бешеной пляске водяные смерчи. «Еще два на левом траверзе!» — крикнул Серегин. Снова и снова глухие удары выстрелов потрясли море и небо. Кинфиев оглянулся на порт Артур и с удивлением увидел, как далеко позади остались береговые батареи. В лоб полис! Мелькнуло в его голове, но по команде Юрасовского миноносец, круто повернув, уже лег на обратный курс. Японцы в темноте потеряли страшный из виду. На золотой горе опять взвелась ракета. При ее свете батареи заметили страшный, и, приняв его за японское судно, тотчас же обстреляли. «Показать опознавательный!» — скомандовал Юрасовский. «Опять подобьют нас!» — ворчали матросы, боязливо оглядываясь на водяные всплески от снарядов. «Серегин! Черт! Кривой!» — ругался Боцман. «Живо поднимай сигнал, пока нас не утопили!» Миноносец, спасаясь от снарядов, развил предельный ход и, лавируя, шел курсом прямо на ретвизан. Около самого Артура страшно и сходу протаранил шлюпку с одного из брандеров. Было слышно, как люди кричали о помощи. «Мне нравится в холодной воде купаться!» — злорадствовали матросы. «Мы хоть и не купались, а вымокли не меньше их, зубы так стучат!» — ответил Денисенко. «Подберем?» — спросил Малеев у командира. «К черту!» — бросил Юрасовский. Вскоре Страшный уже подошел к своему прежнему месту. Справа и слева, под золотой горой и у тигрового хвоста, пылали выбросившиеся на берег брандеры. Огромное пламя, выбиваясь снаружу, ярко освещало красноватым светом узкий проход в Артур и заснеженные берега. Горящие головни взлетали высоко вверх и с шипением падали в воду. Несколько портовых пароходов столпилось около брандеров, пытаясь своими помпами залить пожар. «Не дойти ли нам подальше от них?» — указал Малеев на брандеры. «Не район чаще взорвутся и нас повредят». «Пожалуй, ты прав», — ответил Юрасовский. «Станем ближе к электрическому утесу». Когда Страшный стал на якорь, команду спустили вниз. Матросы, продрогшие и озябшие, поспешно спустились в кубрик. «Выдать всем сейчас же почарки водки», — приказал Юрасовский боцману, «да подсменить вахтенных, чтоб переоделись в сухое». «Тебе, Андрюша, ищи целых две склянки достаивать вахту. Иди-ка и ты переоденься». «Небось, тоже промок», — предложил Малеев. Через пять минут Акинфиев, уже переодетый в сухое, снова шагал по мостику. После пережитого волнения Андрюша сперва и не замечал даже голода, погруженный в воспоминания о происшедшем. Стрельба, взрывы, свист снарядов, вихрь, несущийся миноносец, крики утопающих, все оживало в памяти и складывалось в яркую картину боя. Целый ряд деталей, ранее упущенных сознанием, теперь всплывал в памяти. То вспоминалась нелепо согнутая при свете ракеты фигура Малеева, которого обдавала водой из-за борта, то широко раскрытый рот Юрасовского, когда он отдавал приказания, стараясь перекричать грохот стрельбы. Мысли унеслись в далекий Кронштадт, где жила семья. Встал, как живой отец, высокий, сутулый, лысый человек, золотыми очками на носу. Он был главным врачом в морском госпитале. Андрюша вспомнил, как противился отец его поступлению в морской корпус. Знаю я этих ветрогонов-моряков. Редко кто из них блещет умом и образованием, — говорил он. Больше на внешнем лоски до подхалимствия выезжают. Ума от них не наберешься. Опусти льгой стать легко. Кроме того, морская служба в России почти наследственная. У большинства офицеров и дед, и отец, и сын, все моряки. Вот таких и связей, и знакомства, и карьера обеспечено. А у нас с тобой? Мой дед поп, отец сельский учитель, я сам врач. Никто, как видишь, в моряках, а не служил. Куда нам с суконным рылом? Да в стародворянский ряд лезть. Но Андрюша не внял увещанием отца. Завтра же напишу им письмо. Обо всем решил он. Сменившись с вахты, Акин Фиев быстро разделся и едва лег на койку, как заснул. Проснулся он от стука отдаваемого якоря и понял, что страшный вошел в бухту. Вошедший в каюту Малеев окончательно разбудил его. Сегодня утром в Артур приехал Макаров. Сейчас он в порту, а затем будет объезжать корабли. Старк уже спустил свой флаг на Петропавловске. Ура! Наконец-то у нас появился настоящий адмирал. Обрадовался Акин Фиев и стал поспешно одеваться.